Хоррор Три очень многообещающей хоррор игры я вам подобрал И если у нас внезапно окажется, что... Даже четыре, не три, четыре Наверное, четвертая такая, она не совсем... Она не совсем новая, она вообще не новая, честно говоря Да, я вот сейчас смотрю, даже не знаю, будет ли она или нет Что-то я как-то не подумал, сказав Но, в любом случае, у нас сегодня есть... На тот случай, если нам времени не хватит, я... Точнее, останется слишком много времени Мы, может быть... Ну, у нас всегда есть, конечно, визуальная новелла Кирилла, которую мы можем продолжить читать А также Underground Man, недавно вышла, собственно, игра, за которой стоит имя Ильи Мэдисон На которую тоже мы сможем сегодня посмотреть, если вы захотите Если у нас будет слишком много времени в конце Мы, в любом случае, на нее посмотрим Просто я планировал на Индистрим более-менее ее куда-то передвинуть Но, может быть, если будет время и сегодня Посмотрим по ситуации Всем, в общем-то, привет! Всем здорова! Да-да, визуальные новеллы, которые не надо пиратить Иначе можно случайно... Иначе можно случайно... Да, я выложу на YouTube обязательно запись вчерашнего стрима У меня некоторые темпоральные проблемы возникли Вот после сегодня... Сегодня ночью там будет и сегодняшний стрим И... Кириллические новеллы Так что... Смотрите за обновлениями 1, 2, 1, 2, Q Не знаю, Telegram, я постил сегодня в Telegram Оповещение, так что... Да, всем привет! Автотюн Джизус, здорово, большой привет! Zero Player, Nightheart, Mosley Nothing Никусу 1, 2, 1, 2, Q Nightmax 13, Ultraviolence, Епитух, Бабка в Стрингах Ройден в Пончо Какая синергия ников прям получается И Бабка в Стрингах, и Ройден в Пончо И... Дальше идет Шарли Гейн, и Сириус Паладин, и... Ещё много-много-много замечательных людей Всем огромный привет! Тоби 3D-ешкинкот, тут тоже Крейфиш Ээээ... Да... Малрик не грозит... Да я очень быстро бежит, ребят Эээ... Штуки Вот, ну что, давайте потихоньку тогда будем начинать Первая игра у нас сегодня... Называется... Ионз Айс Она даже производит впечатление, как будто она может оказаться неполным трэшем Я даже слегка заинтригован Так что мы определенно посмотрим Что это такое Что это такое, и... Что с ним делать? Я думаю, что сначала Есть смысл посмотреть на Стимовскую страницу Это, мне кажется, всегда интересно Так вот, эта игра называется Выглядит... Собственно... Как-то так себя презентует Первые дни в школе обычно тяжелые Написано в описании игры Но они могут быть еще тяжелее Если ты помогаешь слепому восьмилетнему Мальчику, которого зовут Иэн Кто даже не знает О опасностях, которые Таятся в каждом коридоре Выигра... Ты играешь за Норта Эээ... Собаку Иэна Сможешь ли ты помочь ему выбраться? Ну и да, премиус интересный Сможешь ли собаку помочь ему выбраться? Премиус интересный Мосли позитив 13 оценок Это вообще ни о чем, конечно же, не говорит Так что давайте Нырнем Прямо... Прямо в глаза Иэна Я очень надеюсь, что это будет тот Иэн, который Аид Апст Который будет периодически говорить, что Это довольно-таки неплохо И какие-то в этом духе мемы Я очень рассчитываю на то, что игра не подведет меня в этом смысле Так И она даже стримится Вот это да Это тоже хороший знак Иногда игры просто отказываются это делать Эээ... И зафлоппер боится бояться после... Этой игры Ничего страшного Я думаю, что... Очень-очень редко у нас бывает... Непосредственно страшные игры на наших хоррор-найтах В любом случае, СОЕ ДЕСКО СИНДИ ГЕЙМС И этот логотип Довольно отстойно обтравленный, честно говоря И довольно громкие звуки уже начинают играть И сделают для вас игру слегка потише И для себя тоже Дайте мне знать, хорошо ли вам слышно вот эту сейчас музыку на заднем плане За моим голосом Нужно ли сделать ее погромче Скажите мне как Как вам вообще все это Привет, Ченки И тебе тоже Анал Девастатор 3000 Тоже здорово Хорошо, да? Ну, прекрасно Давайте тогда начнем В этом превосходном главном меню игры Наша мышка ничего не делает Я не могу контролировать это мышкой Поэтому Где? Куда? Куда вечно девается Та вторая хрень, ну вы знаете А, вот Да, давайте посмотрим Может ли контроллер что-то Да, контроллер что-то действительно делает А теперь он не делает ничего Я нажал кнопку на контроллере И он все-таки делает Это очень неотзывчивое меню Это самое неотзывчивое меню в мире, наверное Теперь вот депа от контроллера начал реагировать Совсем не с первого раза То есть вот Я стиком пытаюсь переключать эти кнопки И вы видите Насколько Насколько это тяжело Оно вроде как идет Но вот Раз на раз не придется Совсем нестабильная история Так что Уже неплохое начало Залезем Вот в это Вот посмотрим Чего здесь Есть Лангваги У нас английский И эспаньол Что Выдает Культурные Так сказать Ориджинсы этой игры Местный Эль Кириллио Надеюсь Не разочарует нас Испанский Никаких настроек Графики Ничего такого нет В этой игре В общем Нам предлагается Играть в нее так Как будто Это Порт с консоли Или что-то в этом духе Слишком громко Ну вот Я за этим Спрашивал В начале Давайте сделаю Слегка потише Тогда для вас Игру Добро пожаловать в Винтрелл Небольшой город На севере штатов Тут в общем Школа есть И вот Первое сентября Это сложно Для детей Особенно Если тебя зовут Ион Людей много Встречать новых Надо Все такое Все было бы хорошо Но вот Ион Только слепой Хорошо, что он не один Его Его собака Будет его глазами А сегодня Это особенно важно Сэр Гарланд Демембрингер Эй, видишь, что происходит С Ютубом Нас ждут года Анальной цензуры Как замешан феминизм Будет ли ролик по Сабжу Спасибо, во-первых За донейшн Сэр Гарланд Демембрингер С Ютубом Происходит Ничего хорошего Честно говоря Ролик по Сабжу Я очень надеюсь Что у меня завтра Будет время Его сделать Это будет Очень короткий Там Пятиминутный Просто ролик На тему Чего я об этом думаю Но вообще Это касается Да, это касается Вообще Нас всех Я не буду Сейчас Сильно распространяться В это, наверное Ну, потому что Это займет, наверное Минут 15 Возможно Не всем интересных Каких-то Историй Но Грубо говоря Ютуб опять Все испортил Как он это обожает делать И Изменил Правила Terms of Service И Начал Устраивать Некоторый фашизм В плане монетизации Роликов Довольно многих Чуваков По совершенно Рандомным Произвольным Принципом Посмотрим Во что Это выльется Ничего хорошего Естественно Не предвещает Но это И не в первый раз Когда Ютуб Пытался что-то Испортить Так что Я не думаю Что Нас ждет Прям года Анальной цензуры Я думаю Что нас ждут Недели Анальной цензуры Может быть Месяц Мне кажется Что Как было Мистер Бейтс Несно Что Несно 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 Он Несно Давай Дай мне Управить Возьмите 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 Этот робот, ну, перестал быть настолько ретаргнутым и стал немного, ну, все еще не совсем адекватным, но жить с ним стало можно. Я думаю, что с этой хуйней будет то же самое. Я надеюсь на это, по крайней мере. Потому что если YouTube решит энфорсить то, что он там написал, то, ну, это очень сильно все изменится. Все звучит довольно плохо. Такие дела. Я дал анонсмент группе, Грейден. Даже прилепил. Snow White SPB. Ну, вот сейчас, в общем-то, тоже хотят запретить ролики с матом, но не только их. Куча еще всего другого. И уже куча людей, собственно, попали под это дело. Ну, а в общем, мы встретили директора школы. И управляется игра... Довольно странно, я бы сказал. То есть... Первое, я хочу показать мне школьную карту. Если вы неизвестен, то есть карты Брейла везде. Теперь, везде карты Брейла везде. Он говорит, что везде карты Брейла, но игра не то, чтобы пытается симулировать слепоту героя для меня конкретно. То есть, я-то все вижу, мне и обычная карта сойдет. Да, мы ими. Это очень весело. Но эта школа огромная. Это почему-то есть мапы вокруг этой школы. Круто. Приветик. Привет тебе. Ну, если очень вкратце, то новые правила Ютуба позволяют забанить кого угодно за что угодно. То есть, там буквально написано... Ну, это практически 282-я статья Российского Уголовного Кодекса. То есть, как бы... Только даже, наверное, еще шире. Ютуб запрещает ругаться, Ютуб запрещает обсуждать даже какие-то спорные темы, там, войны, политические события, конфликты и общественные движения. Даже если не показывать картинку. То есть, даже тупо, если вот просто весь ролик заключается в том, что человек сидит перед камерой и говорит на эту тему, то этот ролик по новым правилам Ютуба нельзя монетизировать. И куча еще таких правил абсолютно неадекватных, которые... Ну, вот просто если посмотреть топ-100 каналов на Ютубе, за исключением каналов каких-то там, ну, совсем там детских и... возможно, еще что-то, они все хоть одно из этих правил нарушают. Не, я знаю, да, они не снимают видео с сайта, они отключают там монетизацию, но это одно... это, в принципе, одна херня, потому что многие на Ютубе этим занимаются профессионально, это их доход. Как бы, и... Если... ну, как бы... Если, вот, весь канал занимается этими видео и этой тематике, и этот канал больше не сможет этим заниматься, потому что просто это нельзя будет монетизировать, можно было... И эти видео пропадут. С тем же успехом мы могли бы просто запретить. Так. Ага, и мы можем теперь отделять эту собаку от нас. И нам нужно найти... Эти, эти женщины, эти девочки стоят очень... Во-первых, они очень похожи друг на друга. А во-вторых, они... Мне кажется, это школа для особенных, для особенных детей. Я это делаю такой вывод из выражения их лиц. Будьте осторожны, Норр. Пробуй не поверить никого, пожалуйста. Хозяин просит никого не... Ну, не взъебывать никого. Давайте... Что это делает здесь? Надо держать стелс. Как держать стелс? Игра... А, вот это вот левый бампер. Игра не очень хорошо знает, какие кнопки есть на контроле, к сожалению. Данила Ловичер, альтернативной площадки нет. В этом и проблема. А, и надо... Вернуться... Игра говорит, что надо вернуться к Иену перед тем, как он умрет от страха. Давайте посмотрим, как именно Иен умрет от страха. Вообще... Иконка слева, снизу показывает некоторое дерьмо. О-о-о-о... О, Иен, не умирай от страха, ты че? Хе-хе... Это огромная... Какая-то хуйня над ним появилась. Это грим рипер, хорошо. Будь осторожным, Норф. И не уверен, че там на тему... Где ты? На Vimeo, по-моему, R-Shift Run. Ага, вот, кнопка спринта находится на втором шелдере. На Vimeo там, по-моему, пей-пер-вью система, т.е. там можно ролики продавать в духе, что ты не можешь его посмотреть, пока не заплатишь там 3 бакса. Или сколько сам поставишь. Очень тяжело будет перенести в таком же объеме все это туда дело. Практически невозможно. И треугольником мы снова с ним воссоединяемся, окей. Остаться за слишком долго, это страшно меня. Камьян, я буду руководить тебя в твою школу. Окей, давайте, Норф. Эта дверь ведет к машине. Следующая моя офиска. Камьян, давайте идем дальше. Эти большие двери в лаборатории. Ты можешь сюда читать и изучить, когда хочешь. Так, мне нужно переводкнуть батарейки. Сорян, народ. Нет, нет, Patreon это окей. Вот, но просто Patreon это не площадка для того, чтобы постить видео. И как бы да, то есть, если YouTube совсем, ну как бы совсем поехал, да, и вот если он выберет ситуацию эту инфорсить, то это, наверное, единственный возможный выход из ситуации. Ну, не единственный, да, но самый такой легко достижающий... ...на этот Patreon будут скидывать. Проблема в том, что Patreon весь долларовый, как бы, и там не совсем интеграция с Россией хорошая. То есть, там, по-моему, только с карточек, можно донатить что-то в этом духе людям. И это... ...более проблемно, да, чем просто тупо смотреть видос, и... ...youtuber за это получает некоторые ревеню с рекламы. Но, да, как бы, Patreon это, вот, единственный, наверное, какой-то способ. 111, это наш... ...наш дверь. ...наш дверь. 111, это наш класс, мы будем знать, что мы, мы учимся в этом классе. Вдруг, я, твои коллеги, это джим. Это в конце холла. Вдруг, мы все проживали школу Сентянария. Погнали, я вас познакомлю, в минуту. Вдруг, как бы, основной ютуб там оперирует в этом языке и все такое. И, видимо, бот изначально... ...бот изначально настроен на английские вот эти теги, потому что... ...сейчас, похоже, этот бот ищет... ...видео, в которые стрелять просто по тому, что написано в их тегах, описании, в названии и в тумнеле. То есть, если в названии есть, там, какие-нибудь плохие с точки зрения ютуба слова... ...типо, там, рейп, дизастер, я не знаю, суисайд, вот это вот все, дракс... ...то бот вообще не разбирается и совершенно спокойно просто отключает монетизацию на видео... ...которых чувак рассказывает, как там, как бороться с суицидальными какими-то приступами. Да, что в этом духе у Буги 288 такое было. Так что, может, потом научит по поводу русских, не знаю. Нам нужно гавкать сейчас. К сожалению, игра ни хрена не понимает своих кнопок. Потому что она просит меня, чтобы гавкать, нажимать на квадрат. А на самом деле мне нужно нажимать на кнопку А. Вот, и это такая механика, то есть, когда мы гавкаем... Смотри, мама! Окей, в результате я никогда не забываю моего десантливого игрока. Я не знаю, что это такое. Лидер Лиэн выйдет на школу в 7 дней, но Сентенарий будет предоставлено Но я не сильно буду этим затронут, я как бы в конкретные цифры вдаваться не буду, но YouTube для меня это такое Я только-только начал как бы пытаться его поднимать, он пока довольно мало приносит И у меня основные, как бы основные деньги с интернета, естественно, это там хитбоксы, какие-то еще вещи Но я так-то планировал, как бы YouTube вернуть к жизни свой И это может стать проблемой Мистер Бейс сказал нам, чтобы быть там как быстро, как возможно Собственно, последние вот эти вот два ролика вполне себе успешные были В масштабах Так, нам нужно идти теперь в джим Если ты идешь далеко, кричьи громко, чтобы я смогу найти, где ты Куда ты? Давай, Норф, дай мне услышать Норф, будь осторожней! Баркать громко, как и так, что меня застает Это тогда, или нет, ты потеряешь презентацию В чем тогда прикол? Ой, тут есть кат-сцена в этой игре, смотрите, как народ Пойдем, Норф, давайте search for a place to stand 50 лет назад, студенты, как вы, решили Делать эту капсулу в этом времени с множественными объектами Объекты, которые считают важными и вовремя Редискованными в будущем В их будущем, в будущем, в будущем Плюс, есть слайды, которые показывают, как школа была, как в той же время Это было немного легче, конечно Когда мы обнаружили слайды, это было неизвестно Что-то великолепное школа приходит от их студентов и учеников Это дедикатировано к ним Это настолько ужасное слайд-шоу, что все превратились в зомби И начали выедать мозги О, нихуя, Феникс Райт Что происходит, Норф? Я хочу выйти отсюда Я боюсь Что-то плохое Ты чувствуешь это Мы должны выйти отсюда Что с его ебалом только что было? Я все это видел Что это? Это неадекватная реакция, непроходящая Окей Собственно, начался Obscure Мы находимся в школе Где все стали какими-то странными зомби И нам надо теперь Вывести Иэна из этой школы И вот эта бешеная Бешеная Второклассница Возможно будет создавать проблемы Пока что чат больше всего боится собаки в этой игре Move the girl out of your way with the bark Окей, нам надо... Блин Блин, ну анимации Анимации проигрыша в этой игре Такие отстойные Прям... Пошла нахуй Да, блин А как? Мне надо, типа, отделиться от Иэна, да? Гавкнуть громко Нет Нет, если собака Дэд, то мы тоже Как... 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 как же мне это сделать? Я... Ну, по крайней мере игра очень либеральна в плане того, где она меня воскрешает Воскрешает Ам... Давайте как-то... Надо применить головной мозг для этого Оп... Окей, они слепые и реагируют на звук Это пойдет нам на пользу Так, что здесь? Так, что здесь? Сердце для выхода И давайте опять идем в холл Я уверен, что мы найдем выход в там Где-то там Мы еще здесь? Спасибо, North О нет О нет, она закреплена Давайте ждем Я уверена, что кто-то придет, чтобы нас спасать Ты в порядке, North Мне кажется, что никто не придет, чтобы нас спасать Давай найдем выход Ох... Эй, North Давай подождем-ка здесь Кто-нибудь нас спасет Затемнение Из-за темнения Похоже, нас никто не спасет Пошли еще куда-нибудь Охуительно Привет, Вань Так... Ну... И этот фреймрейт Поднимает Некоторые брови над глазами Этот звук может выйти из мистера Бейтса Офиса Окей, нам надо идти В офис того, что у него Камера мне не совсем помогает Об этом Но... Вот он Вот этот офис И эта игра налегает На катсцены довольно тяжелое Я вам вот чё скажу Нееее... ПОТОРАТ Что происходит, North? Помни! Спокойно, сын, я принцеплен Бейтс. У директора очень странный взгляд, короче. Я не доверяю ему. Я не доверяю ему позицию директора школы, честно говоря, с таким ебалом. Но двойная дверь закреплена. Теперь мы в этом месте. Я думаю, что у нас есть Джейм и Кафетерия. Джеймс — это путь. Мы должны быть в обстанке. Самая безопасная дорога, чтобы идти вперед — через лабораторию. Поэтому я нужна тебе. Я оставил его в доме в доме в доме в доме в доме в доме. Прежде всего, я не знаю, что ты и твой ребенок не имеют проблем с обратно. Открывай мой офис. Пойдёте прямо, и вы найдёте дорогу А. Ваня находится между классом 11-102. Не забывайте время! Пойдём, Норт. Я верю... Я могу позвать Ваню в скайп. Бля, эта катсцена не договорила. То есть буквально... Блядь! Через вот это... Когда нам показывают wireframe собаке сквозь предметы, она ещё более... Странно выглядит. А... Что с твоим ебалом? Перестань это делать! Это самая странная анимация пиздец из всех. Из всех нахуй. Я просто не знаю. Давайте Ваню в скайп позовём. Для вашего зрительского удовольствия. На короткое... На короткое время или на долгое. Я только придумаю, как там так сделать, чтобы вам его было слышно. Субтитры сделал. Звучит музыка Звучит музыка Слушай, ещё нет пока что Но я вот сейчас проверю Я буквально сегодня залил новый видос с чужой музыкой Посмотрим, может быть, музыка Каэрозенкранца Адвертайзеры посчитают плохой для адвертайзинга Нет, это контент ID Да я знаю, я шучу Должна быть жёлтый значок в доллары, я так понимаю Да, там должен быть жёлтый значок в доллары Слушай, нет, и мне ничего на почту не приходило А у тебя флаг на ли что-нибудь? У меня нет, я тоже посмотрел Ну, видимо, я говорю, видимо, в русский сегмент просто не завезли ещё Наверное, ну ты не переживай, завезут Контент ID завезли и это завезут Ну, контент ID несложно завести А вот научить бота русскому языку Научить его как слова рейп, свои сайты, всё такое по-русски Это более проблемно, чем контент ID Так, нам надо как-то вот этого чувака Отвести от двери Давайте попробуем гавкнуть вот здесь Гав Блять Я, 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 да, эта игра Я не знаю, это очень странная игра Она вроде как не такой трешак, как обычно Но всё равно почему-то так, пиздец, странно и скучно Давай Мне понравился этот самый картинка I want you Плакат на стене С пустыми глазами Так, ну, мы переиграли вот этого конкретного чувака И можем теперь зайти в дверь, которую он охраняет Мы можем ходить сквозь собаку, я так обратил внимание Мы можем ходить сквозь, нет, мы можем ходить только вместе с собакой Ты прошёл сквозь собаку в какой-то момент А, я не контролирую Иену вообще мальчика, я только собаку контролирую, поэтому странно, когда такая ситуация могла возникнуть Тауэрфолс, ну, я вот говорю, у меня про русскоязычный ютуб, я думаю, что это вот вам вилсаком расскажет, а я не в курсе совсем Я вот больше про англоязычный знаю Но я ещё не слышал в твиттере нытья русских ютуберов по поводу Ну, пока тихо Джек пока не выходил вроде на связь Ни Джек, ни Блэк, ни Шус, ни Мэт, ничего Ну, собственно говоря, если русские-то и ударят, мне кажется, с Мэда и начнут Ну, наверное, да Ну, либо с него, либо с Блэксильвера У них примерно одинаковое количество Так, мы от этого тупого зомби сейчас попробуем приманить на эту собаку Блядь, я не понимаю, если он сагрился на собаку, почему он не продолжал бежать? Пидор Граден сокрушается в чате, что не успеваешь считать твои смерти Да игра за тебя это считает, там счётчик появляется А, слева вверху вот это Да-да, слева вверху появляются эти риски Это типа счётчик смертей И опять, и опять я нахожусь, так сказать, в недоумении на тему того, почему не все игры могут быть такими же хорошими, как игра антихоррор И иметь кнопку, которую нажимаешь, и тебе говорят, что надо делать дальше Потому что вот это, в этой игре мне вообще сейчас не помешало Мне, мне этой кнопки в Silent Hill не хватало в своё время И ещё много где В Dead Space, кстати, есть такая кнопка В Silent Hill хоть понятно, что инженерал делать Типа, вот те локации выйдут Ну ты хер знает Там помню момент, где надо было протолкнуть мусор внутри трубы, чтобы... Не, да, это был пиздец странно Да, но там типа пазгла Такой что? И это надо сделать не длинной палкой, я имею в виду Да Там говорят, пока не играть в игру Мэдисона, потому что в ней типа куча багов Но вроде как они уже выкатили патч, который сделал проходимую игру и... Слушайте, вот как мне дело-то нет Вот да, на самом деле Я там чё, значок R-reacts, что ли, обнаружил? Который эту ситуацию извиняет Нет Заранее, кстати, спасибо чуваку Скайлоуну, который мне подарил Underground Man Так что... Блять Эта игра меня заебала, пиздец Она крайне скучная Я просто перестану Давайте что-нибудь ещё посмотрим В общем, Иоан Зайс... Ставим то став Она не настолько плохая, чтобы быть смешной И далеко не настолько хорошая, чтобы быть интересной саму по себе, к сожалению Абсолютно не инспайрд штуковина Что у нас ещё есть? У нас есть... У нас есть игра, которая называется Joana's Life Это тоже будет любопытно Жизнь Жоаны Данил Лавичер, понимаешь, читать визуальную новеллу в два голоса по скайпу невозможно, потому что... Будет гигантская задержка Да, у нас будет дилей, Ваня не будет видеть экраны Мы уж с Акирой Мор так пытались сделать, это очень тяжело Единственный вариант стримить это одновременно по скайпу Но это начнётся такой лютый пролаг Да Так Давайте запустим следующую Опять-таки Ничего о ней не знаю, но сейчас вот посмотрим Посмотрим В Steam В Steam штуку Да Микс-ревью для хоррора это очень странно Да, Unreal Engine я позволяю Хоррор на Unreal Engine это всегда хороший знак Мирная часть города, серия смертей Случается Походу на вид рандомные Но Очень жестокие И однажды Вон ты находишь объект, который даже Никогда не было его в твоём доме Старое зеркало Затёртое Ты обнаруживаешь, что Это зеркало не единственная непонятная хуйня В этой игре Я более чем Спасибо за литературный перевод Да, не вопрос Я более чем Единственная локализация, которую можно покупать Это та, которую сделал Wits Да Это официальная ЗЛВГ локализация абсолютно любой игры Особенно игры с 60-й километр Так Давайте теперь запустим её Да, ну начальное меню опять-таки многообещающее У нас есть прям всё для хорошего Для хорошего хоррора и стима Давайте я сделаю слегка потише для вас Всё для хорошего хоррора и стима Господи, как же это звучит Всё для этого То есть, чей-то спизженный текст с сайта там Free Fonts Очень низкого разрешения Надпись на стенке на заднем плане Текстуры 24 на 24 И Возможность поменять разрешение Тоже есть Мы поставим все настройки на Epic Потому что, ну что, блять Во, смотрите, я на Epic всё поставил И надпись стала нормального разрешения Вот это да Вот это да Это да Это действительно То есть, видимо, эта надпись была Прямо в этой текстуре Так что Все эпические настройки поставлены Давайте сначала посмотрим кредиты Значит Юг Или Яук Это А или Ю Это Ю Ю, наверное Это Юг Кривосья Блять, что? Юг Кривосья И Базидар Дугалик Это чё за страна вообще? Ваня, вроде у тебя Откуда ты родом? Асторск Асторск? Хорошо Нет Там, откуда я родом, не такие Потому что я живу в Питере, долбоёб Ну ты живёшь Но ты же вроде из Багдада Или чё-то в этом дыхе Или откуда ты Из Восточной Европы В этом районе Албания Багдад находится в Восточной Европе Словения Довольно часто сейчас Багдад находится в Восточной Европе Некоторые представители приезжают Проеду Так, мы просыпаемся в доме И эпик настройки графона Уже показывают мне Отсоснейший ФПС В этой игре Я уже вижу какую-то Какой-то светящийся Зелёная дилда Которая пробивает Пространство, время и мой шкаф И Так, и теперь Я не понимаю Эта игра вроде как распознаёт контроллер Но она не даёт мне крутить камеру на контроллере What the fuck Мне придётся играть в это с клавиатурой мышки Я вот про это говорил Видите, там какая-то хуйня И я не понимаю, почему главный герой И он Судя Блядь, судя по всему здесь всё происходит Вот это игра Это компьютерная игра, да Ты начинаешь и сразу Вот в первой же локации Куча непонятной хуйни Мы Видим сквозь шкаф Какой-то, блядь Какой-то грипп из No Man's Sky Персонаж едет по полу налево Непонятно по какой причине И графон лагает Пиздец Непонятно почему Непонятно почему, Unreal Engine А, да, это же Unreal Engine Ну, блядь, Unreal Engine норм И контроллер от ключей Может быть из-за этого едешь, Бог Мы возьмём вот этот ключ И, блядь, судя по текстуре Этот ключ деревянный Но это популярные ключи Видимо Ну, там, где живёт Юг Дранкинсон Или как Я забыл имя Но А что Я могу его взять с собой Игра обычно Вот Обычно Игры дают мне взять ключи с собой Это, по-моему, первая игра Из всех, которые я играл Когда Вот это происходит Я Я не знаю Что мне делать теперь с ним Я могу прыгать Когда я смотрю на этот ключ Но я не могу взять его с собой Вау Юг Криворук Да, это Это Underground Man и есть Да Так Don't forget Movers Commod 6AM Movers Это типа Газонокосилки Я знаю Игра типа Про злые газонокосилки Или что-то в этом духе Мы можем Покрутить Эту бумажку В руках Ладно Можем открыть шкафчики Можем открыть Даже ты ключи-то взял? Нет Игра не дает мне взять их Она дает мне посмотреть на них И положить их на место И положить их на место Значит, они тебе просто еще не нужны Бля Если тут будет какой-то момент Когда они мне понадобятся И игра застает меня сюда возвращать То Я не знаю Бля И тут, оказывается, еще и свет Можно включить Давайте попробуем Взять теперь ключи Потому что мы плохо видели Нет, не получается все равно Грейден пишет, что Сам детектив скиллс Вер юст Чтобы выяснить, что разработчик серб Хорошо Будем знать Что-таки сербе И Попробуем все-таки удалить кебаб В этой игре Ключи не получилось Но может, что кебаб получится удалить Так что Да, я не знаю Давайте посмотрим Что нас здесь ждет Никакой особой экспозиции Никакого особого сюжета Нам не было предложено В игре John's Life Когда ты открыл дверь Она просто проехала сквозь тебя Да, это нормально Но я Блядь, не Я бы хотел сказать Что я предпочитаю это Чем вместо того Чтобы дверь меня толкала Но эта дверь И проходит сквозь тебя И толкает тебя Блядь Это лучшее из двух миров Так сказать Это вот Хоррор жанры То, что нам предлагают Игра решила Доставить сразу Двум демографиям игроков Тем, кому нравится Чтоб сквозь них проходили двери И тем, кому нравится Чтоб двери их толкали Да ладно, знаешь Может третий вариант быть Дверь проходит сквозь тебя Толкает тебя И убивает Да, это был бы Еще вот не Не было такой игры Но да, я настаиваю Кстати, обрати внимание Как дверь открывается Я всегда, когда захожу в комнату Я открываю дверь нараспашку Совсем Чтоб она прям ударила В другую сторону А, тебе нужен был фонарик Все это время Видишь, ключи были не нужны Действительно Нет, чувак Я и фонарик-то взять не могу Блядь Я могу его посмотреть Что он тебе не нужен И положить на место Но он обведен этой зеленой хуйней Блядь И что? Это означает, что он тебе нужен Он просто, ну, встретится Ну, я его вижу Я его вижу сквозь весь дом в этой игре Сквозь стены Это просто аугментированный фонарик А, это аугментированный Суперфосфорный фонарик Он светится даже через стены Я не понимаю По-моему, я что-то пропускаю Игра Как тебя играть? Может быть, подержать букву Е Там, не знаю Попробуй встать на него Да Не, встать это вряд ли Левый шифт Е, Р, Ф И Space Это буквально все Окей, настройки управления Да, я так понимаю Е, Р, Ф Да, это вот все кнопки Которые активные в этой игре Есть, кроме очевидных Summon Phantom? Да, тут можно Если ты пройдешь эту игру Используя фантомов Я тебя перестану уважать Я не понимаю Е на 7 Может, Е на кириллице нажать? Нет Я Это игру Слушай, а с этого отражают что-нибудь? Я сейчас тут не вижу Нет, она полностью черная А, понятно Андрей Лизун, да Блять Мы нашли мобильник На бачке унитаза И герой задается вопросом Зачем я его туда положил Чувак, я могу дать тебе ответ На этот вопрос Он заключается в том Что если я нажму на этом телефоне Палец Safari Там, скорее всего Откроется какой-нибудь сайт Типа Порнохаб И в этом, собственно, и ответ Почему этот телефон Лежит в этом специфическом месте Но почему фонарик здесь лежит И я не могу его взять А все еще не понимаю, блять Мы можем Зайти в эту дверь Удерживать Е Да я вроде как пробовал Но нет Нет Оно просто держит его А когда я второй раз нажимаю Е Оно кладет его на место Так что Это очень странная хуйня, да Короче, возьми его кнопкой Е И потом эти самые Нажми все кнопки на клавиатуре Может быть какая-то из них сработает Да, просто локтем Не, я посмотрел контрол мапик Там тут нет других кнопок в этой игре Может быть есть Просто кто-то забыл их упомянуть Кто-то звонит в звонок Кто-то сер Мне нужно пойти и открыть дверь Тому, кто звонит в звонок Тарелочка Press tab to see objective Find front door keys Я уже нашел front door keys Они лежат буквально в первом Буквально в первом, блять В первой комнате игры Я просто не мог их взять Теперь дверь светится через весь дом Просто пиздец Что вообще Окей Реально игра из Адама Дженсона просто Который из дома выиграл Вот ключи А Теперь Теперь рядом с ними появляется Надпись Press Q to pick up Теперь я нажимаю Q И пикаплю Меня напугала дверь Вот это вот Через Все Вот это хуйня Окей Я не знаю Был ли здесь этот рисунок раньше Но кому-то, блять Влетит пизды за это Абсолютно нормальная стенка была А вот это я нажимаю Q И оно не берется больше Видишь Я тебе Игра решает Произвольно В какой момент Какие предметы Я могу взять С полок И это Она непроизвольна Она походу сюжет Решает Ну Я это имею ввиду Суперпроизвольно То есть Когда игра решает Что я могу это сделать Тогда я могу это сделать Телефон Где телефон Где он Почему это зеркало Где телефон Дверь закрыта Это мой дом Почему здесь двери закрыты Я живу здесь А, или это сербы И тут еще 40 человек живет Я не знаю Все еще не значит Что ты не можешь Открыть дверь Я не понимаю Телефон Вот по звукам Вроде А, нет Он на этаж выше Я вот это понял Потому что там Нет, стоп А тут нет этажей выше А, нет, есть Погоди, а тот Который на В сортире лежал Не? А, точно Это он и есть Да, телефон Да Алло Кто за хелл Телефон Почему ты Игнор Мне? Надпись Надпись Это харассмент? Это Это Сексуальный Сексуальный Что, блядь? Почему О, этот фонарик Этот ебунный Фонарик, народ Почему ты Игнор Потому что Ты САК Окей Дверь Дверь заперта Нас заперли здесь Жду Жду ебаку Блядь Ваня У меня ванная Протекает, блядь Посмотри на это Говно, блядь Сейчас у меня Дойдет она Что, что, Сантехника Надо звонить, блядь Что-то пиздец Я не буду звонить Это твой сербский дом Я ничего не знаю Блядь Блядь, да Ванная действительно Протекает, лол Так, теперь дверь Открылась И Наступила ночь, блядь Просыпается мафия Ну, что с говно Игра Я еще не закончил Кебаб даже удалять А уже ночь День прошел зря Чего? Вот Вот What the fuck Какие-то Черные, блядь Че, 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 блядь Че это Че это кресло здесь делает Кто это Кто это поставил сюда Что Э Что Эта хуйня Становится более Более и более Смешной и странной Чем больше Смотрю на это, блядь Глазами Я поначалу Знаете, был экспириенс Я поначалу такой Мм А, ну да Кресло на окне Такой Не, стоп Что, кресло на окне Что, блядь Че нахуй за кресло на окне Откуда Дверь закрыта Так, блядь Отдвинь это говно Я ж ключи нашел Сука Как Че за сербская логика Кто-то че тут стучит Че Я надеюсь, что будет где-нибудь Огромная голова Ну Контент примерно того же уровня Ну да Только на Unreal Чуть повыше движок Лучше выбрали Все Я Донгет Мне надо было Live the house Так вот Вот выход из хаоса Просто руками это отодвинь И выйди Ну мы, видимо, играем за Человека, который не в силах Отодвинуть икеевский, блядь, шкафчик Нахуй Края фиш Просто Ну, очень Очень хорошо вопрос задает Расскажите суть игры, пожалуйста Суть игры? Хорро стима, Краяфиш Что тебе еще нужно знать? Игра про то, как убрать кебаб И не облажаться Так, кровавые следы Идут из шкафа куда-то Идут, кажется, в это зеркало А-а-а-а Мы ослепили себя фонариком С помощью зеркала Мы включили свет А, вот этот, окей Все еще закрыто Может, это пяти такое? Может, нам сейчас надо просто ходить между этажами И решать загадки? Там мусорка горит, блядь Там за окном мусорка горит Это небезопасно Я пытался вызвать фантома Но пока что эта кнопка ничего не делает К сожалению Видимо, возможность вызывать фантомов Нам дадут немного попасть в ЖК Блять Сука Вот Че Что это было? Что? Че ты такое, блять? Иди нахуй! Вы dead? Или это по сюжету? Окей, это по сюжету. Мы должны были быть dead в этом моменте. Не бака по потолку? Да, я хочу обратить внимание, что не было ни одного звука, вообще никаких саунд-эффектов, ничего. Просто это вот произошло. Бум-бум, все, продолжил, блять. Ну, все еще лучше, чем и Will Within. Все еще более логически обоснованно. Я тут как-то Ване пытался пересказать вкратце сюжет о Will Within, это заняло два часа, и я сломал себе мозг, блять. Да, я слышал, это было ужасно. Это не типа я просто хуесосил бы игру для Вани, я искренне и легитимно пытался рассказать ему вкратце сюжет, блять. Витас походил на, знаете, такого орка или огра, который пытается передать что-то словами, но слов не хватает. Да. Он пытается выдавить из себя какую-то очень сложную мысль, но... Да нет, там просто скорее было, что я... Он продолжает забывать начало. Я пытаюсь рассказать, то есть я пытаюсь о чем-то конкретном рассказать, а потом это выясни... А потом выясняется, что это не имеет никакого нахуй смысла вообще. Или это противоречит чему-то другому в этой игре, знаешь, что-то в этом духе. Да, это не имеет смысла все еще. Спасибо огромное, чизилавер, за донейшн на hitbox.tv. Слышь и Мерзулин. Эта донейшн очень помогает каналу, так что спасибо тебе большое. Действительно, всем нашим подписчикам огромное спасибо. Подписаться можно действительно на hitbox.tv. Саша Мерзулин, и получаете кучу всяких привилегий для себя. Возможность постить картинки, гифки в чат, и смайлики наши на всем хитбоксе постить. И делать кучу всяких отличных вещей. А также это очень сильно, как я уже говорил, каналу помогает. Так что спасибо всем, кто этой функцией пользуется. Нам надо follow the clue. Я вот за clue... Я не понял, куда же капчу. Витас, ты сказал спасибо за донейшн, а не это был сабскрайб. В смысле, я произнес донейшн? Да, но ты поблагодарил за донейшн потом. Да? Да, вот чат обратил внимание даже. Я... Эта игра заставляет меня немножко терять мозговые клетки, поэтому сорян, народ. Да, действительно, за сабскрипшн спасибо огромное. Я определенно чувствую спам-пакетами из Сербии в этот момент. Ох, что эти сербские хакеры. Да, да. Играми на Unreal движке. Change your perception, look for the shield. Ну, я пытаюсь найти shield в этом доме, но... Блядь, пиздец, там текстурки охуительные вот за этим... Шенегами, да, если подписываешься на Авитоса, ты сможешь использовать его смайлы где угодно. Да, то есть ты буквально можешь зайти на стрим к любому там стримеру CSGO и спамить у него картинки с Ваней... Или с Шоном Мюррей. Или с Шоном Мюррей, да. Это гораздо лучше, по-моему. Так что, серьезно, на HitboxTV с Лошомер Зуллин подписываться... Это ли не повод? Это ли не повод, это правда. Че, это игре... Дурацкий мем, вообще, который так умор. Ну, Акиру придумал. Ну, я про то, как говорю, в принципе... Why do you ignore me? Change your perception. Как я могу change my perception? Что это значит? Мне нужно, блядь... Look for the shield. Ну и где он? Может, change your perception? Это что-то типа, какой-то пазл с оптикой связанный? Или нужно научиться ходить по потолку? Как это ебак, которая ползала. Toggle lights, окей. Может, в этой комнате нам нужно change my perception? Нет, нихуя. Эти шкафы... Все эти шкафы, как один просто пиздец, выглядят, как будто за ними тайный проход. Из-за того, что они такую сильную и жесткую тень отбрасывают. 1-2, 1-2Q советует взаимодействовать с зеркалами. Нет. Не могу, но... Здесь есть, мне кажется, вот это вот... Но тебе действительно можно юзать зеркала, там это было в настройках, в опциях управления. В смысле? Ну, там можно было что-то с зеркалами делать, я точно помню. R. Use mirror someone phantom. Ээээ... Окей. Ну, я рядом с зеркалом нажимаю R. И... Literally nothing. Окей. Знаешь, зеркало не отражает ничего, кроме света из твоего фонарика. Да, да. Ну, мы играем, очевидно, за Носферату. И весь дом это Носферату? Весь дом это Носферату, да. Носферату это вампир с огромными носами. Да. С круглыми интерактировать, зеркалами. А, о. Чего, сервера Blizzard дудосят? Зачем? Потому что... Потому что Легион... Они боятся, что я зайду в Diablo 3 и... И что, и пройдешь сезон, который ты уже прошел? Да. Я подобрал одно из этих зеркал? Оу. О, окей. I changed my perception, народ. Мы можем теперь... Чего ты сделал? Чего ты сделал? Я подобрал с земли зеркало, и теперь я могу смотреть в него... Ага. За собой. Это типа как фатальный фрейм. Как, как... Я вот хотел сравнить это с греческими мифами убийства Медузы Гаргоны, а ты, блядь, про видеоигры свои сраные. Ну, блядь. Там тоже про видеоигры было. Ну да, в общем-то да. Я не понимаю, вот, я, 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 я вот решил, теперь за подсказка про чейндж ее персепсион исчезла, теперь мне нужно только найти чилд. И... Где? Блядь, это зеркало, сука! Это зеркало слишком магическое, оно проходит через икеевские шкафчики. Оооо, нет, это нехорошо, да ты с надгуд. Ну, можно зато спрятать это зеркало в шкафу. Ебать, это зеркало имеет огромный размер, если так подумать. Ну, так-то, Джентлмейт, там еще и Легион вроде как вышел. Не? Так что, может быть, это не дудос, может быть, это просто куча народу зашла, и сервера призов не запрошли, не справится с нагрузкой. Я слышал, такое бывает. Я был подумал, что тут что-то хоррор начинается какой-то, это у тебя за окном мотоциклист проехал. Блядь. Значит, он скоро до тебя доедет. Я смотрел на рисунок через зеркало, произошло ебаное нихуя. Я пробовал. Сделать это. Еще одно сраное зеркало. Что будет, если мы посмотрим в это зеркало через это зеркало? Нихуя. Но в любом случае, да, есть вот здесь вот следы чьи-то. И, может быть, нам нужно как-то... Я даже, блядь, не знаю. Я не понимаю, я не могу поднять это зеркало с земли. Тут явно есть, типа, следы, которые можно, в принципе, спекулировать, что они как будто бы даже детские. Привет, ты, Анликейк. Да я смотрел на рисунок через зеркало. При вас же происходило. Ну, давайте еще раз. Вот рисунок, да? Вот рисунок через зеркало. Вот рисунок через зеркало. Происходит ничего. Тот же самый рисунок абсолютно никак не меняется. Почему ты меня игнорешь? Я не знаю. Ты ссор. Блин... Ты, Анликейк, и тебе тоже? Не, грейден один. Я уверен, что в этой игре тоже все логически объяснено. Я просто не понимаю ее. Но я пытаюсь понять, понимаешь? Я пытаюсь расширить свое сознание до степени понимания. Это безумно хорошая игра. А нужны и тяжелые наркотики для этого. Мне хоть какие. Я думаю, подойдут. Как ты отвечаешь стену за спиной фонарем направленным вперед? Зеркало светишь, очевидно. Не, я и без фонаря могу это, походу, делать. А, окей. Ну, значит, это зеркало имитирует. Зеркало, да. Имитирует свет. Как это? Не имитирует, а... Типа... Имитит. Имитит. Издает. Издает свет. Но что-то сквозь окно оно не очень издает свет. И фонарь тоже. Блядька. Оу. What the hell? Смотрите, какая-то черная ебанина. Мы нашли черную ебанину, чат. Мы справились. Это не совсем чилльд, но... Это определенно что-то. Это, 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 это thing. Оно вот здесь. Как нам это помогает, интересно? Как, что, как, как... Как нам применить это себе в выгоду, себе во благо? Как нам применить это себе в выгоду, себе в выгоду. Ну, да, я... I feel you. Да. Это так. Я не знаю, мы нашли черную хуйню, но она ничего мне не дает. Это очень, очень редко. Обычно, когда я нахожу черные хуйни, это становится полезно. Это что-то дает. В отличие от сегодняшней ситуации. Эта дверь все еще закрыта. Блин, где, где, где чилльд? Где он может быть? Может, какая-то... Не знаю, я уже нашел аж две. Я нашел след ноги в одной из комнат, типа. И какую-то огромную черную ебалу на кухне. Что игра пытается мне сказать? Может быть, вайду и игнорме это тоже подсказонька? Может, я могу залезть в ванную и решить загадку? Нет. Ваня, давай, ну, блин, помогай мне. Скажи, как пройти эту игру. Ты же ее разработал или знаком с разработчиком. Ага, да-да-да. Значит, твои лучшие друзья. Ты говоришь, я знаю парней из Сербии, делают гениальную, абсолютно, игру. Замечательную. Вот, не надо. Ну да, я тоже сказал, ну, не надо, но ты говоришь, да нет, отличная игра будет. Блядь. Сука. Heavy case of penumbra, по-моему. Да хуже, значительно хуже. Я не могу, где чилльд? Я сейчас пройду буквально весь дом через это зеркало. Что это за светящееся говно? Это не настоящее. Шкаф перед дверью пропал. Ну да, он пропал, но дверь все равно не открывается. Но ключи ты взял. Но ключи я взял. Follow the clue. Ключи я взял, да. Бля, это очень неудобно. Давай, скажи Витасу, чтобы Кайна добавил, пожалуйста. Зачем? Зачем? Давайте, народу, не забывай. У нас когда в скайпе больше, чем, блин, один, там, полтора человека, тут такой начинается аудиальный ад. Аудиальный ад, да. Блин, если бы в этой игре хоть еще музыка какая-то была, то весело было бы, но... Мне кажется, Витас в пизду и Next. Нет. Прошлая, ладно, она уж унылая была. Но в этой... А здесь? Здесь она очень суперская и веселая и интересная. Просто мы слишком тупые. Зачем делать игру? Мы слишком тупые. Ну вот, да, я... Теперь я признаю, что я был неправ, и твои сербские друзья абсолютно правильно. Могли бы и поделиться с какими... Привет, Некедс Некед. Просто я считаю себя опытным вот в таких играх, но почему-то вот в этом инстанции я в упор не могу понять, о чем думал разработчик. Что имел в виду автор. Да. И, кстати, механика хождения, блядь, спиной, это отлично вообще. Считаю, что это суперудобно. Но, я так понимаю, они не то, чтобы... Ну, как бы, настаивают на то, что я прям ходил спиной. Они просто хотят, чтобы я это зеркало, типа, использовал. Может быть, ребенок нарисован на картине на какой-нибудь где-нибудь. Бля, меня вот эта черная хуйня все-таки смущает. Но она чего-то должна значить. Чего-то она должна значить. Или нет. Хоть что-нибудь в этой игре что-нибудь значит. Хладильник не нажимается. Просто, ну, зная, как бы, этих авторов, тут буквально может быть все, что угодно, да. В том числе и, знаешь, типа... Они же больные, да. Какой-нибудь конкрет... Включить какую-нибудь конкретную лампочку, да. Или комбинации он их. Понажимай F возле черного круга. Попробовал юзать... Ну, в смысле, юзать черный круг. Ну, F это не юзать, F это фонарь. А. Собственно. Но вот... Я нажимаю, типа, кнопку использовать, и... Нихуя не происходит. О! Уу! О, я! Мы чё-то нашли, народ. Вот в том окне... В том окне тусит какая-то... Какая-то гадина. Возможно, разработчик игры. Так, и чё? Теперь я посмотрел в зеркало, и оно пропало. И чё? Чё делать-то теперь? Э! Ну, бля! Чувство прогрессии. Где ты, блядь? О, дверь открылась. Нихуя себе! Чувство прогрессии было, и прошло. Ага. Отлично! Слушайте, мы вышли на улицу. Сейчас тут экран погаснет, и... На чёрном фоне белая надпись Silent Hills. Я так и жду. О, там мужик какой-то идёт. Мы спросим у него, какого хуя, блядь. Может он... Может он серп. Гражданин! Блядь, у нас есть стамина в этой игре, серьёзно. Я не могу сейчас сбежать, потому что у нас кончилась стамина. Но какое-то время назад её не было. Мужчина, стойте! У меня есть вопросы! Э! Что с тобой? Ебать, что с тобой? Почему ты выглядишь... Что? Я знал, что Сербия это довольно прогрессивная страна, блядь. Но почему у него настолько много макияжа на лице? И почему он... Ну, это... Почему он вот это делает, это, в общем-то, не вопрос. Я знаю, почему он это делает. Потому что игра сербская. Но почему... Что у него с ебалом? Тебе? Почему он так тяжело накрашен? И теперь он развернулся от меня... Нет, блядь, нет! Я с тобой не закончил. Ты от меня так просто не уйдёшь. Ебать, эти анимации. Нашел одного транса и всё. Проблема на весь вечер. Одного транса? Да они здесь все такие. Вот этот мужик. У этого мужика меньше, но чё-то тоже с глазами. Мы можем... Можем наезжать на них. Мы можем... Слышь, блядь, чё вообще, блядь? Чё ты... Ты чё, пидор, что ли? Лёху сербского знаешь, блядь? Чё? Что здесь... Блядь. Да, определённо... Так, здесь помойка горит. Блин, это странно. Хоррор как будто бы был про дом, из которого надо выйти, а потом ты хуяк и вышел из него. Да. Это нахуй странно. Я не удивлюсь, если ты на самом деле нашёл пасхалку какую-то, вместо того, чтобы игру пройти. Да, не, ну, очевидно, надо было выйти из неё. Ну, вот есть мусорка, которая горит. Просто чувак как будто бы не мог решиться, какую игру он делает. Так, мы сделаем дом с ебакой, ага. Не, ну чё, первую... Дом с ебакой заебал, давайте выйдем на улицу. Действительно редко я в таких играх вижу возможность выйти на улицу. Тут, конечно... О, там, там есть тян. Нам нужно исследовать это. Блядь, только у нас вот стамина закончилась, сука. Кирилла сербского посоветителя. Так, у нас восстановился стамин. Давайте посмотрим вот на этих замечательных людей. Как они выглядят. Блядь, что у них у всех с... Я так понимаю, что это просто и пытались нарисовать ресницы всем. Но что-то пошло, блядь, не так. И остались просто... Чёрная какая-то вот эта вот история. Ладно, время разбираться, куда нам... Go to next house! Какой, блядь, из этих хаосов next? Игра вообще не помогает мне, блядь. В плане выяснять, чего, куда. Буквально до этого же было... Ну, показывали... Жёлтым подсвечивали, не? Чё, жёлтым подсвечивали? Ну, фонарик подсвечивали, дверь подсвечивали. Дом не подсвечиваешь жёлтым? Неа. Анонимус, спасибо огромное за донейшн. Хитбокс, с тобой слышим, Ирзулин. И эта луна очень жёлтая. Если посмотреть на неё в фонарик... Я было подумал, что эта синяя флара, это теперь луна. На самом деле нет, луна вся ещё жёлтая-зелёная. Ну, блин, я уже даже забыл, откуда я пришёл. Где дом номер один хотя бы? Ладно уж, про номер два. Вау, вот это открытый мир. Дверь заперта. В этом доме всё чёрное. Там даже фонариком не посветить. В этом доме тоже. И в этом доме тоже. Гот, унэкс-хаус. Может быть, вон тот дом, он относительно одинок там в своём стоянии. Я не понимаю, ровно половина кнопок на контроллеры работает. Но другая половина не работает. То есть вот, кнопки спринта я тут найти не могу, например. Восемнадцать квинзиллионов домов, да. Как в Кландерблэйте. Процедурная генерация, думаете? Винрайдер спрашивает, за кого голосовать будем? Ну, за Трампа, конечно. А чё, у нас где-то какие-то выборы скоро, Вань? ЗАГС-собрание Санкт-Петербурга скоро. А. Ну, видите, ты не голосуешь. Мы будем голосовать за хуесосов и пидорасов, как каждый год на каждых выборах в этой стране, так что... Не, ну там вроде парнас баллодируется. СМ, то, что я сказал выше, да. Иди в дом, в который через окно ебак увидел. Блин, да я... Я даже забыл, какой это был дом. Может быть... Вон тот, я там в одной из окон видел... Свою хату старую. Ам... Видеогеймс. Ну, в скайбокс. В этой игре есть. Я не знаю, я пытаюсь чем-то занять Себя и вас, пока идет процесс перемещения в пространстве. И... Блин, а где спринт-то, погоди. А? Почему... Почему так медленно? Почему... Ну, ты же спринти... А, все, ты спринтишь. У нас стамина периодически кончается. Привет На М есть карта вроде Че в этой игре есть карта? Не, на М нет карты, на М есть меню Причем на Причем Get this на второе нажатие М Есть меню, то есть я нажимаю М один раз, нихуя не происходит М второй раз, меню Какого Какого хера Вау Я таких отзывчивых интерфейсов Не видел с тех пор, как Победил в телепередаче Отзывчивые интерфейсы со звездами на льду Так, нам надо, нам отчаянно Надо понять, где наш дом И из окон чего мы видели там тню Минуточку Вот, у этого дома есть какие-то внутренности Давайте попробуем Да, нас, к сожалению, не пускают сюда Это проблема Блядь, где мы были, нахуй? Знаешь что, давайте пройдем просто это дело заново Это будет очень быстро Ну, потому что так будет быстрее Потому что я по этому городу буду 3000 лет идти А так я хотя бы не заблужусь сразу Так что мы так и сделаем Сейчас я в меню выйду Я не знаю, почему кнопка выйти в меню работает Через три года Так New game Night Maxis, это не единственная горящая мусорка в этом городе, к сожалению Вот в чем, так сказать, проблема Проблема Сейчас я тут по-быстрому пробегу Я уже помню все задачки, головоломочки Так что Да, Андрейс, я сам удивляюсь Я бы уже Нахуй забил Давно В общем-то я бы играть в это не стал Ну такое Ну а во что еще играть-то? Действительно Так, я пока не могу это поднять Значит, мы идем сюда И игнорируем нахуй Да, мы сначала мы идем в самый низ Кто-то звонит в дверь Мы берем... А что на записке было написано? Не забудь Ну что, газонокосильщик придет На какое-то время Нам нужны теперь ключи Ой, Андрейс, не напоминай Я, блин, часов, наверное, часа четыре гибался с тем, чтобы заставить ее работать Готик, три отличная игра Пиздец вообще Так, эта дверь открывается Мы можем... Мы не можем Нам нужно поднять теперь трубку Она в сортире, не забудь Да-да-да Ну Why do you ignore me? Давай, why do you ignore me? Окей, мы взяли фонарь Фонарь работает Мы ждем, пока откроется дверь Кстати, привет, Девола Привет, Девола Ну, открывайся, давай, давай Блядь, дверь, сука Кто там? Сто грамм Ну вот, блядь, как обычно Я слышал стук, давай, открывай Ага, Нейки Снэйк, если бы Начнем с того, что стимовские готики не на русском языке, окей? Окей Первая готика в стиме Ну, опять же, без русской озвучки Без русской локализации какой-либо А честно, сноуболовской в стиме нет? Неа Жалко И она при этом без патча на 60 фпс Фпс там залочено 25 Так что нужно все ручками настраивать Ну и минорные проблемы стримера По том, что она нихера не запускается в окне Или без рамки Вот это все Короче О, мужик Я вот застал его на этот раз И анимацию Вот этой хуйни, которая Выглядела один фрейм Она была Ее там не было Во втором она там появилась Прекрасная работа аниматоров Я имею ввиду Под аниматорами не людей Которые анимировали здесь модельки А Ну Типа артистов в детском саду Которые развлекали этих разработчиков Да, они делают гораздо большую работу Чем Чем те, которые анимации должны делать В этой странной игре Спокойной ночи, Крауфа Спасибо огромное за подписку Fullmetal92 Большое тебе сердечко из пальцев за это Пока, Крауф Так Еду пикап Лисанг, ну так как я немецкий не понимаю Я предпочитаю Ну, либо английский, либо русский А так как я играл изначально на русском И так как я все-таки стримить это буду То мне нужна русская озвучка Так, look for the shield Где мы там А мы биги-биги-биги Shield Ааа Так, а во Франции Фердинанды уже стреляли А Мавзолей Негош посетишь Это Готика какие-то, референсы Чего? Я не знаю Ланин спрашивает Стреляли ли во Франции Фердинанды И посещу Посетишь ли мы Мавзолей Негоши Я не знаю Я подумал, что это про Готику Нет Нет Но, Ланин Мы не знаем, о чем идет речь Это какая-то Какой-то сложный прикол, короче Да, мемес сложный Так, мы нашли Первый, по-моему, про старт Великой войны А второй я даже не знаю Ну и че Че с ней Вот мы ее нашли Вот, дверь открылась Так И нам надо как бы обойти Теперь этот дом И пойти в тот О, надо же Я вспомнил Ни хрена себе Нужен мем Дескрип Дешифратор, короче Мем дешифратор Нет, нет Кстати, он Жизус Первую Готику Точно Снобол Вторую Вы оба правы И Снобол Было две озвучки И Снобол И Русабит Но мне Сноболовская озвучка Просто роднее Во, мы нашли второй дом Он абсолютно похож на первый По, ну, как бы По структуре И наполнению Наполнению нет Мебель немного по-другому Расставлена Ну, слава богу Можем включить здесь свет И уебаться об дверь У нас очень много Возможностей Да, нелинейные Сербия Страна возможностей Я не помню Это кресло здесь было Или оно только что Передо мной нарисовалось Но В этой комнате Все равно ничего особо нет Здесь заперто Это конкретная дверь Во всех двух домах Оказалось Заперто Кто-то кашляет, блядь Это я Пидор Кто кашляет? Ну-ка Блядь, не знаю Никого здесь нет Блядь, это точно ты Ну, сейчас я Тогда был не ты? Тогда был не я Блядь, пиздец Мы нашли газетоньку И ебать ее неудобно читать Из-за того, как именно Играли Столжила на сербском Да Кто-то там найден мертвым Короче Вот это да Биг шок Шит гатрил Спокойной ночи, Франк А, спокойной ночи Так, ну Попробуем тогда Продолжить делать То, что мы делали Всю дорогу Здесь есть Некоторые Некоторые диваны Пресс-е-то Интеракт, но я не понимаю С чем интерактить То есть Этот шкаф Как будто бы Немного интерактивный Но Интерактивный шкаф Ну, то есть На нем появляется Надпись про съеду интеракт Но Ничего не происходит Да Да И какой-то, блять Интерактивность На уровне Сортира Пре Слушай, где-то, блять Шум От ебаного ребенка Которых Где вообще, блять Я хочу наступить ему на голову Где он Где эта мразь орет, сука Была Была аж коляска Где-то Так вот она И чё Блять, это как тот Комар, нахуй В антихорроре Да Да, чат Я не знаю Это в игре Или Ваня Тоже кричит Но Кому-то пора Это остановить Блять Сука Ебать, эта лампа, блять Бьет Светом В стену Привет, Керман Нет, я По скайпе Блять Он уже даже по звуку на ребенка-то не похож Он похож на какого-то, блять Огромного комара, нахуй Или очень маленькую козу О О, я Это то, что я люблю видеть, блять Фак ес Спасать его, нахуй, идиот, блять Маленькая мразь Чё, чё, чё Сейчас увидишь Я не понимаю, почему, блять А, он в духовке? Да, хуйся Фак, им Я не понимаю, почему, он, блять, здесь звучит тише, чем он звучал, когда я был наверху Оп Всё, мы не успели It's too late Nooo Он сгорел, блять Судя по всему И что, и куда теперь игра возьмет это Этот, этот, так сказать, этот момент Ступид факен кит Эксплор хаус Хорошо, я всё еще эксплорю хаус Заперто Не удалось Да, да, точно Точно О! Назови себя, блять Ну, так тоже можно Я бежал, там какая-то херня на потолке была А ты её просто проигнорировал Да, я не видел никакой коридоре на первом этаже У нас есть Тедди Бэр И я изо всех сил пытаюсь Показать вам его лицо на управление В этом, блять, режиме смотреть на вещи Настолько уёбищно Серьёзно, я не могу крутануть его Так, чтобы Сука Короче, Тедди Бэр Вот, мы собрали его Может быть, нам нужно положить его в коляску теперь Или на шкаф поставить Всё ещё про съеду интеракт, но никаких интеракций не происходит А, нет, происходит Мы поставили Тедди Бэр на шкаф Окей Дальше что делать, блять О, тут нарисованы картинки на стене Баклажан какой-то И Тедди Бэр Это реально какое-то очень такое, знаешь Очень дешёвое сербское пяти То есть, вот Ну, просто Сербия решила Сказать Фак Конами Мы сами сделаем Silent Hills Ну и правильно Я имею в виду Иначе никто его не сделает Да, если не Сербия, то кто? Я... Что? Блять, меня только что настолько Насильно швырнуло в какую-то вообще другую, блять, локацию Я просто шёл по дому Нихуя не предвещало И хуяк, я уже тут Уровень Ред Лейка? Даже хуже Обычные игры хотя бы, ну, затемнение какое-то делают Я даже в Ред Лейке такого не видел Что это, блять? Блять, ну, в смысле Не видел, там вообще-то вся локация нахер из-под ног пропадала И потом ты появлялся Я напоминаю тебе В драке с гигантским ёбаным зомби Да, окей, ладно Да, я вспомнил об этом Это вот оно Это ровно так же игра меня сейчас кинула Пиздец, я вычеркнул Ну, как бы, я заблокировал, видимо, воспоминания о гигантском зомби По-моему Старое кольцо Говна Ну, это то, что на нем написано Я... так, нет, мы вроде... мы вроде вниз шли, да Да, я абсолютно правый Чат, в Ред Лейке Даже в Ред Лейке были катсцены И знаете что? Они делали игру хуже Не знаю, по-моему Вот какая ситуация По-моему, они логически объясняли сюжет И вот это вот все Ебать, тут шляпчет на кресле появилось И книжки попадали Что делать-то в такой ситуации? Я даже не знаю Собирать... пришло время собирать книги, вид? Бывает время, когда нужно разбрасывать книги Бывает время, когда нужно собирать книги А почему разбрасывает их какой-то ебанутый полтергейст А собирать мне, блядь? Блядь Кова жизнь Зарян Я вот В принципе К этому моменту могу сказать У Кирилла еще и трэш GTA вышла Которая прошла в Greenlight Чего? Чего, блядь? Не, у Кирилла Я вот вчера буквально смотрел Talent Place Насколько талантлив этот человек? Ну, вместо талантов же Talent Place Ну, я вчера только смотрел У него там три игры Вот Ред Лейк, Километр этот Новелка, да? И... Tower Defense Бля, я не понимаю, что играть Теперь ты от меня хочешь Ваня, пошуми Пошуми, блядь Как будто в этой комнате Что-то должно произойти Да нет, ребят Я просто стараюсь не заснуть На самом деле Я очень благодарен Витасу За то, что он мне позвонил Потому что я спал Четыре часа ночью И четыре... И три часа днём И... Ужасный режим сейчас Просто пиздец ебанутый Да, я недавно Был в чём-то похожем Я просто... Я причём не выспался за день до этого Я такой, я лягу спать в двенадцать И проснусь утром Проснулся в четыре утра Четыре часа сна Ты лёг в двенадцать Проснулся в четыре утра? Да Я лёг в двенадцать ночи И проснулся в четыре утра То есть спал четыре часа Ты что-то разбудила? Всем плевать, сколько я спал Добро Пшёл нахуй И тоже смайлик Так есть, да Красная рыба Спасибо за донейшн Привет, Зулина Рева Будет сегодня новелла Кирилла Я думаю, что мы для этого Отдельный стрим оставим Ну, не прямо отдельный стрим Да, я думаю, что мы Не сегодня этим конкретно займёмся А сегодня я думаю, что Вот эти вот хорроры Я думаю, что Underground Man Посмотрим Хотя, опять-таки Это может занять всё Очень мало времени И если у меня больше Ничего другого не останется То Может и почитаем Блин Я просто Ну вот Честно, я в каком-то Ну вот Супер не в настроении Именно читать буквы Сейчас Вслух Ну хотя, может быть Если начнем Может быть просто Взять твою любимую книгу И почитать её Под защитой любви Блин, ну я Уже Почти целиком-то Её прочитал В общем-то То есть Я все ключевые моменты У тебя на стриме прочитал уже Там буквально Больше нихуя нет Всё остальное Это филеры Гострим yourself Нифига Мы сейчас ходим По этажам В абсолютно другом доме Так что ты не прав Которая совсем не похожа На предыдущие О, можно подобрать Оказывается Эту шляпу Просто Нам нужно было Нажать на неё В очень конкретную точку На этой шляпе А не просто В какую бы то ни было Вот это да И мы теперь Положим эту шляпу На шкаф Нет Да Ну о Теперь здесь Что-то новое Появилось Смотри-ка Женщина с картофельным пюре на голове и сливой вместо глаза Держит в руках большой баклажан И какой-то гангстер в шляпе И с шавермой вместо тела Стоит рядом И не может, я не знаю, ну, правда, стоит рядом Медведь не вписывается в эту картину, ничего не могу с этим сделать Окей, что еще? У нас осталась одна... Опять нас кинуло куда-то, что? Что тебе надо? Говори, говори, говори Говори со мной, блядь Ты вошла в какую-то, блядь, виниловую... Виниловое измерение, а мне туда нельзя Блядь Этой игре бы неплохо было бы, если бы в ней звуки были бы Они, может, добавили бы атмосфере Немножко Но зато у нас с тобой абсолютно одинаковый экспириенс Но за счетом того, что ты это еще и трогаешь Да, но теперь мы Находимся в каком-то вообще третьем доме В общем, да, полный evil within По подаче Ну, значит, все объяснено и все хорошо? Ну да, все логически объяснено Стой, сука Я полис Какой-то грохот внутри игры произошел Тут какие-то, блядь Штуки Че вообще Я не могу Я вот смотрю на эту игру И, блядь, было бы клево, если бы это Каджима сделал Но... Но это сделал не Каджима Это настолько очевидно сделал не Каджима Не Каджима, да Какой-то, как-как Какие-то коллективные сербы Чего? Коллективная сербская бессознательная Да А всегда знал, что они Вот и применение, собственно, дегенератской машины Из-за велвизына Ну, че ты делаешь? Что это за анимация? Я не понимаю Блядь Сука Что? Что это? Это Леерс оф фир? Такие же цвета, как будто бы Блядь, с тобой все хорошо, а это? Блядь Я могу предложить вам Я думаю, что вам нужно лезть на стену, а не А не в одной точке Я могу предложить вам психологическую помощь У меня есть много знакомых психологов Да я и сам, в общем-то Вспомнил момент из фильма «Экзорцист» Ну, нахер Да, но я просто тебя здесь оставлю тогда Ты Ю-ду-ю Давай, пока Это ебанутый дом Полный ебанутых людей Ну, как Ну, странно оттуда уходить Мне кажется, что игра вроде как Хотела, чтобы я там что-то сделал все-таки Нет, мне явно там надо что-то сделать Нет, я не играл в Final Station Что это, зачем это И хочу ли я об этом знать, скорее всего, нет Скорее всего, не хочет, да Я не знаю, что это название знакомое, но я так не могу вспомнить Это не из «Экзорциста», это из пародии Ну, да, я Я просто не помню, как пародия называется Помнишь, ну, с Лесли Нильсом, который «Не изгнавший дьявола» А, нам надо было нажать «Е» на эту На эту плевотину на стене И она фарпает нас в парк И парк становится красным, блядь И парк становится мемом про пост-рок из 2009-го И тут есть вот этот чувак You died! Сука, почему? Почему I died? Ахуй, блядь А, нихера Окей Бля, я пересрался, откровенно говоря Ты знаешь, чувак Тут, блядь, даже звуков никаких не было страшных Ты знаешь, а, как бы, это одна из причин Хештек не удалось Не удалось Нам надо было бежать от него, или что? Сет Грин, я объявил о начале Глупости говоришь Бля, за мной теперь гоняет Я объявил буквально в Телеграме и в группе Что будет стрим Но не в Твиттере И в Твиттере тоже написал, блядь За мной гоняется теперь весь город По каким-то причинам И мой экран в каких-то, блядь Теперь это кондемт Криминал Оригинс, или что? Эти гангстеры как-то очень, ну, чилд В моем отношении То есть они вроде бы Find all mirror shards О, девочка! What's up? Куда ты идешь? Я так понимаю, если я просто продолжу идти Они меня не догонят То есть они как-то не стараются Непосредственно догнать меня Где Тян? Я потерял ее Где эта лаля? Она вела меня явно к Шарну С чего ты вдруг решил так? Ну, потому что она здесь единственная Кто не является зомбями А, значит Типа, значит, она хорошая Ну, может, она не хорошая Но она Имеяла потенциал быть полезной Вот эти чуваки не имеют потенциала быть полезными Не имеют только потенциала разбить Если только мы рассматриваем Полезность фактора Пиздения тебя по лицу Ну да, да Что, в принципе? Слушай, а может быть А, ну и options, конечно же Не ставят игру, блядь, на паузу Да, да Возможно, это мумоп игр Возможно, да Возможно, здесь мультиплеер есть Как в No Man's Sky Что у них с лицами вообще? У них какая-то хуйня на них Этот мужик очень серьезно настроен Разбить мне ебло Ну ладно Я со своими новыми друзьями, короче Теперь вот гуляю по району И ищу шар до зеркала Это он? Это не он Да, мы, короче, протестуем Мы марчем с диксами Для Харамби Так что О, там какая-то хуйня есть Ну-ка Ну-ка, стой, хуйня Блин, для игры, в которой нужно убегать от ебак У тебя очень маленькая скорость Ты зомби или... Нет, ты такой же, как все, блядь, зомби Да, но у зомби, в общем-то, тоже такая же маленькая скорость То есть они... Ну да, это помогает Они не пытаются меня догнать, экшли Они как только доходят достаточно близко до меня Они сразу О, нихуя какая-то черная ебанина Начала тоже ползти за мной Че вообще Почему у меня экран начал чернеть? Почему? У тебя уже была такая черная блевотина Да, но меня тогда били по лицу И поэтому черная хуйня была на экране Посмотрите, я бью по лицу Меня никто не бьет по лицу Я сейчас вот смотрю О, там че-то полыхает Время зайти туда Наверное, там моя жопа Бля, этому чуваку че надо Нет Это было ошибкой Блин, я думал, горячий дом Это, ну, явный признак того Что в него надо идти в этой игре Find all mirror shards Где, где мне их искать? Что ты делаешь там? Хватит, остановись, подумай Куда это зеркало разъебалось? Шел, видел Шел Зулин по городу Видел, видит, дом горит Похожая ситуация Ну вот, мы сделали круг-круг В принципе И вернулись в этот Хренов парк Может все шарды в этом парке? Оу Мы нажали R Я нажал R И вот эта вот женщина Что? Что-то остановилось Показывай у меня, где шард Нихуя Где все остальные зомби Одна открытая Безнал фантома? Ну да То есть вот эта? Или нет Или она сама Я не знаю Эта игра Не совсем Помогает мне понять Че конкретно происходит В какие моменты времени Но мне кажется Что она мне показала Что вот здесь Вот это вот Так, следы Следы, следы Следы Блять, елка нахуй Лицо ободрал Следы Еще следы Где еще следы Бля О, вот Ну-ка Следы значительно больше Чем ее ноги Вон там Что-то красное Там шард О, я Нашел первый шард Из скольки? Из Блять Миллиона Судя по размеру Этого шарда Нам нужно Продолжать Утилизировать Маленькую девочку Как бы это ни звучало Нам Все Вот Поскольку я эту фразу Сказал Теперь это видео Нельзя будет Монетизировать На ютубе Так Бля Это такой Это такой Естественный Флюентный Геймплей Я должен сказать То есть Просто Вот есть игры Которые Ощущаются Очень хорошо То есть Очень Естественно Да И как будто Вот Делают Какой-то Ну Смысл Блять И это Определенные Из этих игр Я Прям Более Аутентичные Игры Давно Не видел Уже Где Тян С тем Чуваком Чё-то Явно Не так Я Вот У меня Нет никаких Индикаторов Ещё В игре На тему Того Когда Я могу Тян Вызвать Потому что Я вот Долблю Периодические Эры Она Иногда Приходит Иногда Нахуй Меня Шлет И И как бы Ко второй Ситуация Я Конечно Значительно Более Привыкший Но Всё Ещё Не нужно Мне кажется Ты можешь Её призвать Только Когда Ну Ты Где-то Шарт Где-то В весините Я вот вроде Как тоже Подумал Но Не знаю Не похоже Хотя Может быть Так Ну Мы пока Идём С сестрюней По району Зная То Как Кодятся Эти игры Скорее Всего А Нет Смотри Как Она Поворачивает За углы А то Я подумал Что Она По прямой Будет Идти Прямо К шарду Не А Чё Видишь Не знаешь Ты как Кодятся Эти игры Не угадал Но Она идёт Куда-то Сюда Это Не похоже На Шарт Это Похоже На Пакет Чипсов Так Теперь Она Идёт Куда-то Туда Бля Отстань Бля Она Реально Идёт Куда-то Туда Что Почему Чего Чё-то Туда Встало Блядь Алё Блядь У меня Тут Ебайки Куда Она Меня Завела Какой-то Маленькая Девочка Завела Меня В кусты И Я Вообще Чувствую Сейчас Приедут Менты И Тесак И Это Всё Была Подстава Тесак 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 Дубинкой По голове Отхватил Прям У тебя Такой Построк На экране Да Да Я же Говорю Мем Про Построк Прям Веточка Не красный Свет Должен быть А серый Будет Построк Бля Она Всё Ещё Идёт Сюда Где Здесь Тут Нет Никакого Шарда Я вот Прям Фонарём Свечу Не могу Понять Блять Чё Она Хотела Вот Она Идёт Стоит В этой Ёбаной Точке Может Может Быть Ты был И прав В каком Смысле Может Они Так И ходят Ну То есть В том Плане Что Может Она Пытается Сквозь Этот Дом Пройти А шар С другой Стороны Знаешь Что-нибудь В этом Духе В доме Так А как Мне Войти В него В дом Ни одна Дверь Не Работает Как Способ Открыть Дом Смотрю На них Они Все С чернотой Внутри А те Двери Которые Черные Внутри Бесполезны Для того Чтобы Пользоваться Ими По прямому Назначению Ой-ой-ой Бля А там Че Че Какая-то Ползающая Ебака Реально Сайлент Хил Какой-то С ползающими Ебаками Ну Интересно На самом деле Знаете что Вот В этой игре Нет звуков И музыки Поэтому Она вообще Ничего Для меня Не делает Ну Кроме Минимальных Каких-то Но Надо Альтабнуться И поставить Сюда Саундтрек Ямаоки И посмотреть Насколько Это улучшит Игру Бля Она упорная Тян Идет Вообще В другую Сторону Этот дом Никак Не обойти Я не понимаю Блядь Этой игры Вот в этот момент Я перестал Ее понимать Как будто До этого Ее понимал Да До этого Я ее Прекрасно Понимал Все было Логически Объяснено Вот Те осколки Вот Ищи их Нажимай Кнопку Р И девочка Пойдет Туда Где Осколки А теперь Девочка Идет В какие-то Кусты Где Вообще Ничего Нет Может Там Был Кебаб Но Его Убрали Из Премисов Вот Вот это Да Не Не Ну все еще Лучше Чем Эвел Визин Ну Нихуя Непонятно Я Я Вот Что Вот А С Нихуя Нет Ты Пытаешься Понять Где А где же оно за тобой ещё гонятся четыре мужика постоянно и пытаются дать тебе битой по ебалу? Это примерно вот как мой опыт в плане сюжета Evil Within. В попытке его понять. И по-моему то, как работает Evil Within, нет? А почему вот в этом, вот конкретно в этом специфическом месте эти зомби-ребята становятся, блядь, фиолетовыми? Потому что очевидно освещение в этой игре так работает. Нет, моё ебало, они дали мне по ебалу. Нет, нет, там просто как будто вот прям инстаграм-фильтр на экран ставится. Причём здесь Mad Navigation Skills. Единственная навигация в этой игре это идти за этой дурой. Эта дура идёт в эти кусты. Я туда пронавигировал уже давно, там просто ничего нет. Ааа, в чате снова начинают. Осколки не прогрузились, сомневаюсь. Просто мастерство Кирилла сложно повторить. Реально, я с тех пор... Вот Кирилл, я вот сколько ужасных отстойных игр поиграл. Знаете, за эти стримы в принципе в жизни. Но вот Кирилл находит способы удивлять меня. Прикинь, у него в этом в тавер-дефенсе... Ну, когда ты вращаешь камеру, саундтрек реагирует на это и... Блядь, он становится медленнее или быстрее? Да, да, он заикается. То есть ты буквально диджейские скричи можешь делать, вращая камеру. Я нигде такого не видел, только Кирилл может. What the fuck? А, этот. Ладно, знаешь что? Да, просто да, давай ударь меня в ебло. И мы закончим с этим. Я потерял терпение достаточно этого говна. Ну? Раз, два, три, четыре... Четыре человека с битами не могут убить одного протагониста. Четыре биты, один протагонист. Бля, они... Они что, они совсем что ли? Они друг друга теперь бить начали или что? Это и был выход. Иногда единственный выход это сдаться. Да, чё-то они перестали мной интересоваться в натуре. Чё, чё, блядь, чё са... О, здорово. А-а-а! Ладно, я думал, что это мой новый друг, но нет, он все еще бьет меня поебало. Что же здесь может быть? Где же ебаный шарт? Блин, я дал игре возможность убить меня, она этого не сделала. Это значит, что я избранный и должен попробовать еще. Значит, что игра нахуй не работает? Такого не бывает, все игры работают. Габен лично сидит и отбирает нам только лучшие игры в Steam. Потому что Steam это уважающая себя компания и знает про quality control. А ты вот говоришь про quality control, а вот серьезно, блин, так же люди бы ныли потом и разработчики бы ныли. Потому что слишком цензура, короче, блядь. Нельзя игры свои пропихнуть, потому что, типа, вот, не пропускают нахуй. Quality control на самом деле это censorship control. Реально было бы вот это дерьмовец. Не, не, не было. Ну, в смысле, может и было в каких-то... Не было бы. Посадить человека, выбирать какие, что можно, а что нельзя, и будет вот это. Тут скорее, что, ну, оно как-то минимально работать должно. Ну, так, блядь, оно работает, оно запускается. Оно вообще не работает, чувак, блядь. Если бы оно не запускалось, оно бы не прошло. Не знаю, нет, это именно, ну, quality assurance, это не censorship. Тем более, там надо, вроде, денег заплатить, чтобы в Greenlight попасть, в принципе. Сто баксов, да. Ну, сто баксов, это деньги все-таки. Ну. На GOG есть quality control, никто не пиздит. Ну, потому что есть Steam, на котором его нет. То есть, есть и такое окно, и сякое окно. Ну, так вот, а на GOG как бы все... Вот. Блин, GOG молодец, короче. Почему ты не стримишь игры с GOG, а со Steam'а? В смысле, я стримлю игры с GOG. Это одни и те же игры, они просто и там, и там продаются. Ну, вот, эти игры только в Steam'е, понимаешь? А, ну вот. Потому что они там нахуй никому не нужны. Ну, так вот. Что? Так вот, что? Этим играм место на GameJolte. И на Dasuri. И на сайтах вот такого плана. Как оказалось, Steam решил, что в Steam'е им тоже место. Ну да, Steam решил, блядь, неправильно. Я об этом и говорю. С чего это? С того, что... Ты держатель акций Steam? Нет, я за, как бы, за интересы публики и разработчиков. Публика туда не заходит. Как точно. Где ты берешь эти игры, публика туда не заходит. Так именно в этом и проблема, понимаешь? Публика туда не заходит именно потому, что они знают, что там вот одно говно. А и это проблема для людей, которые пытаются издать с помощью Greenlight'а не говно. Понимаешь? Ты мне сейчас приведешь пример Darkest Dungeon, а я тебе приведу пример 30 игр, кроме Darkest Dungeon, которые также хороши, но не вышли. Приведи мне лучше, ну, примеры игры, которые хороша, но не вышла, потому что вышла какая-то другая. Нет, она... И докажи мне, что именно это была прямая зависимость. Нет, она там вышла. Нет, потому что прямую зависимость, блядь, это не жесткий сайенс, как бы, я тебе не могу доказать. Но очевидно, что когда ты публикуешься через Greenlight сегодня, то есть вот эта вот проблема. То есть, что Greenlight наполнен вот этим вот говном. Естественно, все ассоциируют уже. То есть, как бы, нет, нет, нет никакого доверия всему этому говну. Именно из-за этого я об этом недавно говорил. То есть, ты... Я не знаю, походу я не могу умереть теперь. Походу я действительно избранный в этой игре. Меня пиздят палками уже, блядь, 10 минут. И это просто, ну, я тебе не могу конкретно, ну, вот, как по hard science, короче, связать низкие продажи, там, какой-нибудь игры The Forest, например, с цифрой говна на Greenlight, да? Но я абсолютно убежден, что эта корреляция присутствует. Ну, а разработчики каких-нибудь игр жаловались на это? Ну, я имею в виду. Да, и все ноют. Да, ну, я не... Куча народу ноют про это. Не про это конкретно, так, в принципе, вейк, потому что тоже, как бы, пиздеть на площадку не все хотят. Разработчики ноют, очень часто, что их игру не покупают и на него не обращают внимания. А почему ты не обращаешь внимания на очередной хоррор из Greenlight? Потому что это очередной хоррор из Greenlight. А никто не застрахован от того, что один из этих хорроров хуяк и будет хорошим. Но мы об этом никогда не узнаем, скорее всего. Ну, я вам расскажу, потому что я, как бы, я, в общем-то, и занимаюсь поисками этих бриллиантов в говне. Но General Public об этом никогда не узнает, потому что General Public прекрасно осведомлена о том, что из Greenlight идет только вот это вот. Или 90% этого. Он, Грейден, разработчик и ноют про это, кстати. Ты играл в игры Грейден? Грейден еще не выпустил он. Прескид только. Вот поговорим, когда выпустят. В смысле, поговорим, когда выпустят? А что именно... Может быть, это будет то же самое. Что именно изменится-то? Это даже не вопрос, будет то же самое или нет. Layers of Fear, да, он довольно успешен, да. Но там... Ну вот, да, иногда выходит Layers of Fear, иногда выходит Darkest Dungeon. А куча других вещей не выходит и не забывается. Это не та ситуация, видите, это не та ситуация, когда абсолютно свободный рынок разруливает все как надо. К сожалению. Такие вот дела. А? Почему? Потому что свободный рынок никогда не разруливает так, как надо. Почему? Полностью свободный. Ну, блин, потому что всегда появляются какие-нибудь ребята вроде Square Enix, которые говорят, что ага, вот у вас тут свободный рынок, ну тогда вот вам микротранзакции, в принципе, игрокам норм. И, ну, раз игрокам норм... Если игрокам норм, то это называется рынок разрулил. Нет, это называется, что индустрия стала хуже в этот день. Когда Square Enix добавили микротранзакции, игра Deus Ex Mankind Divided стала хуже от этого, понимаешь? Это значит, что... Игра станет хуже, как только ее начнут меньше покупать. Нет, игра станет менее успешной, когда ее начнут меньше покупать. Ну, это прямая зависимость. Чего? Игра станет хуже, она станет... Равно, она станет менее успешной. Ты ж... Нет, с чего вдруг? Дом 2 хорошая или плохая передача? Мне не нравится. Нет, я не спрашиваю, нравится тебе она или нет. Она хорошая или плохая? А мы можем объективно судить? Да. Почему? Ну, я не знаю, почему. Как-нибудь. Ну, вот в том-то и дело, что... Нет, мы можем судить как угодно. Я вот тебя спрашиваю. Или ты считаешь, что мы не можем в точности объективно заявить, что Red Lake плохая игра, например. Red Lake объективно плохая игра. А как это ты так объективно решил? Потому что у нее есть проблемы объективные. Так, а что, у Дома 2 нет объективных проблем? Я не знаю, ты его смотришь. Ну, ладно, давай, что... Ладно, давай, Аркания, хорошо. Аркания хорошая игра? Нет, там тоже объективные проблемы есть. Да, блядь, у Binding of Isaac есть объективные проблемы. Ты говоришь, хорошая игра или плохая? Да. Блядь, хорошая или плохая, это вообще не... Как это, господи, называется? Это не атрибут игры. В смысле, не атрибут? А что тогда атрибут? Скорее нравится, не нравится. Это атрибут. То есть, если хотя бы одному человеку нравится Red Leggo, значит, что это объективно хорошая игра? Я сказал, что хорошая, это не атрибут. Значит, что игра имеет право на существование, если она хотя бы одному человеку нравится. Наверное. И что из этого следует? То есть, что за нее справедливо просить 300, 150 и 60 рублей, соответственно? Потому что справедливо или нет, это вопрос того, будут ли люди покупать это за эти деньги. Люди покупали за эти деньги эту игру? Ну, не знаю, в SimSpy надо посмотреть не очень много, но кто-то покупал. Ну, вот, значит, значит, да. Ну, то есть, я не понимаю, просто ты вроде в пиаре-то учился, и ты уж должен понимать, что ассоциации, вот, ну, скажем так, когда ты... Да, я знаю, имидж площадки. Да. Доказать про то, что это рушит имидж площадки. Да. Но почему нас должен ебать имидж площадки? Потому что это единственная площадка. Это тоже вопрос с Ютубом. Гудолг Геймс, это уже существует, Steam не единственная площадка. Что? Ну, ГОГ. ГОГ существует, все существует. Ориджин существует. Это все... Ориджин, да, давай про Ориджин поговорим. Вот кому я, блядь, доверяю, да. Вот, вот, Стиму не доверяю, а Ориджинс и Electronic Arts, это вот прям ребята, которые, да, за чьи спины я готов встать. Не, я не собираюсь за них встать, но они, но это не значит, что их не существует. Ты сказал, что нет площадок, площадки есть. Площадки технически есть, но являются ли они viable альтернативами? Разумеется, нахуй нет, потому что есть такая штука, как монополия. Steam определенно монополист на этой хуйне. То есть, да, окей, есть ГОГ, но по цифрам там даже не близко. То есть, как бы, если ты разрабатываешь игру, и если твоей игре... То есть, ты хочешь сказать, что факт того, что что-то, какая-то компания является монополией, накладывает на нее дополнительные... должно автоматически накладывать на нее какие-то дополнительные обязанности перед аудиторией? Да. Ты считаешь, не так? Возможно, но это очень сложно. Ты считаешь, нет дополнительной ответственности, если ты предоставляешь сервис, который объективно нужен людям, и никто, кроме тебя, его не предоставляет? А, дядя Бен согласился бы со мной. Сказал, что с великой силой приходит великая... Да, 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 это правда. С великой силой приходит великая ответственность. Я как бы не спорю. Но ты же понимаешь, как работают корпоративные умы. А это тут при чем? То, что ты требуешь от людей то, чего они никогда не захотят и не будут делать. Это как пить мечом воду, чтобы наказать за шторм. Нет, нет, нет. Им не обязательно этого хотеть. Ну... Делать. Что? Что? Что произошло, нужно захотеть, чтобы это произошло? Нет, нет. Им надо просто создать условия, при котором у них, в общем-то, не будет выхода. Делать по-другому. То есть, людям в Стиме, покупателям стоит создать условия. Ну, я не знаю, кому. То есть, есть разные способы. Там, я не сторонник, да, но способы есть. То есть, есть бойкоты, есть государственное регулирование, есть whatever the fuck. Гос-регулирование? О, ты хочешь, чтобы Steam начали государственно регулировать? А, ну, на самом деле, на самом деле, не сам, возможно, даже Steam. Я, это, это вот реально очень долго. Государственное quality контроль за Стимом. Вот это прикольно будет. Из США придет чувак, короче, из говермента, который сядет в Стим и будет отбирать игры. Не, ну, это же совсем не так работает. То есть, я имею в виду, в кино... Инструмент это не только, как бы, чувак из администрации приходит. Есть гранты, есть антимонопольные законодательства, вообще-то, например. Которые обходятся, да, сейчас, но оно, тем не менее... Знаешь, фактически монополии нет, как бы, фактически. Да, так, блин, вот, как бы, понимаешь, не приебешься по букве закона, но очевидно, что... А по существу издевательства Владимир Ильич Ленин, да? Ну, так я тебе про это и говорю, а ты мне доказываешь, что это, типа, окей и нормально. Я не говорю, что это нормально, я говорю про то, что то, ну, как бы, то, что ты про это постоянно говоришь, ничего от этого не изменится. Ничего от этого, нахуй, не изменится. Потому что, как ни странно, ты, вот, своим деятельностью сейчас, ты как раз-таки продвигаешь Steam Greenlight и хуёвые хорроры. Ты об этом не думал? Нет. Ну, в смысле... Да, возможно, отчасти, но... Ты превращаешь говно из Гринлайта... Да, я превращаю его в интертеймент, потому что это единственное, что с ним можно сделать. Видишь, значит, у них есть право на существование, потому что... Нет, это, 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 это аргумент из серии, что мне вот в чате недавно предъявляли, что, типа, ну, ты же, типа, по факту деньги зарабатываешь с этих говнохорроров, а говоришь, что бы их не было. Я не, как бы, я, я найду, что стримить, я найду, про что говорить. Если этого не будет. Я с удовольствием... Это всё равно, что говорит, что военный журналист продвигает войну, потому что он пишет о том, что происходит на фронте. Бывает только военных журналистов, и ты должен это знать. Так вот, и не правда ли не бывает только говнохоррор-обзорщиков? Ну, может, они бывают, но это не я. Да нет, бывают. Даже если они и бывают, то есть, как бы... Но ты смотри, ты говоришь, что рынок должен себя... рынок сам себя не регулирует. Я тебе говорю... Нет, он регулирует, он просто делает это недостаточно эффективно. Ну, вот... Ты, ты, ты как раз сейчас работаешь на то, чтобы рынок себя регулировал как раз в обратную сторону. Понимаешь, его вдруг... Если бы люди не обращали внимания как раз на эти хорроры, не покупали бы их, не смотрели бы их... Их бы не было. Ну, нет, это абсолютно неправда. Именно, именно потому, что... Кирилл бы понял, блядь, я не могу заработать легкие 50 рублей на Red Lake, поэтому нахуй мне это делать? Я пойду лучше учиться, стану... То есть, ты серьезно думаешь, что основная... Основной народ, который покупает эти игры за 50 рублей, это народ, который смотрит людей вроде меня, которые играют в это на стримах? Нет, просто один из факторов. Один из... Как... Как... Я не знаю, что происходит в голове у людей, которые покупают Red Lake. Я тебе скажу в точности, что происходит в голове. В голове происходит то, что... Несколько вещей. Во-первых, опа, за эту игру дают карточки. Куплю я игру ради карточек. Во-вторых... Steam получил свои деньги. В результате. Ну, Steam как бы по факту продал эту игру, получается. Карточки, это же не Кирилл придумал, это Steam придумал. Ну, да. Угу. Ну, вот, карточки. Потом гивавэи всякие там... Человек мог эту игру получить бесплатно. Ну, бесплатно тогда... Ну, это не то, чтобы нас сильно интересует, да. Бесплатно Red Lake можно отдавать. Давай признаем, что бесплатно Red Lake можно отдавать. Ну, можно, да. Я имею в виду, что он не должен не существовать, в принципе. Я не говорю, что он не должен не существовать, а говорю, что он не стоит денег. Ну, да, он не стоит денег. Бесплатно-то, ради бога. И база... Банальная неосведомленность, которая может идти от кучи разных факторов. Например, от возраста. То есть, прикинь... То есть, во всем виноваты дети. Всегда во всем виноваты дети. Ой, да, ну, действительно, нахуй. Дети и корпорации. Нет, тогда ты прав. И государство. Тогда ты прав. То есть... Нахуй детей. Чат, если кто-то из вас заведет ребенка, плюну вам... Ну, он Чили завел уже. Все. Все. Он для меня умер. С этого момента. Это просто вот... Я не типа, что, конечно, игры издавать по паспорту. Но это вот старый аргумент про Kickstarter, на самом деле. Когда был картофельный салат, и... Kickstarter с салатом супер успешным оказался. Но он оказался супер успешным, потому что это, по факту, было... Ну, это было грамотное пиар. Ну, это был грамотный паблик релейшнс. Грамотный маркетинг. Маркетинг кого? Да воздуха, в общем-то. Нет, я имею в виду, кто этот маркетинг устроил. Просто человек придумал очень-очень классную шутку. Шутка сработала как маркетинг. Ну, и плюс на него сработало то, что платформа, в принципе, была новая. Не, да, ну, окей, да. Да, вот это вот произошло, и... Это не значит, что на Kickstarter можно продвинуть все, что угодно. Нет. Это просто человек попал, оказался в нужном месте в нужное время. Во-первых, на Kickstarter... Это именно оно и значит. На Kickstarter можно продвинуть все, что угодно. Слышал ли ты о таком проекте, который называется... Владлег, спасибо за донейшн. Ну, хоррор-игры сейчас будут. Сейчас мы тут допиздим. Ребят, наши разговоры гораздо важнее и качественнее, чем хоррор-игры. Любль, все, что выходит из рта Витаса, гораздо качественнее, чем то, что вы увидите на экране. Особенно... Окей? Договорились сейчас? Злые языки. Да, слышал ли ты о таком замечательном Kickstarter, например, который называется... Как он называется? Я не могу вспомнить точное название, он совсем недавний. Про... Хуйню для дайвинга. То есть, мысль в том, что ты вставляешь в себя в зубы, короче, девайс. Чё-то такое, да. И ты, короче, под водой можешь... Типа как жавра работает или что-то? Типа как жавра, да, жавра какой-то там гилс. Короче, мысль в том, что... Ну, это очевидно был, да, хоукс, то есть, это очевидная хуйня, которая не может в реальности существовать. Угадай, сколько на неё собрали. Чё-то там несколько миллионов. Потому что люди нахуй тупые. Ну, да. Ну. Но, вот вопрос. Стоит ли Kickstarter в это дело вмешиваться? Если у них платформа изначально построена на то, что вот вам люди чё-то обещают и дальше под вашу ответственность. А, Тритон это называлось, вот, да, ага. Спасибо, Чат. Если они построили свой бизнес таким образом, то нет. Ну вот, а они вмешались. Ага. И они в какой-то момент пришли и сказали, так, ребят, ну, мы понимаем всё, конечно, да, но... Если мы видим, блядь, проект, на котором вот буквально, ну, блядь, видно сразу, что там даже там не просто работающего прототипа нет, а он просто законам физики не отвечает. И мы видим, что он уже, ну... Некоторые из таких начинают деньги собирать какие-то, то это просто называется... False advertising. Это называется мошенничество, да, поэтому мы такие вещи будем прикрывать. Ну, потому что, блин, мошенничество это уже против идёт закона. Так? Это подпадает под... Я так понимаю, что если Kickstarter был создан в США, то это подпадает под законы США. Что, хочешь, чтобы я тебе привязал хорроры в стиме под ложный адвертайзинг? Я могу. Это сложно будет. Почему? Очень легко. Кикстартеров, потому что... Ну, а как ты докажешь культурную ценность или бесценность, да? Почему есть культурная ценность? Просто речь идет о продукте. Обещали одно, а на выходе другое. Я понимаю, что качество доказать сложно. Матч? No Man's Sky, например, да. No Man's Sky натурально маркетинг нарушал законы Канады. Ну, это просто где-то кто-то обратил внимание. И, в принципе, при желании я-то могу подвязать. Другое дело, что это не очень хороший способ это всё дело регулировать, там, сажать людей и всё такое. Ну, почему же? Ну, это типа авторитаризм немного. Это типа закон называется. Нет, я имею в виду, это вопрос всё равно как бы творческий. Я исключительно за регулирование, ну, за quality assurance. Такое есть, и оно работает. То есть... Но не в видеоиграх. Но не в видеоиграх, да. А в чём оно работает из культурного жанра? Ну-ка. В смысле из культурного жанра? Ну, в кино не работает. Даже, блядь, в книгах оно не работает. Ты можешь на задней стороне книги написать всё, что угодно, а внутри написать... А почему ты оставляешь за играми только вот эту вот культурную штуку? Почему ты не смотришь на них как на продукт? Блядь, а что в них от продукта? Качество упаковки? В смысле? Когда я покупаю видеоигру, меня интересует её наполнение, неправда. Понимаешь, фильм... Фильм исключительно... Скажем так, это пассивный медиум. То есть ты сидишь, смотришь и всё. Игра — это очень активный медиум. То есть она может работать, может быть не работать. Она может иметь фичерсы, которые были заявлены и проданы тебе, может не иметь. Ну так вот, кто будет вот эти вот постулаты для игр придумывать? Типа, игра должна отвечать вот этому, вот этому, вот этому, вот этому, иначе ей не место здесь. Кто-нибудь... Кто-то должен это придумать? Да, почему нет? Кто-то один? Кто? Я не настаиваю, что кто-то один. Не, ну хорошо, какая-то фокус-группа, кто в неё должен входить? Я не знаю, кто в неё должен входить. На каком основании они должны... Они должны, ну... На каком основании их слова будут признаны, ну... Тем, чем они признаны, да? Я понимаю проблематику, я не говорю, что это суперлегко. Я говорю, что это нахуй невозможно. Нет. Нет, идеально это сделать невозможно, я полностью согласен. Но сделать так, чтобы вот этого вот в стиме не было, ещё как возможно. Или не было за деньги, хотя бы. Да, ещё как возможно. То есть ты... Тебе даже не обязательно какие-то ригидные правила устанавливать. Тебе просто надо сказать... Знаете что? Всё, у нас, значит, заявки по Гринлайту происходят следующим образом. Значит, у нас вот мы назначаем в нашем Valve Quality Assurance Team, который они абсолютно могут себе позволить. Которые там, не знаю, 10 человек, например, да? И... Перед... Собственно, ну, на сам Гринлайт просто зайти, чтобы игроки проголосовали там 100 баксов и заплатите. Каждая игра, которая набирает от какого-то определённого количества голосов, проходит через Quality Assurance или, по крайней мере, становится в очереди пытается. И, я не знаю, плати 1000 баксов и пропускай Quality Assurance. 1000. То есть, грубо говоря, умножить это всё на 10, то есть кучу игр станет выпускать невыгодно, скорее всего. Да. Да. Ну, и где гарантия, что какой-нибудь после этого Darkest Dungeon не выйдет? Ну, не выйдет. То есть, у чувака, который делает Darkest Dungeon, есть 1000 долларов? А почему? Нет, я думаю, что чуваки из Darkest Dungeon пройдут эти Quality Assurance. В Quality Assurance, да, 1000 долларов они смогут найти. Нет, 1000 долларов это чтобы пролететь мимо Quality Assurance. То есть, если ты хочешь своё говно из Гринлайта выпустить, плати 1000 баксов, чтобы оно у тебя не окупилось. Конец. Элегантно, не правда ли? Ну, то есть, грубо говоря, основная твоя претензия это то, что 100 баксов это мало. Надо 1000. Нет, нет. Основная моя претензия это то, что у Стима политика ёбаных открытых дверей для всего. Я просто предлагаю эти двери комариную сетку на них повесить. Чувак, не ты ли? Недавно мне про группу ZulensFlock говорил, что не надо никого нахуй банить там. Ну, я уже какое-то время назад тебе сказал, но потом эти дураки лолей начали постить и сразу с каждым постем. Да, а потом мне стали говорить, что я забанил там двух людей, потому что никого из администрации не было онлайн, и мне стали говорить, что я свои личные проблемы решаю с помощью банов у тебя в группе. А, ну это так. Не, это в принципе очевидно, что это так, конечно. Я не социалист, хотя я не вижу в социализме ничего встроено плохого в элементах его, скажем так, но... Но имплементировали хуёвенько. Я не социалист, я скорее антианархист, а то, что мы видим в Стиме сейчас, это полная анархия. Вот, ну, в общем, давай заключительные слова, короче, по минуте и перейдём к перерыву, а потом к следующей игре. Мои заключительные слова. Чат, вы во всём виноваты. И брат, это он, я стал. Мои заключительные слова, это то, что чат, вы действительно во всём виноваты, но я всё равно ко сми за вас лягу, так что... Небольшой перерыв на Hitbox TV, слышим, Ирзулин, и следующую хоррор-игру обязательно посмотрим через 5 минут. Ваня, я тебе на паузу поставлю этот звонок пока что. А, окей, хорошо. Вот. А какую же коробку выберет Петрович на этот раз? Напиши свой ответ в нашем чате, и каждый победитель, каждый, кто правильно ответил на этот вопрос, получит настоящего Гейба Ньюэлла. Гейб Ньюэл лично придёт к победителю, и... победой в этом конкурсе. И останется у него жить. Так что, Hitbox TV, слышим, Ирзулин. Всем привет, Hitbox TV, слышим, Ирзулин. Мы вернулись, и у нас сегодня хорроры вот, и Ваня у меня на скайпе. Так что, мы уже готовы посмотреть что-нибудь ещё. Спасибо, что напомнил про группу Inflames, песню Триггер, а то я забыл, что она мне очень нравилась, но её почему-то не было у меня в ВК даже. Я себе тут же добавил такой... Господи, эта песня существует. Ты Триггерд? Да, я в некотором роде Триггерд. Ваня Триггерд. FireThunderDriver, спасибо огромное за донейшн, он до перерыва ещё был, про то, что я социалист и должен признать это. Спасибо тебе большое. Исофлоппер пишет, в Стиме нужен не запрет на то, что вы считаете говном, а знак качества для хороших игр от специальной контрольной группы. Я, ну, важно понимать, что я не про запреты говорю, да, а про исключительно деньги. То есть, как бы, всё это говно абсолютно спокойно может жить бесплатно и никаких проблем. Но знак качества ничего не сделает, честно говоря, потому что Kickstarter уже пробовал знак качества. У них есть вот это вот Kickstarter, там, силов аппрувл, да, и оно делает ничего, потому что, ну, совсем мусорные проекты на Kickstarter вообще не заморачиваются, просто жпег этой печати ставит себе на картинке и их не ловит. Как бы, ну, Стим что-то такое может сделать, но это опять-таки будет, это будет вот уже то, что Ваня говорит, опять-таки неудобно, там, кто что решает, и... Ну что, Mankind Divided дать силу в аппрувл или нет? Если бы я решал, я бы в жизни ни одной награды Mankind Divided не дал бы. Блин, то же самое, пропускать, не пропускать или силов аппрувл одна и та же проблема с тем, кто это решать будет. И насколько ты доверяешься? Нет, пропускать, не пропускать, это уже вопрос... Пропускать можно всё. Вопрос то, что там пропускать, не пропускать, это просто будет оно стоить денег или нет? А всё ещё, как бы, кто это решать не будет? Quality Assurance Team. Ты так веришь в эту Quality Assurance Team? Как будто, ну, как будто она тебя не может... Как будто в Государственную Думу просто, знаешь, что-то такое. Нет, я просто... Я верю в то, что в минимальные когнитивные способности людей пропускать, ну, фильтровать игры, которые не являются тупо сломанными на момент, как они представлены. А этого в Greenlight предостаточно. То есть, как бы... Да, это немного субъективно, но от этого никуда не денешься. Хуй знает, в России не сработало. В России нихуя не сработало, но по совсем другим причинам. Но это тоже так... Ты предлагаешь ту же самую какую-то демократию выборного типа, то есть, демократию представителей. Я не говорю, что этих людей кто-то должен выбирать. Или их назначат. Ну да. Сам говорил, авторитаризм плохо. Не, авторитаризм плохо. Тогда, блин, в любой студии, где есть Quality Assurance команда, это плохо, потому что какие-то фичи, которые в игру не проходят, которые отсеяли на Quality Assurance, это типа авторитаризм. Так смотри, там люди делают проект, они решают продавать его или не продавать. Это немножко разные вещи. Нет, мы сейчас... Одни торговцы... Мы сейчас говорим, по сути, функция, которая отсеяла Quality Assurance для конкретной игры, это примерно то же самое, что целая игра, которая отсеяла Quality Assurance стима. Так нет, разработчики имеют право что угодно со своей игрой-то делать. Так да, но при этом, как бы, их команда этих самых, команда злых чуваков, которые говорят, что нет, огненных бобров мы не пропустим, они разработчикам говорят, а вот хуй вам. И все, как бы, у них нет на этом контроля, по сути, издатель это контролирует. Но это уже другая проблема, это проблема издателей против разработчиков. Так вот, я предлагаю создать тоже дикотомию Steam против разработчиков. Отлично будет. Steam просто, да, кошки против мышей. Рис против, рис против плова. Рис против плова. Хантед двоеточие. Сейчас я пытаюсь написать в хитбокс, как это дело называется. Тут несколько слов названия игры. Хантед двоеточие. One step too far. Это, собственно говоря, название применимо и к нашему сегодняшнему стриму. Привет всем, кстати говоря, в чате, кто в чат смотрит, тоже всем здорово. Это как с говноблогерами, которые проходят в топ Ютуба либо знакомства, либо знакомства, либо денег. Ну, я не знаю, говноблогеры и Ютуб это немного другая совсем ситуация. Там, ну, типа там уже либо промоушен, либо боты, либо еще чего-то, но там уже вкусовщина начинается. То есть, как бы, вот, типа, там говорят, что, ой, Лиф из Ютуба забаньте, например. Мне вот нравятся его видосы, например. И тут, 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 тут уже реально, как бы... Какая-то дресня про Counter-Strike. Никому не советую. Там, там, там просто уже реально, как бы, ну, количество просмотров и Playtime, в общем-то, решает. Квот. Спасибо. Хер знает, банили же, помнишь, H3, H3? Или кого там, блин, не помню, как каких-то больших ютуберов же, помнишь, закрывали, там, не просмотровали. H3 не закрывали, у него... А, у него выпиливали видосы, или что-то типа? Видос выпилили, по-моему, разок, да. Ну, это Ютуб. Ютуб точно такая же ебанутая платформа, но в другом ключе ебанутая совсем. Ютуб, наоборот, пытается оверконтролировать это все, понимаешь? Это тоже не то, что надо, так тоже не работает. The Project Born, который пиарил один летсплеер из Уфы, собрал норм Кикстартер, но разработчики сказали, что все херня, мы выпустили диспатчер, и его тоже пиарил летсплеер из Уфы. Вопрос, кто пидор? Квот, видишь, это тоже еще одна плоскость, да, как бы, проблемы, и это, ну... Это уже... С этим уже пусть разбирается там, ну, потребитель с издателем посредством там критики и всего остального. То есть я исключительно про какой-то супер-минимальный культурный уровень, то есть банально, как бы, вот... Потому что диспатчер бы прошла... Минимальный культурный уровень в тысячу долларов. Ну, это если ты хочешь, чтобы без quality assurance, да. Я не знаю, насколько это стройная модель, но пока что в моей голове я не могу придумать, почему она может не сработать. Я к тому, что... Диспатчер бы этот quality assurance прошел бы. То есть у них... Ну, а что, у них игра работает, как бы, она говнища полная, но она не сделана, там, знаешь, за пять минут каким-то школьником, блядь, из стоковых unity ассетов с нулем... Витас, люди в чате не хотят слушать, как ты говоришь. Люди в чате хотят смотреть на Галимый хоррор. Понимаю, я тоже хочу смотреть на Галимый хоррор. Не я это начал. Хотя я и люблю говорить на такие штуки. Так. Культурная ценность сегодня не в моде, сегодня в моде дешевый оржак. Запускай хоррор. Ой, да ладно, у нас тоже культурная ценность такая... Наши рассуждения о Гринлайте не прошли бы квалити Ашуренс Гринлайта. Вот, собственно, поэтому мы и в жопе. Так. Значит, игра называется Hunted One Step Too Far, а процесс этой игры в Volume Mixery и в Dispatchery называется Game Guru Map Editor, так что мы точно знаем, что... That's good one. Да, gonna be good. Сейчас я сделаю слегка потише. Так, ну давайте посмотрим. Значит, это Hunted One Step Too Far, она... Ваня взял и все испортил. Нет, я просто таким образом, собственно, адресовал человека, который сказал да запускай ты, блядь, игру. Адресовал. Не, я уверен, что сейчас мы посмотрим минуту игры и продолжим. Короче, Hunted One Step Too Far. Сейчас давайте прочитаем про нее немножечко. Спасибо огромное, Шмаскар, за подписку на HitboxTV slash MRZULIN. Подписки безумно помогают каналу. Так что огромная тебе еще раз от меня благодарность и матч-апрешиэйшн. Hunted One Step Too Far. You love to geocache. Что, блядь? Ты любишь в сторону geocache? Что? Это является предложением на английском языке. It's a good way to escape the daily life. Это хороший способ так сказать забыть рутину в обычной жизни. Я все еще не знаю, что такое geocache. Возможно, это типа блядь, типа диггерство. Я не знаю. You like doing it alone and at night. Вам нравится делать это одному и в ночи. У этого есть особый адреналин руш. Но что вы будете делать, если вы обнаружите, что вы не один? Я не знаю, что я буду делать, если я обнаружу, что я не один. Предложу присоединиться. Let me write description from my heart. Да, да, да. Сука. Gentlemaid, я поправил твое согласование времен. С остальным все нормально. Значит, девелопер это Dragon Knight Productions. Ноль игр других есть. на этом разработчике. Стоит 129 рублей. В принципе, в Пушкин можно съездить на 129 рублей. Так. Да, так что давайте посмотрим. Killer Bottle задает очень справедливый вопрос. Так. Сказали, почему сложилось так, что столько паршивых хорров в Стиме? Почему не шутеров, не квестов, почему именно хорров? А я объясню, почему. Ты что, не слышал интервью потрясающих потрясающих чуваков из этих самых, из той студии цивильных саваджей, Я когда услышал, я чуть себе колено не разбил рукой просто. Которые сделали такие замечательные гениальные хоррор-игры, как Dispatcher и Watch This. Они в этом интервью прекрасно ответили на вопрос, почему они решили делать хорроры. Потому что их делать проще. Их делать просто. Каждый мой ролик или мое появление публичное про хорроры начинается фразой, что куча пидорасов считает, что хорроры делать легко. И это причина. Хантед One Step Too Far. Опять-таки нет никаких настроек, мы можем зайти в кредиты и посмотреть. В общем, Джамил, Тобиас, Ян, Нико и Роборуски это чуваки, которые тестировали этот кусок говна. Свои адреса не оставили? К сожалению, нет. И кто же геймдизайнер это, блядь. Тут в этих титрах указано, кто тестировал, кто писал музыку, кто писал историю. Обратите внимание, четыре сценариста у этой игры. Четыре. Феликс, Хейки, Карин и Ян. Ян Бехаль это тот же Ян, который и тестировал. Сам написал, сам протестировал. Нормально. Специальное спасибо там каким-то чувакам. А кто непосредственно кто... как зовут местного Кирилла? Алло. Мы не знаем. Нам не дает эта информация ДК-продакшен. На кого мне орать? Угу. Ну, в общем, давайте нажмем старт. Оно само ходилось. Процедурный кодинг. Но уровень загружается чрезвычайно долго. Очень долго. Про сценарий грузится. Да, это как у Джастина Бибера у песни Baby Baby 7 авторов в тексте, да. Ха-ха-ха-ха. Неположная разработка. Ха-ха. Ну, бля. Камон. Это очень долгий лоудинг-скрин. Большая история, очень важная. О, да, ну, четыре человека писали сюжет, я уже рассчитываю, что история будет очень большая. Готика, примерно, кстати, третья тоже столько же загружается. Оно прямо сейчас кодится, Станли пишет. Интересно, сколько там сценаристов было. Процедура генерируется 18 миллиардов фейбэк. Баня погромче. Блин, в лоудскрине альтаббаться боюсь, но как только он пройдет, попробую сделать, да. Игра сейчас проходит Quality Assurance, да. процедурно. Генерируем Quality Assurance. This video game may not be suitable for everyone. Play to your own risk. Those looking for adventurers do not always find this pleasant. Miguel de Cervantes дает нам знать. Чувак, ты не знаешь, через что я прохожу daily basis. Забей. Не, Cervantes прошел через больше, я имею в виду, он там книжки в тюрьме писал и whatever the fact. Так что Cervantes мужик. Если сам Мигель Cervantes рекомендует эту игру, автор знаменитых книжек про Дона Кихота и про вот эти все штуки, то, наверное, игра хорошая. То есть, реально... Может ли он качественные хоррором делает сюжеты? Да, давай посмотрим. Я открыл геокэшинг и слейб модерн это как говно какое-то. Я подобрал координаты в интернете. Короче, чувак в ингресс играет. Кто-то секретный стэш положил в эти координаты. Он просто наркоман, короче, и все, закладываешь. Мне надо найти сокровища, которые там лежат и положить туда что-то от себя вместо них. Такая вот эта дела. Такая вот история. Так это работает. Опять мы едем по дороге в начале игры. Что же, блядь, любят-то эти хоррор разработчики это делать? Посмотри, колеса не проваливаются ли в асфальт. Мы от первого лица на машине, так что тут ребята обошли этот выйти из машины и посмотри. Дон Кихот и вот эти все штуки том второй, да? Особенно его писал очень тщательно. Том второй, да, и тот чувак, который написал том второй вместо него и выдал за него. Трава через асфальт проходит. Ну, все. save often you only have one life listen to the sound Bikaria fully explore the environment. man. У тебя почему-то ямайский акцент взялся уже завтра. Окей, man, where are we? Что, блядь? все потемнело. Так. Почему вместо луны яйцо? Блядь. Сука! Черт! Чер... Кирилл! Здесь проник в эту игру, наконец-то я нашел овальную луну в какой-то другой игре. О, черт! Сука, чат, вы знаете, каким смайликом нужно спамить Блядь Сука, блядь, сервантос, ну выйди в окно и посмотри Я понимаю, что цепью привязан к кораблю, но блядь Выйди на улицу и посмотри Она даже не овальная здесь, она вообще какая-то картофельная, блядь У нее вообще не симметричная форма у этой луны, пиздец Сейчас я баню отрегулирую, да О, господи, блядь И, помимо всего этого, 15 фреймрейта эта игра мне показывает, ровно 15 Ложан Real Engine Нет, нет, Game Guru сказал же Я знаю, такой сайт был, движка такого не знаю Что? Движка такого не знаю, знаю, такой сайт Не, ну движок уже, да, есть Ну вот, эээ Да, не полная луна, именно так, да Короче Ебать Окей, стабильные 15 фпс выдаёт эта игра, давайте посмотрим Все еще лучше, чем Gothic 3 Forsaken Gas, я имею ввиду Как пользоваться Field of View слайдером, я понятия, блядь, не имею Я пытаюсь на него нажимать Но, оно не... что? Как, как, как мне пользоваться Field of View слайдером? Оно вроде... Я не понимаю, куда сжать этот курсор, блядь, пиздец, не помогает мне ни в чем Ап Оооо, what the fuck, где... Как можно было испортить... Вот, я примерно об этом говорю Как ты думаешь, через Quality Assurance Team вот это говно бы прошло или нет? Я не знаю, о каких людях ты говоришь О любых, блядь, буквально о любых людях с глазами Вот моя квалификация для этой Quality Assurance команды Два глаза есть? Принят Но если у него нет рук Ну, блядь, ладно Посадите рядом с ним другого человека, у которого нет глаз, то есть рука? Да, да, да Это будет идеально, идеальный Quality Assurance, да Блядь, окей, Fof не хочет со мной дальше работать, ладно Хаест А у нас было... а, у нас был медиум настройки Ага, и было 15 фпс на медиум настройках Ага Прикинь, короче, на ловост Трафк двигаться перестает на самых минимальных настройках На медиум начинает двигаться Хаест и медиум вообще не вижу, чем отличаются между собой Так Понял, какой стороной кружка нажимать? Нет То есть на кнопке я нажимаю центром, вроде работает Мы поставим ловост И, блядь, ловост настройки работают точно так же 15 фпс Ну, значит, эта проблема не в... Не со стороны графики Это значит, что... Эта игра стоит 100 рублей в стиме, понимаешь Так, у нас есть записочка И, конечно же, у нас есть записочка в этой игре Эхе-хе-хе-хе-хе Эхе-хе-хе-хе-хе Вас сломает, что заставит меня гео-кар Я имею интересную кладку в магазине для вас И вы не заберете, я вам это Вы можете заметить, что вы уже достигнуты Соединенные я вам дам Я не люблю гпс И все эти модерны Вы вырвите как жить без них Я оставил ни каких-либо местах Как только сейчас, ты должен просто следить по пути Добавляйте себя Это дерево похоже на чувака, который играет на дудочке Посмотри, такой Я не знаю, только я это вижу или нет Ты ебанутый Да, блин, похоже же Да не, похоже Тут У нас есть фонарик Этот звук помогает тебе найти ноты И это является английским предложением И этот звук, видимо, был вот этот звук Саунд становится выше, когда ты близко Может быть громче или именно по тональности выше По тональности выше, смотри Надо же, не облажались Но вот со словом «ready» они наебались с двумя «л» Очень хорошо Ты нашел первый нот Ты должен делать точно, что я тебе говорю Если ты не хочешь, то что-то может случиться Ты должен знать, что это моё территория Я живу здесь за годы Я знаю каждую сторону этой регионы Но это достаточно для того, чтобы сейчас Просто продолжайте идти Ты увидишь следующий автоматически Продолжайте идти Тургайд Бл*** Я, понимаете, я не могу переводить это на русский Оно слишком хорошо написано на английском, чтобы пропускать эту возможность Почему нам Роман Белик записки читает Да, блин, ты уж определись, там, Ямайка или Хорватия А слишком, понимаешь, флюентный акцент Это новое слово в voice-acting Флюентные акценты Потому что у каждой записки на самом деле своя индивидуальность Я пытаюсь передать их своими флюентными голосами Разрываете меня на части, Винус Это Сербия, да Это тоже Сербия, что ли? Четвертая GTA, не моя сильная часть Я одна из самых моих нелюбимых А, то я думал, что эту игру тоже сделают Сербия А ты про Ника Белича Правильно, Белича, да Так, ну, мы попробуем не уходить за пределы забора Пока что Играть, так сказать, по правилам Я не знаю, что мы нашли эти конюшни, а тут ничего нет И что я сюда пришел? Ну, 8 FPS Чили-вили, уже страшно было с самого начала, как мы увидели меню только-то что Это же хоррор И я обращаю ваше внимание, кстати, что поскольку эту игру одобрил сам Сервантес То название этих стримов, то есть Хоррор Найт Это тоже вдохновлено Сервантесом Потому что хорроричный рыцарь, он точно такой же рыцарь, как и непосредственно Дон Кихот И борется с хоррорами, как с мельницами Просто от того, что, ну, у него большое и доброе сердце Но он ебанутый в край Я слышал записочный звук Но не дал достаточно факов, поэтому... О, лопатка И мы не можем с ней... Мы можем с ней интерактировать Не можем Ты можешь ходить с шифтами Спасибо, я узнал об этом, блядь, когда я включил первую компьютерную игру в своей жизни Но спасибо И кажется, здесь дорога немного разветвляется И на самом деле нет Видос плохой косплей Я, кстати, его вообще не смотрел Не смотрю, поэтому я даже не знаю Я скорее, когда мне нужен какой-то такой ямайский акцент, я Баюми сразу вспоминаю Это Дота, чувак, но у него очень специфическая манера речи просто И очень низкий голос, поэтому это все совмещается довольно интересным образом Так, что это за дверь? Мы можем интерактировать с ней И найти внутри этого дома ковер И даже посмотреть на него О, вот это ковер Кажется, мы нашли новый перерыв себе Так Бутылочки, баночки, штучечки Противогаз Кажется, в этом дегенеративном патроне противогаза закончился уже воздух Поэтому я не могу его взять Таблетки Они явно юзабл, нет? Они подсвечены, как будто они юзабл, но я не могу нажать на них Я подобрал какой-то ключ Я даже не знаю, я не видел его ничего Ну ладно, у меня теперь есть ключ Распрошелся по нему, возможно Ой, чья там мобила и фонарь Это всегда полезно в играх, давай Ну дай мне мобила и фонарь А, у меня есть фонарь, нахуй у меня фонарь Что-то я забыл, что у меня есть фонарь Два фонаря Два фонаря, дуал вилд фонарей Я бы так, думаю, третий прошел Доска какая-то Кто-то воет Пока что довольно медитативная игра Знаете, такая терапевтическая Как No Man's Sky Происходит нихуя Блять Мы нашли какую-то ВХС-пленку Или что-то в этом духе Терапевтическая игра No Man's Sky Заходишь в игру, выходишь из игры Оформляешь рефанд Терапия Мало того, что тебе врут разработчики Так тебя еще и врут интернета На тему того, что игру можно рефандить Да, ее уже нельзя рефандить Они походу, да Да, там кому-то по голове дали за это Судя по всему в Балде Правильно сделали, в общем-то Почему правильно сделали? Ну, потому что я считаю, что нельзя делать Исключение для какой-то одной конкретной игры Ну, вообще да, согласен Это приведет к еще большей анархии А этого на стиме хватает И оптимизацию, как у No Man's Sky, да Мы нашли водную башню И фонарь, который смотрит на водную башню Мы не можем подобрать фонарь Я не знаю Судя по всему, фонари в этой игре Расставлял Николай из игры 60-й километр Который большой любитель развешивать фонари Вообще везде И почему-то мы не можем нажимать на это колесо Хотя я, честно говоря, не знаю Чего я ожидал, что произойдет Если я вдруг нажму на колесо на этой бодокачке Вода, она будет качаться, нет? Ну, это просто water storage же То есть, как бы, он ни к чему не подсоединен особо, по идее Начнет выливаться Еще какая-то тропинка Которая ведет нахуй никуда Да Мы пойдем через траву Блядь, этот фреймрейт Мне просто плохо от него уже Фреймрейт потрясающий Я вот, ну Я защищаю этот фреймрейт Мне кажется, что Я просто 15 фпс наиболее Раскрывает Да, да То есть, это Профессиональными операторами установлено Что 15 фпс Это самый оптимальный фпс Для человеческого глаза О, веточка О, горгулья Нихуя, я нашел горгулью, народ Ау, блядь Я, кажется, сломал себе нахуй ноги Гаргулья Хеллоу Ты выглядишь как пакет Но На тебя есть записка Поэтому я ее прочитаю сейчас Ты сделал это до кастрюга Очень хорошо Блядь Ты сделал это до кастрюга Очень хорошо А Norman of a normal person Would not wander Around On this time of day And in this area On this time of day In this time of day Ну, вон Солнце Видишь нормально Ааа, okay Ааа Хаа You have overcome Your fear It wasn't that hard Right Isn't that great Now open the gate With the key You picked up In my house Once you through Just go on Until you see the next note Have fun, tour guide Откуда-то tour guide знает, что я ключ подобрал Я мог просто пройти сквозь этот дом По идее, ну, не пропустить этот ключ А в записке написано, что у меня есть этот ключ Было бы неловко, но окей, я открываю дверь Эндертул, в Готике 3 фреймрейт лучше Да, для тех, кто к нам недавно присоединялся Да, вот луна здесь В этой игре овальная Прям лучший, как, ну, в духе Кирилла строения Лучшего нашего, так что Идет по стопам Великих А это ZPS, да Это дает мне какие-то такие вайбы В духе ZPS, в том плане, что ты идешь И какие-то рандомные, рандомный мусор на земле Становится ивентом И как бы больше в игре делать нечего Только ZPS был гениальным, а это говно какое-то Уебищное Бля, вот Я как-то после этой игры начинаю скучать По прогулкам с Петровичем В 35 миллиметрах Ну, я нашел какие-то поселения Потому что там хотя бы Петрович, ну, Петр или Петрович Говорил чего-то И было развлекательно, а здесь просто, ну, Идешь и идешь Что это? Опять конюшня Это что, деревня коней? Это одни конюшня Это что, Комарова? Почему Комарова? Там есть конный клуб верховой езды, короче, и, конечно А, окей Шутка такая Шутка пригородов Питера Мешочек Бля, сложно А, сохраняться, да, игра мне аж предлагалась Сейвов Точно, народ, спасибо, что вы мне напомнили Я сохранился Офтон Сейчас Через неделю тут можно будет нанять кентавров Так, мы нашли какой-то сарай Время разъебать его молотком Бля, это похоже на Long Dark, только тут не надо нюхая делать Мне кажется, это похоже на Everybody Gone to Rapture, только лучше Затралено Затралено Так Это дверь Которая, блядь, не реагирует На мои прикосновения Придется пропустить ее И двигаться, блядь, дальше Нахуй ставить сарай, если он вообще не нужен незачем По крайней мере, всегда над головой есть луна В форме картохи Которая, ну как-то, морально поддерживает, что ли Ребята, я не понимаю, что вы не радуетесь в чате Вы хотели хоррор-игру Вот хоррор-игра Они хотели хорошую хоррор-игру Well, too fucking bad Это вечер хоррор-найтов из Стива О, там что-то светится, народ Мы что-то нашли, по-моему Игра началась Нет Это просто тут Тупо светящийся кусок скалы Который делает нихуя Просто почему-то конкретно вот эта сторона скалы Сильно освещена, видимо, луной И я не знаю, что именно меня здесь тормозит Здесь какая-то невидимая стенка Но я не могу пройти налево В лучших традициях Кирилла, помнишь, там была дыра между, блядь, двумя каменными блоками И мы не могли пройти Да Явное вдохновение О, господи, эти шутки про 3 сентября, блядь, пошли Господи, да А что 3 сентября? Календарь переверну и снова 3 сентября Мы нашли какой-то, мы, по-моему, нашли новый уровень Мы нашли новый уровень в игре Какой-то там one step too far Реально, кажется, что чтобы пройти игру Нужно просто не сделать в какой-то момент один шаг Да, да, да Блядь, и она крешнулась Охуенная игра Не удалось Сука Код ошибки, ну-ка Недавно Короче, кто-то блядь не умеет синтаксис исправлять перед релизом Наши Она... Блядь, а... А, нет, слушайте, она крашнулась Но продолжает загружаться Ебать, это как, как, блядь Кто там Круг или Шафутинский Кто там умер и сделал новый альбом Да, 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 сука Она продолжает загружаться После огромного сообщения Об ошибке, после которого я Ожидал, что игра закроется Да, 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 да Да, 7 тестировщиков было, бляда. 7 тестировщиков было, бляда, 7. Ну, это, видимо, благодаря их работе, то есть они умудрились так сильно протестировать игру, что она крэшится, но всё равно продолжает работать. Вот это да. Ну, кстати, надо отдать должное, у меня в Готике было то же самое, в первой, правда. Гуф за гейм. Блядь. И даже фпс немножко лучше стал. О, крэшнулась та часть, которая всё тормозила. Крэшнулась хуёвая часть игры. Без неё лучше стало. Это реально кодинг в реальном времени происходит. Да, да, игра сама себе кодит. Пока что сюжет игры достоин 4-х человек, да. Рокбайфен прав. Столько сюжетов, столько экспозиций, столько персонажки. То есть явно 4 человека прям сидели, писали, старались. Я боюсь представить, что где-то ведь на планете существуют люди, которым это нравится. Слушай, я даже не уверен, что они существуют. Я думаю, максимум существуют люди, у которых особо выбора нет. По каким-то, блядь, причинам я не знаю. В смысле? Может, в каких-нибудь африканских племенах, знаешь, вождь. Так кудают? Не, может, вождь разрешает играть только в хуёвые хорроры из Гринлайта. О, нихуя, олень. Привет, олень. Олень, chill this fuck. Его вообще насрать. Возьми меня, олень, в свою страну оленью. Поехали. Давай, блядь, я не могу. Сука! Ты уже там. Что? Ты уже там. Это правда. Может, это не олень, это лось. Ну, ладно, в свою страну лосять её, ну, блядь. Сука! Ну, в любую другую страну, что за говно? Тупой лось убежал от меня, блядь. Сука. О, LDR, да, нашли. Дианон. Хе-хе. Да, я тоже поначалу подумал, что это, возможно, статуя или что-то ещё такое. Не, нихуя. У него просто айдол анимейшн состоит из одного фрейма. Олень двигался, как паукан из Айзека. Ну да, рывками такими. Хе-хе. Так, слышу какие-то звуки. Или, да, вон. Рукмафи и эскимосы продают шкуры в обмен на хуёвые хорроры из Гринлайта. То есть, реально, какая-то такая очень специфическая ситуация. Типа, знаешь, там, какие-нибудь охуевшие родители не дают ребёнку играть в какие-нибудь игры, типа, популярные, там, ассасины GTA. А в хуёвые хорроры из Гринлайта дают. Я не знаю, я уверен, есть какой-то рационал, который это может объяснить. В чьих-то головах. Какой-то КНД описываешь вообще. Да, да, да. Ну вот, ну это реально вот единственная аудитория таких игр, мне кажется. Потому что, ну, блядь. Ну и Ксардос ещё, блядь, который играет вообще во всё. Он карточки же фармит. Ну да, да, он карточки фармит, я знаю. Ну смешно шутить просто. Мы нашли какую-то... Есть же даже специальные штуки, которые фармят карточки тебя. Ну, Айдолмастер, да. Не позволяйте его ловить тебя. Ты не первый. Оу. Сюжет начинается, народ. Этот чувак, походу, заманивает меня. За своим геокэшем. Айдолмастер. Айдолмастер. Давай ты мне покажешь свой геокэш, а я покажу свой. Что-то в этом духе будет происходить. Ужасно. Ну мы взяли Акс. И я не знаю, нет ни одной кнопки на клавиатуре, которая что бы то ни было с этим Аксом делала. Да он для стеллскиллов, Витас. А, да, точно. Я давно не играл в хорошие игры просто. Да-да. Где все объяснено логически. Ну вот, есть какая-то православная деревня там, судя по всему, или православный замок. Мы туда пойдем. Просто игра предупредила, что ты не первый, кто ее купил, черт жал. Моя, моя, знаешь... Так, минуточку, там какая-то живая... Блядь, там голубь нахуй! Знаешь, я вот сейчас, смотря на это, подумал... Ни разу в жизни не видел в игре голубя вот такого вот. Реально никогда. Вот с зеленой шеей, блядь, и со всей хуйней такого вот тру голубя. Это первый раз. Ну... Добро пожаловать, не знаю, с почином. Супер. Я... У тебя это показатель хорошей игры или хуём? Это показатель наличия голубя. На самом деле, вот... Я представляю люди, которые апрумят игры в Steam Greenlight. Голубь присутствует. Это чек. ППСа нет, сюжета нет. Голубь есть. Голубь переваливает все. Голубь сто процентов просто. Хаха-хах. Аэ... Короче... Вот это вот, мне нравится вот это построение кадра Мне кажется, в принципе, что Это тоже могло Потенциальный кандидат на наш перерыв Типа, знаете, вот это вот горгулья, блять Овальная луна, нахуй И голубь тусит на этой горгулье Ты знаешь, это подойдет тебе лучше, чем Дженсен Да, реально, мне нравится пиздец, народ Сейчас мы запишем немного новый перерыв Я подберу, где голуби будет пиздец Хорошо видно Это вообще настолько хоррор из Гринлайта По крайней мере, можно сделать две заглушки тебе Одну на Хоррор Найт Это вот чисто под хоррор, как будто бы, да Бля, как бы так Чтобы и голубя видно было И горгулья силуэт вырисовывался И при этом луна не была совсем в уебском положении кадра А, в Hell 2 такие голуби были, да Вон, картинку запастили Блин, они так не привлекали к себе внимание, как здесь Блин, ну вот, типа того Разве там такие были? Там, по-моему, они черные были, нет? Там вон скрин даже вроде запастили У меня почему-то картинка не появилась Эээ, ну, мяч от сломался, короче, понятно Может быть Блин, я не знаю, подсветить ее фонариком или нет Подсвети, подсвети, подсвети еще Фонарик это же непременный атрибут любого хода Надо как-то менее подсветить, чтобы не совсем силуэт был Хотя мне пиздец нравится силуэт Но в чате говорят, что непонятно, что это голубь так иначе Давай вот так тогда оставим Да когда он двигается, будет понятно Если какое-то время Минуточку буквально подождем Я запишу себе эту анимацию для перерыва Бля, ебало надо отключить, да, сейчас Можешь оставить? Не Так, сейчас Так, вообще, блин, записывал бы Ты что, до этого места не пройдешь потом? Или сохраните в этом месте Записал бы в нормальном качестве битрейт Так, это нормально битрейт-то будет, что? 4 500 Петрович тоже на ОБС записано, ничего Ну ладно Так, как, блядь, где они? И топы тоже надул, да Сейчас чуть-чуть-чуть народ повесим Это принесет нам большие дивиденды Впоследствии Как у вас дела? Без фонаря? Ну давайте я запишу пару минут с фонарем И пару минут без фонаря Кто-нибудь заведите голосовалку На тему того, что-то больше нравится с фонарем Или без фонаря Рамку оставил, что? Нет, все, у тебя уже все, все, все Запаздывает Петрович был из игры 35 миллиметров Тоже, стримили ее? С фонарем ощущения, видите? Ну окей, сейчас тогда без фонаря сделаю тоже Ну вот этого, я думаю, нам хватит Потому что тут ничего В Петровиче проблемно то, что двигается камера А здесь камера абсолютно статична Поэтому хуй с ней То есть как бы тут много-много этих кадров не надо Буквально минутка-две Зачем? Ты что, а зачем столько? Даже меньше минуты можно Елки все же двигаются Поэтому все равно будет видно Когда ты одно фейдешь в другое Если ты не будешь, как бы, вытрачивать Точный кадр искать Лучше, когда больше есть Может, чтобы фонарь драматично включался, типа Можешь фликерить его Да Голубь заменяет, Петрович Какую же Горгулью выберет Голубь? Сука, конкурс еще надо придумать про Горгулью Мне кажется, тебе нужно реально записать там Минутку с фонарем, минутку без фонаря, короче Я более-менее записал минутку с фонарем уже Я сейчас без фонаря записал Это лучше я сейчас попробую с фликером записать Типа периодически включающийся фонарь Кролу Горгуль, как будто еще один здоровый Голубь, реально Блин, да, реально, только не Голубь даже, а Ворон какой-то Это птиц, птиц побольше Охуительный Голубь Мне кажется, реально вот Все анимации, все аниматоры в игре работали над этим Голубем К нему вообще претензий никаких нет Ведет себя как настоящий Голубь Сидит на Горгулье, я имею ввиду 24 на 7 чистит перья Это то, что Голуби делают Если бы рядом был где-нибудь Макдональдс То он пиздил бы Картофан оттуда Прям, у меня как-то Воробей спиздил Картофан прямо изо рта Вот это отстойно было Прям, ты уже Я его только положил туда, грубо говоря Нет, я его не жевал еще Но я его как бы положил туда в момент, когда я отпустил пальцы Но еще не закинул Картофан себе в рот Подетело это сука и вытащило его Надо ли говорить, что я настолько охренел, что не мог сопротивляться Ёбаные воробьи Так, ну я думаю, что собственно готово Сейчас я включу все штуки Я думаю, что это будет замечательно Так, это не то Упс Щедрейшие господа Вот эта хуйня, которую я спел Заново включить Пока, Skylon Нет, TowerFalls он не добавил А то оно было бы хорошо Чего не добавил? Он потом не добавил, тебе все равно никто не поверит А, Воробей-то? Срань Так, где рамка-то у меня была, блин Чат на экран Рамка Не та рамка, сука Это шо? Это же же Сверху, блять А, это не чат, это Donation Go, который уже не активен Так Все, вроде все есть Мы можем продолжать Посмотрели на этого голубя Замечательный перерыв все сделали Вот бы еще таймлапс можно было записать Вот бы Skybox вращался Типа это луна, блять Но нет Так, ну ладно И press it open the door О, там Тян Хай Тян Что ты забралась на эту На это здание О, горшки Я помню горшки из игры Obscuritas Перед тоже дверью Они были духуя важны Ну, давайте откроем Мы вроде ногой ее открыли Что-то с каким-то громким звуком Так, окей Еще один лоудскрин Я надеюсь, что на этот раз игра не крешнется наполовину Не, а может быть отвалится еще кучки, которые фпс живут А, да Было бы неплохо Топор убили дверь Кстати, да, мы скорее всего топором ее открыли Поэтому звук такой был Это объясняет вещи Сохранится, да Пайзон, ты прав Надо сохраниться Не, лоудскрин на перерыв Не очень интересно ставить Так Мы где-то И тут фреймрейт вроде как Нет, такой же хуевый Сейв Гейм Так Ну что, мы в каком-то старом, блядь Страшном Говне Это какой-то Какой-то мужик Витас, Витас Это хоррор из Гренвайта Ну да Я и говорю О, записанка Ты нашел способ И managed to get into the building, ман Excellent Теперь я хочу сказать вам что-то About this building You are in a bricks-filled asylum Asylum It has been abandoned since 20 years now But that doesn't mean it's empty, ман Теперь ты с Ямайки и из Румынии одновременно I've been here before This place It has its own rules I must apologize The real challenge I have prepared for you Hasn't even started yet Until now Search the next note, ман The tour guide Сука Ну окей Нам сказали в этом письме Что challenge даже еще не начался Бля, ищи следующую записку, чувак I need a key Ааа Нам нужен ключ Если бы я был ключом В отстойном хорроре из Гренвайта Где бы я был? Не в этом стуле Я бы был в шкафчике Но в шкафчике открыть нельзя Ммм Ааа Может быть Может тут элементы платформера Вели и надо попрыгать По кровати Нет Вряд ли Блин Ну я почти уверен Что шкафчики Просто я не умею их открывать Внутри этой А, вот Действительно шкафчик Только уже открытый Такой твист был Небольшой Оп Мы открыли дверь И там что-то из... Кафельная плитка заискрилась Ээээ Это бывает Еще одна горголье Коротка замыкания Кафельной плиты Да, да Постоянно вообще Перемотали хуево Кантал Да, да Хуево намотали плитку Еще одна горголье Помните мультик старый про горголи Клевый был О, офигенный мультик был Охуенный, да Охуенный, да Охуенный, да Есть причина Во preset Охуенный, да Ха-аха Чешно Дво- Ты же Расисс НАаа Ха-ха-ххitas Ха-ахх-ха-ха-хх... Ха-хх-хахх-ха-хх Ха-ххххх Нет Довасского Все люди из города уют Субтитры делал DimaTorzok You should look after the Red Cross I will guide you The tour guide Такие вот дела Чувак потихоньку оправдывает то, что он собирается тебя съесть, по-моему По-моему, да Ну, то есть он, типа, такой же Вот, блядь Ходить в магазин за продуктами, это плохо А, короче, кидать копья в голубей на горгульях, это заебись Человечество таким и планировалось И под конец ты станешь таким же, как я Очень интригует Так Что у нас? Дверь Открыта Ебаный фонарик ненавижу, так как не работают фонарики О! Тут есть какой-то Какой-то чувак И у него очень Хуёвые текстуры Вот здесь То есть это, видимо, даже не текстуры Это, видимо, просто дыра в модельке, блядь И его просто тут каким-то блоком зашли У вас очень тяжёлый, короче, кейс хуёвых текстур Вот здесь и вот здесь Я думаю, что нужна операция Да, надо дырировать Есть шприц Который мы не можем взять И это то, что игре надо научиться делать То есть если видно, что объект яркого цвета, блядь, ярче, чем все остальные объекты в ёбаной игре То он, наверное, активен Если он не активен, то это отстойно То, что было Должны отслеживать плейтестеры, по-моему Ты имеешь удахуалити ашуранс команды Да-да-да Которая в твоей голове живёт Вот бы появились добрые люди, которые отбирали хорошие игры Кто добрые люди? Им платить должны И им ещё и должны платить Ну тогда Валве должны просто сделать Витас и его сказки на ночь Что, что людям платят за работу? Чё? Я жалюю, что кому-то нужна эта работа Ну, всем нужна работа Как бы какая-то Площадке нужна эта работа А ты думаешь, бета-тестером быть лучше, что ли, блядь, любой игры? Нет, конечно, я не знаю Ну так Тут есть крест какой-то на стене Говори про то, что им не надо платить Ну как, не надо платить Надо очень много платить просто Площадке невыгодно создавать подобные рабочие места Да, ну брось, блядь Это Валве Ещё как выгодно Что им выгодно? Им выгодно получать по 100 баксов за релизы хуёвых игр в Гринлайте Вот это им выгодно Ну, тут ты прав Но мне кажется, что это им выгодно в краткосрочной перспективе А в долгосрочной Я им это не очень Ну что, думаешь, они испортят себе имидж? Да Да? А, ты не забыл свой же тезис о том, что они как бы монополия И им как бы похуй на имидж? Ну, я уверен, что они так думают, но... Я уверен, что так и есть Вдруг Вдруг появится какой-нибудь... Вдруг Гагецкий вырастет Да, или Ориджин Ага Нет, Ориджин вообще забей Это Electronic Arts там для себя сделали хуйню Они там ничего не хотят с ним делать Ну, 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 таку.нет, например, сайт тоже Конкурент Стима, мне кажется, сейчас главный Если вам нет 18, не гуглите Не гуглите Я смотрю тебя, не забывайте их Откуда О, блядь, здесь будет СЦП Сука, какой-то там, какой-то, который надо постоянно смотреть Ой, что, заброшенный дом, потом будет больница, потом кукурузное поле? Как кукуруза? Сейчас, кстати, сезон, я ни разу не купил Сейчас еще сезон арбузов, я ни разу арбузов Сезон арбузов еще не начался, что-то Не, сейчас говорят, уже пошли нормально Да? Я думал, я думал октябрь А, так вот, мистер Гаргоэль Мистер Гаргоэль Будет Нападать на нас со спины, смотрите Ебать Мистер Гаргоэль, блядь, очень сильно напряжен сейчас Он отъел нам половину, а мы теперь на него смотрим Он даже не знает как быть в этой ситуации Он весь дрожит, сука ОАААААААААААААААААААААААА creature CTA Это вы захотят, а ты здесь со мной Ххрртрт сука Гарголь о'ебала, как будто она такая Лаааааа Или квааa Как же смешно Мне нравится когда Т leisten нормальную анимацию ергон делает трясущуюся saçisan камеру красный фильтр И это в принципе Бля, а было бы прикольно, если бы на этой горгулье тоже голубь сидел Было бы охуенно Голубь лучший актер вообще Это был бы в принципе бастион такой, знаешь, из Overwatch Только с голубем А не с воробьем Бля, отебись нахуй, слышишь? Я не знаю Я даже не знаю, что именно в точности она Да, да, да Я даже не знаю, что именно в точности она со мной делает, когда я отворачиваюсь То есть у нее положение рук никак не меняется Она просто долбится в меня, блядь, головой Очень похоже, что это именно то, что происходит Артур, ну голуби-то анимировать легко А ты попробуй атакующую тебя горгулью анимировать Ну, я не говорю, что это У нее как минимум есть две руки, которые надо отдельно анимировать, не правда ли? Ты же не говоришь, что это просто, но это необходимо Не-не-не, это просто Артур говорит, что голуби-то они анимировали, типа Такой, ну еще Ты нашел ответы, посмотрите на шоуэрс Ты найдешь ответы В пейнте, явно в пейнте нарисовано Блядь, это говнище Сука, ну ладно, хуй с ним фотошоп, ладно Ну, типа, гимп скачайте, он бесплатный, блядь, там лучше это выглядит Оооо ох Мое СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛАСЬ ПОТОМУ-ШТО ИГРА КАЛЛАЙТ Что? Я себя идентифирую как в атаке Гаргойлда Сексуально идентифирую О, ебать, Evil Within Электрический стул Надо сесть в него и прокачаться Я знаю, я играл в эти игры Бля, не получается Игра не дает мне делать вообще ничего Я не понял Тут же только... Я отвернулся и... Тут же только что дверь была, нет? Или что-то в этом дыхе Я просто отвернулся посмотреть на чат Я типа краем глаза увидел какую-то анимацию Типа, ага, я отвернулся на чат посмотреть Тут же что-то появилось А теперь есть только два шкафа абсолютно ненужных The fuck? Что делать? Еще один шприц лежит Бля Вот жизненный урок Не отворачивайся читать чат Тебе не пригодится лиц Почему? У меня есть чат И есть шея, которой можно отворачиваться А, так, шуточки А, понял Гаргулья опять И здесь кнопка тап, к сожалению, не выдает мне подсказку на тему того, что делать Бля, ну мы здесь, да, мы здесь взяли ключ И нам надо Ивл Кирилл Если в этой игре было в DLC, где ты играешь за голубя, то было бы охуенно, я бы играл А, ну, я не знаю Хат, ауфул бойфренд The horror This is, uh... This is your point of interest The door leads to the north wing, but it's locked Finding the key won't be difficult The only thing you should be aware of are the guards Follow the Red Cross, man Доргайд Что-то кровища какая-то Еще одна горгуля Ой, ебать, эти шкафы открываются А этот нет А этот, да, этот тоже, да Что-то, ну, оговорил шкаф Стыдно даже Перед шкафом как-то I need the key to open this door Так, я надеюсь, что ты не будешь есть мне ебло Хорошо Аппад, аппад! А-а-а! Меня напугала гаргулья в этой игре! Good job! Хорошая работа, игра. Ты взяла меня врасплох. А теперь я подвину эту гаргулью куда-нибудь. Э-э... Я её экшель двигаю сейчас. Привет, Андрел... Эм, джоэши. Рэймос, так никто и не пиздит на хаталху, бойфренды. Я не играл, поэтому не могу судить, Алитос говорит потрясающая игра, поэтому я ему верю Охуенная игра, да Как минимум у людей были яйца, чтобы сделать подобное Перепелиные Открывайся, дверь, давай Нет, это не связано с ССП, по-моему Нет, это игра не связана Почти уверен, что ни один ССП не является статуей Гаргулья Кроме тех ССП, которые произвольно меняют форму и визуальное, короче, восприятие Блин, мне немного сложно эксплорить, когда Гаргулья постоянно На моей заднице Бля, как я должен это читать, если ты, блядь, стоишь и, сука, рвешь мне ебло сзади Мое ебло сзади То ебло, которое у меня сзади Сейчас дает О, блядь, вот это, вот это, блядь Вот, вот это записка, вот это записка, блядь Это записка в хоррор-игре Я прочитаю ее ради вас Не, а значит, что нахуй это Нахуй вас Оно того не стоит Там про каких-то пациентов, короче, каким-то пациентам тут ебало оторвало Вот и из-за этого вся трагедия случилась в этой хоррор-игре Тенераторская машина Да Золотой шприц с золотом Кому-то нужно Видимо, эту ткань и веста лечили Золотой шприц вообще так называют эвтаназию Серьезно? Первый раз слышу А, ну, или золотой укол Ну, это, как бы Это не совсем эвтаназия Это, скорее, самоубийство Безболезненное Это и есть эвтаназия Но, когда ты проводишь это сам себе Это не эвтаназия И, когда это самоубийство А тебе больно на душе, а не в теле То это тоже не эвтаназия По-моему Ну, я че могу по этому поводу сказать На ютубе эта хуйня точно не будет монетизирована теперь Упс Ну, до факен Так, мистер Гаргоэль Так, нет, мы отсюда пришли Так, ну, в этом В этом нихуя Здесь, кажется, экономика страны Тут Тоже нихуя Ребят, которые просят Следующую игру Вы серьезно думаете, что Следующая будет чем-то отличаться? Они нахуй все Одинаковые, блять Не, чувак, они настолько разные На самом деле Ну, периодически Какая-то, да, какая-то разница есть Но в целом Это Это скорее всего Симулятор ходьбы И за тобой ходит ебака Да, в каком-то В каком-то виде Да, ты сейчас описал какой-то суперноваторский концепт Вот бы кто-нибудь игру про такое сделал Бля, да иди нахуй Витас Ой, чайник Спокойной ночи, Вантус Может, там ВПС получше будет Ну, разве что, да Новеллу Вы хотите новеллу? Продолжай Я это переживу? Конечно, переживешь Ну, хорошо, да Мы прочитаем еще одну главу новеллы Сейчас я только хотя бы Докуда-то в этом месте доиграю И мы сделаем перерыв А потом мы остальное время будем Новеллу играть Underground Man как-нибудь потом уж Ебать, эту коробку расхуяривала О, щет Что, чат, что с коробкой делать будем? Тут, тут, это даже не Это даже Я не знаю, вот Я чувствую, что должен прийти Розиэль, короче, из игры Soul River И разрулить это Он вот с этими коробками умеет обращаться Я хуй знает Что с этим делать Что в такой ситуации, как поступать Это коробка и страpped Да Одинок хоккейт Ебаный нахуй Ключ, блять Где он, блять Говори Гаргулья, блять Ты тоже говори Ебать, ебать Она Черт, она чуть Я думал, что Она так клонилась Я думал, что она сейчас упадет Будет смешно Или под землю провалится Просто самые бесполезные ебаки Да, да, да Нужна игра про бесполезных Про хороров, которые не может тебя напугать Я имею ввиду Которые очень пытаются И не может это сделать Но технически что-то в этом духе Пытался сделать спуки хаосов Ну да, но он все-таки Только у них получился пугать У них получалось лучше Значительно, чем у многих других, да Потому что они тупо не запаривались И решили сделать просто тупо Джампскейр А они все еще работают Когда они сделаны так Лайт-хартедли Нет Фу Плохая горгулья О, ё, это очень триггерит Я слышу музыку О, рабочий кабинет чей-то О, так Я, короче, типа начальник этой горгульи О, анти-хоррор Ребят, там Нет Нет Анти-хоррор, да Комар, там вот это все Я чувствую себя начальником Сейчас в этом кресле И я вот прям Чувствую, как будто Горгулья пришла ко мне на прием Я могу повысить зарплату Или спросить, где водка Это записка нечитабельна? Вот говнище Че, я нихуя сделать ты не можешь? Если я, блять, если у меня Если я начальник Если я начальник Если я начальник по высоте Что ты можешь сделать, горгулья? Нихуя, я могу Ничего не можешь сделать, даже когда ты за столом сидишь Все, начальник и все Ну-ка давай, я сяду за столом А, она пытается залезть на стол Она пытается стать начальником сама Ебать Да ты умственно отстала Посмотрите на это говно Думаю, что социальный лифт существует, блять Ебаный пезант, блять И могу я покататься? Ебать, мы катаемся на горгулье, народ О, е Блять, она двинулась под нами только что Это было охуительно Отвернись от нее, посмотри наверх Да я пытаюсь, да, но нет Она типа по XY считает Ну, точнее, по X увидит, что мы там По XZ, точнее И нихуя не двигается Как бы мне Типа она О, 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 блять О, ебаный рот Еееей Семь тестеров Еее Гаргулья Ну, ее дух сломлен I'll break your spirit, горгул Сука Она не знает, как ей быть Она такая, блять, что делать Самая юзла с ебака, блять, на планете, блять Сразу же после пенька Я серьезно, блять Пишите мне на почту Если вы разрабатываете уебищный хоррор для Гринлайта Дайте мне денег Я вам так оттестирую, блять, все И уебу еще за это Но это так Дополнительный бонус Я даже Mankind Divided сломал Я прирожденный, блин, бета-тестер Едор Блин, я могу похвастаться только тем, что сломал Red Lake Но она там и так Тихоя не работала до этого Было прикольно, если бы ты потом аккуратно слез с горгулей Она продолжила так крутиться Короче Все, окончательно, знаешь Просто сломано Брокен, да? Брокен бойс Начальник доминирует над подчиненным расовым меньшинством Скачать без регистрации смс Да ладно Такой, короче Мой босс из дик Так, теперь две горгульи Это, походу, горгульевая полиция, короче Они недовольны, что я сделал с той горгульей Хоррор полис Вам не страшно Ого, смотри-ка, четыре горгули Четыре горгулья Раз Горгулья Два Горгулья Не, неправильно Раз Горгулья А, 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 а Два горгулья А, а, а Три-четыре, блять Короче, этим шестерым горгульям пора бы уебывать отсюда Иначе кто-то им сломает так же ебало, как предыдущий Они дзыки И же самое смешное, они тебя никогда не аутранят в спринте Поэтому я просто могу нарезать круги вокруг этой комнаты До того, ну, до того момента, как пойму, чё, где лежит ключ То есть, буквально Тут нет стамины просто, поэтому эта игра лучше, чем Evil Within Здесь ключа нет Это не открывается Бля, вот на самом деле они только вот могут зажать, так сказать, в хоккейных терминах в коробочку И Будет плохо Йету пикап, 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 где Где ки Здесь где-то был, горгулья, блять Кстати, на этом уровне фпс поднялся Ну да, чем меньше уровень, видимо, тем он попроще все Ну, блять, где вот здесь же был ключ Зе ки Зе ки Зе ки to the door Бля Разъебитесь, блять Так Сейчас мы тут подождем, пока мы отрегенимся Да-да, Тен Магдан Доктор кто, да, ангелы, да ССП еще запастите то, которое в стену пялится Этот троп мы знаем А, он в гастрюле лежал, этот ключ, пытались из него суп сварить Бля, меня немножко зажали, но я самый профессиональный игрок в... как там, блять, это игра называется? Я не могу, у меня без... ну, без того стула у меня прыжок недостаточно высокий, поэтому не могу Но... ключ теперь у меня, так что горгульи переиграны И... Кто-то сейчас откроет дверь Блять, четыре триггернутых горгульи, которые дрожат, это вообще охуенно, блять Еще одна Ты... Блять, они все такие выстроились в коридоре, пиздец Осталось найти человека хоть одного на планете, который реально в это поиграет И... ну, такой, да, типа, это было страшно, блять Особенно тот момент, когда я нарезал круги от четырех горгульй, чтобы поднять ключ Ау Так, я сейчас пытаюсь читать Мистер Гаргойли И... ты мне, блять, не помогаешь в этом Ааа Блять, меня сбоку просто тупо подрезало Гаргойли И... переместило меня от записки Это было... очень интузивно Ааа, блять Как мне читать, когда эти пидорасы здесь? Я не могу читать записки в этой игре, чё вообще? Четыре сценариста, вам не обидно, блять, что ваши записки игрок не может прочитать из-за Гаргойли Так Дверь Ну, блин, я даже не шучу, мне интересно, чё в этих записках написано Ааа... Тургат только что предал моё доверие в плане того, что мне было интересно, что в записках Потому что там в этой записке буквально не было нихуя Ну, вэл, 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 блядь, кто снова начальник над горгульями, а? Ну-ка, дай-ка, блядь А, сука Бля, тут, ладно, тут, тут Семь тестировщиков сделали своё дело, а я не могу запрыгнуть на горгульи в этом сегменте игры Так, здесь я уже был Ебаные горгульи Типа, ген, горгульи Ключ 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 подобран Подобран Литл Киос замечает, что Зулин, заметь, когда ты раненый, экран светится красным Менее темно в игре Это как ПНВ работает ракетным Раненым в темноте горгульи и видишь, а так нет Ну да, то есть как бы Реально, когда на тебе немножко травма, освещение как бы больше становится Ты видишь то, что было в тени до этого Потому что, ну, блядь Стрессовая ситуация Стресс, да, да, логическое объяснение Крайне очевидное Сейв, 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 сейв Сейв Да, я могу Ей, мы кажется Схватился за ручку Да, да, да Плод твист горгульями управляет голубь из специальной комнаты Так, голубь Зрачки расширились от шока, ну да Стрессовая ситуация, да С, ээээ Объяснено логически По идее, они должны от темноты расширяться так-то, ну ладно Ну а от стресса они еще больше расширяются Просто больше глаз Кровь, кровь в глазах преломляет свет, да Кровь в глазах преломляет свет Блин, лоудскрины тут, конечно, долгие А как горгули и дамажат вообще? Ну да, это тоже говнозад Я тоже пытаюсь всю игру уже понять Этот вопрос То ли они просто бодают меня очень сильно То ли еще что-то такое делают Лица, посмотри Ре-77 Это очередной клон Петина По скринам выглядит неплохо Качается бесплатно по первой ссылке Ре-77 Вообще лоудскрин закончится, посмотрим 1-2, 1-2 Q, не знаю Ну, следующий уровень посмотрим хотя бы Я не настаиваю, чтобы ее прям до конца Ну, интересно, что там Торион 30 задает Чрезвычайно справедливый вопрос Прыгая на горгулю Ты становишься голубем или нет? Это был бы супер твист в этой игре Я бы вообще все простил Что я делаю с губами? Посасываю пипеточку Мы больше не в этом ебаном Сосайлуме Мы вышли из Сосайлума И теперь мы Вот у этого, блядь Что это, блядь Игдрасиль, нахуй Это теперь игра с религиозными подтекстами? Ты мне ответь, блядь Я вспомнил сразу же Голгофу из какой-то еще игры Которую ты играл на эти О, да, да, да Была там, где надо бы еще черепа собирать Или что-то в этом духе, да Типа того, что это было за игра, блядь, блядь Я же запомнил название А, you must die Не, я еще не прошел The police немного, отвлекся Витас сосет пипетки от писка репан У меня оральная фиксация, народ, так что Я теперь буду остаток стрима вести вот так Now you feel what I feel fell for so many years, man Loneliness, cramp Что, cramp 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 Is that a cramp Вань, ты можешь загуглить именно это, потому что Cramp, ну типа, это когда просто ломит что-то Сейчас, я не вижу просто это слово Cramp 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 Судорога Да, да Да, понятно А теперь добавь к этому Еднес Они придумали новое слово, короче Окей Судорожно, короче Судорожный и так далее Коптивити и паранойя I want you to understand I am in charge now I decide what happens I had to lure you There is no cash Сука No cash No cash What the fuck, мам No money, no money Я, блядь, думал, что будет cash Я не понимаю, почему все еще нет cash То есть игра все еще могла бы держаться своей вот этой вот дебильной, блядь, игры Дебильного scavenging hunting Но при этом добавить этого ебанутого персонажа, короче Который, ну, оставить cash А теперь я чувствую себя преданным, пиздец А, блядь, да, но уже фаербёрт все пользуют, блядь или гугл-инбокс дебил Ты моё сейчас Ты что, в поликлинике? К Голубю, к доктору Голубя Он же сказал, что он вотчин тебя со своего Outlook Outlook, да Значит ли это, что это реально Голубь? Голубь же сидел на горке Это был Outlook Сука, confirmed Голубинати Пиджонати Вот это вот, этот елдак из земли похож на Outlook немного чем-то Может быть к нему надо идти О, череп! Ааа, горгулья! Хе-хе, сука О, блядь, чё, и баба? Аааа! Найс! Тян! Хай, Тян! Чё, баба тоже? Баба тоже, походу, да Да, блядь, и нахуй, горгуля Абиг Бибout Да, баба, причём она ведёт себя абсолютно точно, блядь, так же Ааа, Кро... Корнэйд Найт Почему рот горгулей находится на уровне пояса и рот всегда открыт? Ну, потому что, это Гаргульясосунья Пенисов Тсс Вот почему у женщины есть Вот это место, я не знаю, но имею ввиду Почему оно обломлено так, что, кажется, что Это и не женщина вовсе Это игра какую-то трансфобию предъявляет Или что Почему у этой статуи есть соски, блядь Чё за дегенерат, блядь Автор статуй Не знает, как статуи работают Она ещё и... Статуя никогда не будет держать собственный вес Под таким углом, без опоры, блядь Да ну нахуй, я... Я, да будет вам известно, победил в трёх сезонах передачи Битвы скульпторов Да, скульпторы на льду со звёздами There is a way out Ну, спасибо, блядь Это явно не этот путь А, нет, этот Чем она дамажит, да? Квот Витас, делали ли Жила, кантал, поверх, никель Или титан, клептон Если да, то это надо термоконтроли парить Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То, что у тебя ядро, короче Если у тебя ядро Кантал, то термоконтроль нахуй не нужен Ты, в принципе, можешь его титаном, наверное, обмотать Потому что там напряжение Поэтому титану идти особо не будет Но загугли еще получше Потому что я хуй знаю, серьезно Я делаю только кантал на кантале Никелю вроде термоконтроль Вообще нафиг не нужен Если это никель 80, да, потому что он сам по себе Дезидентный Ну, ему, в принципе, не нужен Бля, и теперь мы в каком-то замке с черепами, блядь Сундуками, нахуй И я почему-то не могу остановиться сейчас Я вообще, у меня руки не были на клавиатуре Но, тем не менее, герой продолжал бежать Готов, гоу, фаст О, нихуя, креветочки, блядь, нет, сто Я думал, что это креветочки Блин, ну вот, я есть захотел Я купил фарш сегодня, говядина У тебя же вроде был еще, или ты все уже Не, у меня куриный был А, а я себе взял фитнес-хлопий Еще никогда я не был так близко к фитнесу Пиздец Так Бля, вот это данжен Вот это геймдизайн, блядь Вот это ключик Вот это... Блядь Сука, чё? Что это за черный квадрат, блядь, Малевичу? Блядь! Этот черный квадрат страшнее всего, что в этой игре я видел до этого, серьезно О, господи Это было охуенно Реально, надо, чтобы кто-то сделал геометрический хоррор Про фигуры И чтоб страшные фигуры Это реально челлендж для... Тоби 3D, ты здесь? Да, Тоби 3D спиздил кого-нибудь игру Про геометрические фигуры Пожалуйста, это... Блядь, этот стол, короче Сука Этот стол освещается сам Он, видимо, люминесцентный Он... Вот такой вот Хебаный нахуй Да, вы спугнули квадратик, народ Он убежал от нас Посмотрели на него, он шугнулся и съебал Нам нужен реально геометричный хоррор Вот реально задание гейм-гейм-дизайнера Если вы можете сделать геометрические фигуры криповыми То... Вы можете... Делать хорроры потом Нейкс-нейкс Любые вот эти фитнес-клопья, которые хай-файбер Они ослабляют, да, это правда Чего ослабляют? Но... Помнишь, я тебе показывал стендап этого... Австралийца? А, в этом плане ослабляют? Вот, да Именно в нем Клеща откажите Ну да Так, у тебя фитнес-клопья, типа, там, на овсе или на чем? Ну, вот эти, которые твердые сорта Твердые сорта, чувак Не мюсли, типа? Да, да Не, не мюсли Ну такие, короче, овальные, плоские Которые, как у тебя дома были Помнишь, вот эти фитнес-клопья? Такие коричневые, блядь? Там, где я сейчас Там, 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 на прошлое Не, на прошлое, вот там Там У Лены? Нет, еще дальше У родителей Господи Нет, не помню Не помнишь? Я у родителей помню только рисовые, блядь, эти Хуёвины, блядь Ну, типа Хлебцы, блядь Это отвратительно Факен дисгастинг А, ну это да О, нет, только не Тян Но, мистер Тян Минуточку Вот Да, тот самый стендап Джим Джеффриса Да, как раз его я видосы показывал What the fuck? О, господи, мы сломали Тян Так О, блядь Шиз факт нам Шиз со факт Она в воздухе зависла Ну, она даже аутентичнее выглядит так, на самом деле Ей идет Но теперь она, блядь, будет Теперь нам нужно ПВО против нее, вот че А она меня вообще достанет? Бля, она меня достать не может, лаааал А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я сломана Отсоси, блядь Уебище летающее Ебать Я сломал бабу Еще одну, так сказать В список можно добавить Пиздец Ай, я тоже пидорасян Слушайте, это новый уровень расхуяривания этой игры Я уже сломал эту игру сверху Теперь я сломал эту игру снизу Я, блядь Пьер Вудман хоррор игр Просто пиздец Просто этот Как его, блин? Иоан Драго из Рокки Я должен тебя разрушить Да, особенно конечным ключом Потом хорошо чинить Не, ну а чё? Ты её чинишь Посмотри Я чуть не сдох, блядь, когда увидел Блин, да естественно Эти штуки напоминают мне Ангелов из Доктора Кто Просто это настолько заезженное Уже, блядь, и заобьюженное Раньше это было супер страшно Сейчас это уже, блядь Да, сейчас это уже настолько слишком много людей бездарно Уже утилизировали, что даже как-то стыдно вспоминать Ну всё, мы сравнялись с ней теперь По высоте, к сожалению Привет, Гаргоэль Меня напомнило в Готике второй, короче Шершень, когда тебя кусает Он может случайно залезть к тебе на голову Короче, и ты потом ходишь как дурак Шершень у тебя на башке висит И он тебя не может атаковать, и ты его, блядь, не можешь атаковать Ну шляпа, типа Диглас, нет, мины на лошадь цеплять нельзя По крайней мере, ты не можешь появиться на лошади За тот класс, который умеет мины бросать То есть, наверное, кто-то другой сможет прицепить мины на лошадь Но сам-то нет Ну это тогда не Battlefield, если нельзя мины на лошадь Да не, наверное, просто если к тебе подбежит другой чувак Ассалтер или там кто-то, пулемётчик кидает эти мины, не помню Ну, короче, кто-то из них Потому что, get this, ты теперь, когда ты садишься в самолёт Или когда ты садишься на лошадь, у тебя меняется твой класс Если ты садишься на лошадь, ты становишься кавалеристом То есть, у тебя вообще другой класс становится За который нельзя просто так играть без лошади Геометрический хоррор Так же, как вот пилотом самолёта Ты становишься, ты не можешь стать ассалтером Который просто сел в самолёт Ты теперь, короче, пилот И у тебя отдельное оружие, отдельные, короче, свои фишки То есть, погоди, ты пересел в транспорт То у тебя сменилось оружие Ты не можешь... не-не-не Если ты появился на этом транспорте То у тебя уже класс, соответствующий этому транспорту А если ты просто сел в танк, допустим, да? То у тебя сохраняется твой класс Ну ладно Это, типа, некоторый баланс, видимо Они пытались какой-то сделать Или просто разнообразить немножко Пикассо Пикассо Кандинский это вообще не про то, а забейся Кандинский это про... О, мы снова заставили её летать Кандинский слишком... Абстрактен для того, чтобы быть хоррором, к сожалению Это может быть очень... И... и... Это может быть очень инди, конечно Геометрическая игра Но я не верю в способность сделать хоррор Именно по канонам Кандинского Ну, не в VR, по крайней мере Так Это явно что-то интерактивное Абиг-биг-биг Да I'm in the mood For Donald's tonight Пишу Тогику Посмотри там, Кэм, какую-то картинку Миметичную, видимо, кидает А... Что? Чего... Кенни Бэтмен Интервью Кирилла про его игры Больше львов из Улина Чего? Чего-чего-чего Чего Кенни Бэтмен? Честно Витасу Кирилла Я знаю, что у него больше трёх игр Хватит спамить Витасу Кирилла Кто... Кто-нибудь в чате, кто умеет формулировать Полные, законченные предложения Выйдите на связь Потому что степень Retardation Слишком высока Я не могу понять, что от меня хотят Я знаю, что у Кирилла больше трёх игр Чё дальше? Три из них только в стиме Это какое-то говно на стоп-гейме Что это? Ну и чё? Не знаю, тут много букв О, и ссылочка на твой обзор там же Да, я знаю, он упоминал меня в своём интервью Да, что дальше-то? Что-что-что? Ну, месседж какой-то, типа, что дать мне знать о том, что Кирилл меня упомянул? Видимо, да Потому что я не в курсе Просто давно уже люди мне об этом сказали Я уже охуел в тот раз И я второй раз подряд охуевать не буду Это же было... Ребят, вы чё? Вы же мне эту статью кидали ещё, блять, неделю назад, наверное, нет? Или там что-то другое было? Да, я тебе дату посмотрю Но это вообще... Ну, как бы... Я давно уже в курсе Я думал, что вы в курсе, что я в курсе Что-то у нас недопонимание Я помню, что Кирилл там даже отзывается вроде как Даже положительный на моём обзоре И даже не бугуртит особо Ну да, 9 июля материал-то Я знаю об этом А, блять, оказывается На английский Red Lake переводил бразилец По-английски с наигранным русским акцентом О, смотри, там Тоби 3D откомментировал эту статью, Лел Тоби 3D пишет Ты или троллишь, или правда не понимаешь, что такими игры делать нельзя Никогда Я правда не понимаю, почему все твои проекты имеют просто невообразимые для обычных игроков боги Ну, Уви Болла от мира компьютерных игр Слушай, фильмы Уви Болла были популярны какое-то время И игры от Кирилла какое-то время популярны будут Не, ну чувак, не надо так Кирилла превозносить там Не-не-не, я понимаю, что я просто сравнил не более того Ммм ТД С, вероятно, украденными модельками от Auer Defense С багами звука, отвратительным интерфейсом и управлением Red Lake Которую мне не почувствовалось приобрести Благо, что за 17 рублей больше Большего она не стоит Что с тобой не так? Я сейчас абсолютно серьезно без наездов Я сужу сейчас исключительно изготовлен На Тоби 3D немножко харж, мне кажется Про то, что, вот Игры какими-то делать нельзя Игры делать можно какими угодно И как бы я только за Носить за них деньги, вот в чем вопрос Да Я только за, чтобы люди делали, пытались И выкладывали куда-то и развивались Особенно Кирилл, поскольку я очень Очень дружелюбно отношусь к нему Он столько мне контента принес Вот, но Ну, типа Я, я не знаю, я правда не знаю, как он это делает Блять, ну серьезно Где еще такой шедевр, когда Звук багает от кручения камеры Ну, то есть, это Это же что-то личное для меня такое То есть, это же охуительно Я считаю, что Кириллу надо просто принять это, да И делать игры Максимально сломанными То есть, вот эта вот команда, которую делал за Underground Man Underground Man, я еще в него не играл, но я абсолютно уверен Потому что он даже не близко настолько отвратительный, как И настолько сломанный, как игры Кирилла Потому что там люди пытались, они В них нет того, что нужно, чтобы сделать игру по-настоящему Вот По-настоящему, знаете, вот Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Раз уж мы в той ситуации, это, типа, как, знаешь, ну, там, итальянская мафия, да, то есть, как бы, не очень хорошо, что она есть, да, она для экономики очень вредит, всё такое, но, раз уж она есть в этой ситуации, лучше просегнуть Корлеона, чем ещё кому-нибудь. Чувак, и кто ещё из нас превозносит Кирилла после этого? Не, блядь, ну ты тоже, не, ну сам, я не превозношу Кирилла, я, блядь, что, ну, я не видел ни разу, я ценю в жизни новые экспириенсы, по-настоящему новые. И вот я тебе отвечаю, игра, которая... Можно ли платить за такой экспириенс? Игры, которые сломаны в тех местах, в которых сломаны игры Кирилла, если бы я был каким-нибудь психованным начальником, там, дома для умалишённых, я бы вот так же, примерно, знаешь, там, больных отбирал, да, то есть, самыми какими-то ебанутыми нарушениями в мозге. Рубик, практически, я Рубик, блядь, видеоигр. Ну, господи, нахуй, я сваливаю из страны. Оги Кун пишет, что нитификейшены сломались у тебя, проверь. Серьёзно? Ну, в смысле, он так пишет, я не знаю, серьёзно ли они сломались. Не, ну, серьёзно ли он пишет? Серьёзно? Сейчас. Ну, короче, сейчас, блядь. Вот, теперь должно работать. На экране там просит тебя на арт посмотреть, который... Ну, шо? Какого-то Евгения, блядь, я хуй знаю. Евгений Константинович, блядь, не так выглядит. Ну, это типа ранний видимый арт, или что-то типа там. Евгений Константинович как-то по-другому должен... А что, ну, что... Тут, кстати, арисовка на этом Евгений Константиновича значительно лучше, чем в основной игре. Его глаза, блядь, меня просто убивают. Просто столько боли. Ну, что? Не знаю. Каин, сформулируй, блядь. Кто он другой? Что? Блядь, как я ненавижу, когда ты не можешь предложение без себя извлечь, блядь, целое. Законченное. Что? Зачем? Ты имеешь в виду, что типа эти картинки... Вот то, что ты картинку скидываешь, это то, что до этого было. Новые картинки, новый чувак какой-то рисовал. И раньше было лучше, типа. В финальной игре прошло это самое. Видишь, как я сформулировал это, блядь, за два предложения? Ты мог тоже так сделать. Так. Я думаю, что мы дадим этой женщине себя съесть сейчас. Анимация смерти шикарная. Ты не сделал, ман. К виднеем. И... Сделаем перерыв небольшой. Нет, на ТМ45 извини, но... Ну, как бы... Рисовка это легитимное слово. Ну, оно... Ну, да, мне кажется. Стиль, мне кажется, немного более ригидный, чем он. Хотя, не знаю. Может, так в академических кругах не принято употреблять слово рисовка. Так, да, АМГУ спросит загуглить РС-77. Давай. Давай загуглим РС-77. На, и чё? На, и чё? И чё? РС-77. Ферст-персон перспектив, психологикал, хоррор, ГАЭМ. ДЕМО. ДЕМО. А-ДЕМОМЕНТ. Ну, ладно, даунлоуднем нау. А как насчёт... И я пока что не буду платить за эту... Игру и поиграю в неё бесплатно. Потому что это демо-версия. А они обычно бесплатные. И какой мне из этого качать? 12 дней? 18 дней? 13... Нет, я скачаю самую недавнюю. О, у тебя тут команды с 89. Что ты думаешь о последних путин-мывах? Ты русский, я хочу твою мнение. Он не русский. Я литвенец, но, поиграю, я живу в России долго. Какие-то определенные движения мы говорим о? Путин... Инновировать что-то опять? Да, он взял на кого-то территорию. Было Коуланд. Кто-то, но Путин. Нет, я реально что-то Путин сделал там недавно. Я не... Чё? А, ты же не следишь за новостями. Всё, забей. Всё, всё. Успокойся. Что? Армия готова для Украины, я думаю. Ты думаешь, ты не знаешь шутку. Армия готова для Украины? Армия готова для Украины. Армия готова для украины. Мы не знаем. Никто не понимает, что-то. Это просто... Даже Путин не понимает. Путин не понимает. Я не могу ничего сделать сейчас, он уничтожен 24-7 Нет, это просто как играть и показать силы и т.к. Это как русская политика, ты не делаешь вещи, ты просто показываешь т.к. Это, в основном, политика везде Практически Путин не лжет, мы его любят Пожалуйста, не арестите Окей, у меня скачался RAE-77 Мы сделаем перерыв Командоса 89 Ты виделся в日本? С craziest страны во всем мире Ха-ха-ха-ха Ну, мы у нас есть пэд-бэр и пэд-водка-боттл Моя сейчас спит, но... Ты должен быть пэд-шакотис Пэд-пэд-чиз Пэд-чиз Пэд-чиз Литваниан пауэр will prevail Мы сейчас сделаем небольшой перерыв На хитбокс того слышу Морзулин Я посмотрю донейшны на киви Но, да Бульба Сумкин Он говорит... Он говорит настоящий разговор Украинские наши братья, и мы их любим Нет... Нет конфликта между нашими людьми Просто правительства 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 везде Везде Правительство Это довольно-таки Наши политические экспертизы Одну главу или полторы Так что, Ваня, я тебе ставлю на паузу Остальным завожу перерыв И вернемся через несколько минут Hold on tight, так сказать Украинцы Это братья литовцев Это правда Украинцы Это братья литовцев Это правда Так, а, да На телефоне Потому что сегодня 1999 Сегодня 3 сентября, чувак Я, кстати, до сих пор Я вот не знаю, я понял, что... Я сейчас зашел в Twitter во время перерыва Я понял, что я вообще, по-моему, не в теме вообще России И что за мем про 3 сентября Почему это важные даты? Песня какая-то есть или что? Да, песня Господи, этого... Сейчас как его зовут? По-моему, Шефутинский, да А это что? Да, Шефутинский 3 сентября Ну, просто мем пошел в какой-то момент Это старая какая-то песня или что? Да, очень старая Это еще 1994 года Альбом «Гуляй, душа» Окей Между прочим Альбом «Гуляй, душа» Обратите внимание Важно напомнить Важно понимать Да, да, да Привет, Naked's Naked Спасибо, что признаешь Тот неоспоримый факт Что я лучший читатель ролей в визуальных новеллах Сейчас мы посмотрим игру Ray 77 И потом Отправимся в неизведанные миры Кирилла Русских визуальных новелл, блять Господи Не, говорят «Бесконечное лето» из Гуд Мой любимый куратор в стиме Waifu Hunter сказал, что если вы коммунист, вам может даже понравиться А ты коммунист? Нет, но я не люблю визуальные новеллы, в принципе, поэтому откуда мне знать Я очень компетентен в плане мемов, просто не русскоязычных Я, как я уже говорил, в русскоязычных В руссосфере интернета очень мало Вообще ориентируясь и нахожусь, поэтому я хуй знает Я вот про Харамби и про всякие там таксилифт могу рассказать мемы, а про 3 сентября не очень, так что... Так, ну, как бы там ни было Смотрел картинку, которую я тебе скидывал в Hangouts еще позавчера, что ли, относительно всей этой YouTube-драмы? YouTube-драма только началась вчера Ну, вчера А что там? Ну там, ответ представитель Да, я... То это не настоящее же Ну да, там все равно, да Угу Мне понравилось Я тоже сейчас в Twitter заглянул Там, ну, типа... Лэси Грин ебаная написала, что... Ну, это которая... Блогерка Феминистская блогерка Ага Написала, что... А у меня норм, у меня два видео всего демонитайзнули, но потом вернули, когда я appeal подала Типа, вообще норм, все Угу А... Карен Строн, которая, типа... Ну, Man's Rights, активистка того... Или тот самый блогерш тоже На эту тему У нее пол канала просто нахуй пошло Ничего себе Просто половина канала в пизду И... Никто ее ничего вроде восстанавливать не собирается Так что... Делайте выводы Ну что? Мне кажется, люди начнут потихоньку перебегать на Patreon и прочее подобное Ну... Смарт Ванс уже давно начали перебегать И, в принципе, правильно, да Грейден пойдет съесть тортик Грейден, с днем рождения тебе Бладромыч, да вот не знаю Будет понятно через пару недель Потому что, когда YouTube всегда что-то новое обводит И его роботы сходят с ума первое время И стреляют во всех Плизард, пожалуйста, изменяйте название в Хараме Клевые птицы Хе-хе Спейс ту континью Возвращаемся на Rootube И че это даст? Дааа, там Rootube забей Скорее всего это YouTube плюс Patreon, если там такое начнется все Ну да Скорее всего так Ну есть там типа Видми сейчас пиарят под это дело платформа Но там пока нет монетизации вообще никакой Тогда они вообще не под это дело Ну, они работают над этим У них пока этой программы нет Но они... Ну, они сами начали тоже себя там Они там записали там В обращение к своим Юзерам, что типа Мы вас так, как вот те нехорошие Не будем, короче, ебошить Вольюм Как мне сделать вольюм побольше игра? Что? Что происходит, блядь? Что? Да, вот три вопросительных знака Это то, как я реагирую на это, блядь Я пытался вольюм поднять Что? Блядь, окей И меня вернулось сюда Good Да блядь! Сука Кто дизайнил этот интерфейс Оторвать нахуй руки Засунуть в рот Говно Ага, you can change volume and pause menu Да, я знаю А еще... Вы можете нахуй покинуть игру непроизвольно Таким образом Так, мы просыпаемся на говне Встаем Нам дают таки контроль И мы меняем вольюм Как? Как мне менять вольюм, блядь, игра Вот открылось меню, а что мне с ней делать? Да теперь мне стрелы... Да, мне стрелочку правой рукой надо нажать, окей Окей-докей Окей Я надеюсь, что вам все видно, потому что у меня на экране черная чернота Вот у меня сейчас тупо черный экран на экране Вопросительные знаки Похоже мы проиграли, народ Да Это видно как честно другое масло Уже мы смотрим в этом гейме Окей Немного Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень реминисант от Силент Хиллз ПТ. Понял Я не знаю Я не так ненавижу эту черноту, блядь, пиздец Бля, ну это буквально вот, блядь, демка пяти То есть демка Silent Hills Просто теперь тут везде чернота Я уверен, тут какие-то еще твисты и ходы будут другие моментами Но это borderline плагиат на самом деле Этот motion blur, меня чуть не стошнило, только что съеденным бутербродом Его не отключать Да я так и подумал С чего бы вдруг его можно было Его можно сделать medium, только на том, что все отключить нельзя Закрылось Бля, я в это играть не буду, народ, сорян Это вот ебаная чернота, она убивает мне глаза, нахуй, и желание жить Мы играем в визуальную новеллу Кирилла этой игре Дизлоис Литл Киос говорит, что если я буду делать игру, то файл отвечающий за свет Будет называться пока Кирилла и doesn't work.way.сис Не сдолбаешься, набирайте каждый раз Можно сократить дебри авиатуры Ага Бри авиатуры Так, ладно Время настоящих игр Время настоящих видеоигр Триплэ игры, где была чернота тоже, они тоже сосут жопу Вспомним Doom 3 ГДЛК ГДЛК, ну вот в новых правилах этих Terms of Service Просто тупо матом ругаться нельзя То есть, если ты просто сказал слово Блядь, жопа, говно Это одно слово, кстати То да, твое видео не адвартайзер-френдли Если ты сказал что-то про политику, то же самое Тоже не адвартайзер-френдли, пиздец Так, который последний наш... А, даже не то что про политику, про любой, короче, controversial какой-то факт То есть, о котором нет однозначного решения, типа что... То есть, в общем-то, о чем угодно О чем угодно, да Коммунизм, хорошо это или плохо? Все Так, я ехал на свои... А, да, флэшбэк Это секция игры, это флэшбэки Кирилла И... Расскажи мне, кстати, вкратце, совсем вкратце, что это Совсем вкратце, хорошо А сейчас мне надо ебало сначала передвинуть Потому что там будут лица персонажей Мне кажется, кому-то надо передвинуть ебало Передвинуть ебало, да Вкратце, сюжет заключается в том, что Кирилл, которого здесь зовут... Как... Я так... А, Олег, да Кирилла здесь зовут Олег Короче, Олег ехал на электричке куда-то там И внезапно электричка остановилась И везде розовый туман, короче, который убивает людей А, понятно Красное озеро Лоу-Роген Да Так Ну, поехали Значит Мне нужно подвинуть микрофон Для того, чтобы читать Что мотивирует гуглов это делать? Платуна, наверное... То, что якобы рекламодатели не будут выкладывать... Ну... Якобы рекламодатели не хотят видеть свою рекламу там на видосах Филти Фрэнка Или, типа, на всяких контравершиал темах Где чувак говорит, например, что... Эй... Феминизм это плохо Не адвертайзер френдли, нихуя А Ютубу... Ютубу хочется, чтобы весь Ютуб Это был такой Дисней канал Где... Видео про котиков Да, видео про котиков Где все абсолютно... Вот... Адвертайзер френдли И все такое То есть они, грубо говоря, хотят превратить Ютуб в бизнес-модель такую же, как телек Потому что... Ну... Все, что происходит в телевизоре Три тысячи раз проверяется и выверяется продюсерами там и всем остальным Продюсерами, отделами квалити-контроля Да, и... Слежениями за эфиром, а также, в нашем случае, Кремлем И, собственно, поэтому рекламодатели как будто бы чувствуют себя комфортно там свою рекламу размещать А Ютуб непонятно, что этот там очередной какой-нибудь акадский царгон выйдет и скажет В своем новом видео Поэтому как будто бы рекламодатели переживают Хотя на самом деле это, конечно, абсолютный пиздеж И бред Потому что любой, блядь, рекламодатель Единственное, что его волнует Это, блядь, количество просмотров То есть, если твой ролик Если ролик про то, что аборты это охуительно посмотрят 8 миллионов человек Я вас уверяю, вы не найдете ни одну группу Этих самых Ни одну группу противников абортов Которые не захотят дать там свою рекламу Так что Питерани Итак Я ехал на своей машине на дачу Если в телеке все проверяется Почему его смотрят все меньше Силерга, откуда у тебя такие данные? Не, его действительно смотрят меньше Но так поэтому и смотрят меньше В России? Причем здесь Россия? Ну я просто Я сразу же про свое Если ты посмотришь Сравнишь Там Начало 90-х и 2016-й Да, меньше То есть, интернет отъедает Часть аудитории, понятно Ну, в целом Хорошо, даже если и меньше Ну, и что? Что его смотрят меньше? В смысле? Ну, я не понимаю Просто Силерга Типа Если там все проверяется Почему его смотрят меньше? А это нет прямой зависимости от этого Кто тебе сказал Что его должны смотреть больше? Ты говоришь Рекламодатели поэтому Больше его любят А не то, что публика его больше любит Публика его не любит Именно из-за этого Так вот Сегодня предстоял важный день Привезут строематериалы И придут строители С которыми мне надо будет договориться О предстоящей работе Уже к концу этого года Я планировал закончить постройку Нашего загородного дома На даче Меня уже ждали Моя мать и жена Которые остались там Со вчерашнего дня На ночевку Голос не тот Голос не тот Говорят Голос тот Потому что это не Кирилл А он тебе Лesser Guardian Короче пишет Что? Где он? Это не флешбек Олега Это левый чел Который приехал на машине Рассказ Алексея Да, в натуре Да, голос действительно не тот Так, сейчас Это же рэпер Рэпер, да, да Я очень извиняюсь Я лучший озвучиватель Визуальных новелл Поэтому дайте я Переделаю все это Уже к концу этого года Я планировал закончить Постройку нашего загородного дома На даче меня уже ждала Моя мать и жена Которые остались там Со вчерашнего дня На ночевку Я же уехал в город И не захотел проводить ночь в сарае Да и места на нем Для меня не было Там были только две старые кровати Зазвонил телефон И я, оставив одну руку на руле Ответил Да Утро доброе, Алексей Доброе Что там у тебя? Все как договорились? Да, ну может быть Минут на 10 опоздаю В общем, как увидишь Белую газель Подходи к воротам Хорошо Ну давай, удачи С этими словами Я отключил телефон Это звонил мой коллега По работе Который согласился Помочь мне Довести строительные материалы На своей машине Которая идеально Для этого подходила Я закрыл окно машины Так как ветер был довольно холодный А простудиться я не хотел Это меня и спасло Постепенно Лес закончился И я увидел перед собой Знакомые поля Ехать до моей дачи Оставалось совсем недолго Что-то необычное было Сегодня в этих краях Прошло еще немного времени Пока я понял В чем дело Облака становились розовыми Не такие Как на закате солнца А гораздо ярче Неожиданно Все вокруг стало Такого цвета Будто кто-то поставил Между солнцем и землей Огромное розовое стекло Окрашивающее Лучи света Проходившие через него Я не мог и подумать Что случилось В голове Начали крутиться Самые различные мысли Навстречу промчалась машина Посмотрев Боковое стекло Я увидел Как она выехала На встречную сторону И промчавшись Несколько метров Махнулась в кювет Я немедленно дал По тормозам И дрожащими руками Взял телефон Набрал 0-3 Черт Связи нет Что делать Как ему помочь Что случилось Возможно Просто пьяный человек Хотя Голову пострелила Голову посетила Неожиданная И странная мысль А вдруг это Из-за розового марева А что все может быть Если он ядовит То он мог им отравиться И потерять сознание Это все объясняет Так Окна у меня закрыты Это хорошо Окна конечно Не буду рисковать И проверять свою догадку Я думал Что мне делать Выйти из машины И рискнуть Или продолжить свой путь Пока я думал Навстречу Показалась еще одна машина За ее рулем Сидел какой-то дедулька И увидев меня Затормозил Остановив машину Около моей Он открыл дверь И с трудом Вылезая из машины Произнес Подскажите Пожалуйста Что Он не договорил Вместо этого Он схватился Руками за шею И с жутким кряхтением Свалился на землю Мое сердце Застучало С такой скоростью С какой Наверное Не стучало Никогда В голове Произносилось Сотня мыслей За секунду И я Неожиданно Для себя Находившись В шоке От всего Увиденного За последние минуты Зажал нос Рукой И открыл Дверь машины Розовый туман Стал проникать Внутрь моей машины Но я Не обращая На это Внимания Схватил Старика Одной рукой И затащил В машину Нахуя ему Этот старик Блять Он был Неожиданно Легким Или это Мое тело Получившее Огромную Дозу Адреналина Становилось Сильнее Чем в обычном Спокойном Состоянии Я сел В машину На свое сидение И захлопнул Дверь Руку от носа Я так и не убрал Буду задерживать Дыхание Сколько времени Сколько смогу Я и не знал Что будет Ведь в машине Уже было Достаточно много Этого зараженного Воздуха Прошло 5 секунд 10 Черт Я не могу Больше Я с яростью Убрав руку от носа Вдохнул Ничего не произошло Я мог спокойно Дышать Видимо я успел Быстро сориентироваться И не напускать Слишком много Отравленного воздуха Отдышался Голова Немножко Кружилась В легких Жгло Я обернулся И посмотрел На старика Лицо его Было страшно Измученное Жалкое Потрогал Теплый Пульс есть Кажется Я спас его Но что мне делать Теперь Сидеть тут И ждать Пока все это Прекратится Я думаю Не стоит Продолжу свой Путь на дачу Господи Надеюсь С моими родными Все в порядке С соседнего сидения На котором сидел Спасенный Мной дедуля Раздалось кряхтение Он приходил В сознание Что Нет Ты не будешь В этой визуальной Навале Что Произошло Старик Закашлялся Вы Вы вышли Из машины Пытаясь Что-то Спросить У меня Что Делаю Вашей машине Туман Такой Странный Короче Вы упали В обморок И я занес Вас сюда Что Блять Иди нахуй Ну ладно Насчет тумана Не знаю Но по-моему Он ядовит Серьезно Что Теперь Что делать Задав этот вопрос Он опять Принялся Кашлять Как будто Задыхаясь Я не знаю Нужно проверить Своих родных Тут на даче Неподалеку Тогда Едем Машину Я туда Оставлю Коль Такой Дел Случилось Она разъебанная Там была В предыдущем Кадре Я не думаю Что тут есть Особый выбор В этой Конкретной Сцене Но Чего тебе Надо Блять Я пытаюсь Нести Людям Кирильный Свет Короче Литературы А ты Я не знаю Он вам Теперь И не понадобится Вон Весь салон В этой Фигне Огромное Спасибо Что спас Меня Да Не за что Попить Есть Что-нибудь У тебя В горле Совсем Пересохло Кстати Попить Это Тема Да Ну Как тебе Софар Сюжет Слушай Все Очень хорошо Только Кровь Из ушей Идет Я думаю Что это нормально Я думаю Это акклиматизация Нормально Нет К сожалению Ни капли Нет Я завел Мотор И через секунду Мы тронулись С места Казалось Старик Задыхался От такого Сильного Кашля Руками Он хватался За легкие И продолжал Кряхтеть Я жал Педаль газа На полную Боялся Что не успею Самые дорогие Мне люди На этом свете Погибнут Впереди Уже были Видны Дачные Домики Среди Них Был Наш Недавно Купленный Участок У меня Тут Огород Тоже Отсюда Ехал Хоть Каких-то Соседей Теперь Буду Знать Вскоре Я съехал С дороги На территорию Где Были Расположены Наши Участки Людей Вокруг Не Было Видно Полная Тишина Царила В этом Месте Мне надо Отойти Налить Коту Воды Потому что Он тоже Устал Читать Этот Текст И у него Пересох В горле Поэтому Я вас С Ваней Оставляю На короткое Время Вам Эту Конкретную Строчку Ваня Сейчас Почитает А можно Я на Авто Это поставлю Есть Кнопка Авто Вот Есть Кнопка Авто Ваня Ты понял Видно Не надо Там Задержка На стриме Будет Я буду считать То Что они Что они Уже Ну ладно Тогда сейчас Буквально На секунду Отойду Коты Воду Воды Нальют Коты Воду Нальют Да Сейчас Да Пока что Пока Пока Вица Отошел Такой Дисклеймер Если кто-то Вдруг Не видел То я на Ютубе Запостил Инфу О том Что завтра Ориентировочно В 8 часиков Мы начнем Третью готику Проходить У меня На канале Так что Если кому Интересно Если кому-то Это Серия дорога Так же Как мне Или что-то Или что-то Рядом То Было бы Классно Если бы Вы поприсутствовали Степа Степа Третью готику У нее Гораздо Гораздо Более Большой Открытый Мир И Там Гораздо Больше Квестов И всего Этого Что не означает Что она Интереснее Чем Первая Или вторая К сожалению Шнигами Ну а Что поделать Я пообещал Что пройду Все Я пройду Все И Третья Не такая Плохая Как Они Многие Думают На самом деле Поверь мне Есть гораздо Хуже Я Видел Гораздо Хуже Вещи Нет Молекулы Я терпеть Не могу Моды Ненавижу Моды Любые Кроме Электронных Сигарет Она Будет Чистая На нее Только Накатан Комьюнити Патч Но это Чисто Для Стабильности Скажем Так Чтобы Чтобы Она Работала Но все Эти Альтернативные Балансы И все Такое Все Это Отключено Естественно Мы будем Играть Просто Буквально Граден Что Аркани Это не DLC Это Стэндалон Аддон Так Называем И он Да Работает Еще Хуже Чем Третья Часть Гораздо Хуже 15 FPS Дай Боже Посмотрим Инквизиторы Я не хочу Загадывать Сколько Мы Конкретно Будем Проходить Но Вторую Готику Вторая Готика Длиннее Первой А мы Ее Прошли По-моему Быстрее Потому что Я Меньше Мучился Головой Головой Больше Занимался Именно Че Ты Делаешь Ты Стучишь Да Вот Сейчас Я тебя Охуенно Слышу Ты Стучишь Мне Прямо В ухо Очень Странно Скажите Люди А слышите Либо Витаса Потому что Я его Слышу Но Он Говорит Что Программа Ему Показывает Что Не Слышно Его Появилось Все Появилось Я В 1080 Буду Ее Проходить Нет 720 Не Будет Стабильнее Бульба Сумкин Потому что Там Лаг Идет По Процессору Оперативной Память И Жесткому Диску Говорят Что Если Поставить Игру На SSD То Будет Лучше Вот Теперь Уже Слышишь Мне Нравится Все Нет Про Кит 6 Да Теперь Да Так Окей Ну Вот Вы тут Закончили Можно Теперь Продолжать Настоящую Литературу Нет Нельзя Сначала Про Игры Хорошие Поговорим Ладно Значит Вот Assassin's Creed Black Flag Че Я думаю Блядь Иди Нахуй Сейчас На последний вопрос Отвечу Fullmetal Я хочу На самом деле Сделать Такую вещь Мне кажется Будет Интересным Поначалу Не выбирать Сторону Вообще То есть Я хочу Как можно Больше Отстраниться От этой Идеи Выбирать Кого-то Потому что Можно Очень много Квестов Пропустить Если ты Притянишься К одним Или К другим Слишком Рано На тебя Просто Ополчатся Города В которых Тоже Есть Квестодатели И так далее Я хочу К этому Подойти Несколько В некотором Роде Как К Ведьмаку Третьему Вот Все Пиц Го Я Я Все Квестудатели Квест Creators Инквизиторию Мне тоже Понравился Черный флаг Охуенная Игра Я думаю Ребят Что я в чат Перейду Если что Задавайте Мне вопросы Я в чате Отвечу А как же Комментировать Я слушаю тебя Я просто микрофон Вырубаю Чтобы не мешать Тебе Вейпингом Ну ладно Вскоре Я съехал С дороги На территорию Где были Расположены Наши участки Людей вокруг Видно не было Полная тишина Царила в этом месте И слышно было Только мотор Моей машины Меня утомила Его история Мне не хватает Других персонажей Уже Прошло еще Что Прошло еще Немного времени Пока я подъехал К своему участку Ну вот Сейчас Встречу родных И увезу их Подальше Отсюда Тут Да Сидите тут И никуда не выходите Я быстро С этими словами Я набрал Свои легкие Воздуха Быстро Открыл дверь Чуть Машина И тут же захлопнул Я за собой Открыл калитку Вот он Наш участок Блять Ему так надо Описывать Сука Каждое Ебаное Яблоко На его участке Сука Он же идет Блять К своим Этим Это кстати Проблема всех Графоманов Начинающих Видц Я когда пытался Писать рассказы У меня было то же самое Я слишком зарывался В описание Всякой хуйни вокруг Потому что я не знал Я очень боялся Всегда диалогов Как передать чувство места Типа того Да Я боялся диалогов И прочего такого Потому что Все люди говорят Как деревянные Абсолютно У тебя когда ты не умеешь писать И когда ты мало общаешься С людьми Собственно Так что Я могу понять здесь человека I can relate Ну не знаю О чем ты говоришь Иван Слушать больно Да Согласен Может скот думает Что видится с ним Разговаривает И отвечает Но скорее всего Во-первых да А во-вторых Может быть ему не нравится Вода Которую ты налил Это что за говно Нормальная вода Бидер Блин Вода Я сделал несколько шагов Прежде чем увидеть это Моя мать Лежала рядом С грядками капусты Все еще Держа в руках Грабли Нет Этого не может быть Руки дрожали Сердце билось Так быстро Что оказалось Оно сейчас взорвется Что-то молодая мать Как-то я смотрю Так на тип В джинсиках Там Кто блять Кто блять В граблях Кто блять Граблями работает Вот в этих джинсах И в этой В этом топе Че блять вообще И где грабли непосредственно Кирилл напиздел Я не вижу никаких грабель Грабелей И кто нахуй Граблей Визас Кто Копает капусту Осенью Когда клен падает Блять Че вообще Ну она вообще Все лето так-то Зреет Типа Растет Да Но ведь Не осенью же Снимать Ну Осенью Не На самом деле осенью Осенью? Да Осенью Значит я перепутал С чем-то И картошку Осенью Копает Я давно в Стар Дивелле Не играл Просто видимо Перепутал Ну окей Пнуть Да где опция Пнуть Тут просто Ваня Тебе в виду В курс Там Был момент В первой главе Когда Точнее во второй Когда Кирилл Точнее Олег С Евгением Петровичем И Александром Нет Евгением Каким-то там И Александром Петровичем Они вышли Типа Из поезда Куда-то В противогазах Ну да Где воздух Заканчивается И Типа Олег В какой-то момент Обнаружил Под ногами Труп птицы И там было Ну знаешь Три варианта действия И один из них Был пнуть ее То есть Вообще Не с хуя Просто Просто Пнуть ее Блядь С тех пор Чат хочет Пинать все трупы Ты персонажка Ага Понимаешь Это все Ну то есть Он даже Какого-то фана Из этого не ловит Он не говорит Ага Хорошо Полетел Он просто Блядь Макс Пейн Знаешь Люди которые Пинают Трупы Животных Камушки Ты пинаешь Там походу Когда домой идешь Знаешь Что-нибудь такое Просто Просто Да Зачем копать Капусту граблями Ну наверное Там делают Этот самый Ну от сорняков Скажем так От крутых Очень мощных Очищают Эти землю вокруг Но это был не сон Я подбежал К лежащей старой женщине Охуенно старый Пиздец Прикоснулся к ней Уже холодная Голова не соображала Я не мог поверить Во все это Вскоре я подошел Ближе Чат Шутки про романс Труп матери Давайте обойдемся Да Давайте не будем Я пытался придумать Ничего смешного Не получилось Да Я тоже Я как-то так Я не могу Я не могу Я не могу Вскоре я подошел Ближе к сараю И увидел труп Своей жены Глаза ее были В ужасе открыты Я не мог Смотреть на это Я обернулся И побежал Прочь отсюда К моей машине Быстро открыл дверь И залез на место Водителя Ну что Я не мог Ему ничего Ответить Во рту было сухо Вряд ли мне удастся Сейчас что-то выговорить Кому пожелаешь Такой смерти Когда человек Делал для себя И родных людей Работу Она хотела Чтобы в будущем У нас был хороший урожай Заботилась О посаженных овощах Никому не пожелаешь Такой смерти Последними мыслями Умирающих людей Наверняка были Непонимания Заботилась об овощах А теперь сама стала овощей Сука Ну что Там Старик Внимательно Смотрел на меня Все умерли Мне самому Стало страшно От этих слов Умерли Самые близкие Дорогие мне люди Теперь я остался один Не хочу жить дальше Раз их застигла смерть То и мне Тут делать больше нечего Я не смогу Получать никакого Удовольствия От жизни Если так У тебя звук Отвалился на пару секунд И потом снова Привалился Сейчас привалился уже Да Ну-ка Да ВВС тоже Привалился Если так сложилось То пусть все Закончится здесь Старик тоже Был расстроен И взволнован Он все еще Держался за грудь рукой И изредка кашлял Его взгляд Был направлен То на меня То задумчиво Куда-то вниз Я положил руку На рычаг Открывающий дверь Автомобиля А дедуля Блядь Ну Еще и деда Угрохать решил Ну пиздец Кирилл Сердца у тебя нет Вообще И догадавшийся В моих намерениях Сказал Не стоит Не стоит Сука Не надо Не надо Стрим рипнулся Ну А блять Да Точно Сто фреймов Дропнули Не поднялся еще Ну меня Не вижу Но сейчас Буду обновлять Дайте знать Когда появится Обратно О Мне выпала Третья АС Луна Ое Варгару Спасибо огромное Походу Чувак Больше переживает О капусте А не о родственниках Да Пиздец Там что-то Много про капусту Все Поднялся На чем старик Говорит Не стоит Почему же У меня ничего В этой жизни Не осталось Это были Самые близкие Мне люди Я и Не знаю Не представляю Жизнь без них Самое главное Что ты Остался Жив Бог Дал тебе Жизнь И сохранил Ее Это все Не просто Так Тогда Почему же Он забрал Жизнь И других Людей Чем я Лучше Я закричал И со злостью Отчаянием Ударил Руками По рулю Такова Их Судьба Ничего Не сделаешь Но не стоит Думать Что это Конец Я уверен У тебя Будут Еще Хорошие Дни Когда Ты поймешь Что идея Закончить Свою Жизнь И Сейчас Была Абсурдной Скажи Еще Что это Наказание Божие Показав На розовый Туман Вокруг Проговорил Я Кто Знает Тот Найт Сказав Это Старик Стал Громко Кашлять Да Что Же Такое Не Могу От Кашляться Легкий Балет Я Задумался Не Знаю Как Жить Дальше Без Этих Людей Дедуля Кое Как От Кашляться Прохрепел Не Отчаивайся У тебя Еще Бдог Премени Впереди Ты Научишься Жить Без Них Главное Выбраться Отсюда Ну дед Понимает Куда Надо Потому Ему Капуста Блядь Баба Типа Ты Выжил Хорошо У тебя Тачка Есть Сваливаем Брось Бабу Капустку Возьми Да Откуда Вам Знать Я совершенно Незнакомый Человек Для вас Вы Не Можете Даже Предполагать Он Пытался Меня Успокоить Но В ответ Я Только Орал Я Был В шоке От всего Этого И словам Старика Я не Верил Я Всего Лишь Даю Тебе Надежду Блядь Мог бы Не Полить Так Как Типа Не Нужна Мне Твоя Надежда Я Не Верю В Это Я Верю В Реальность В То Что Произошло И Чего Уже Не Вернуть Ненавижу Время Всего Час Назад Все Было Хорошо И Они Были Живы Я И Подумать Не мог Что За Какой Час Рик Надо Спасаться Может Попробуем Отыскать Других Людей Которые Выжили Давай Они Жбы Остались А вдруг Я Завел Мотор И мы Поехали Отсюда Прочь Выехали На дорогу И отправились Дальше Бензина Мало Осталось Нужно Поехать Заправиться В деревне Ну Бывают Заправки Тип В деревне В деревне Ну Бывают Заправки Тип В деревне Ну Бывают Нет Но автомобили Жбывают В деревне Да Ну А как Заправлять Ну На шоссе Бывают Заправки На деревне Обычно Более Менее Далеко От шоссе Заправок Там Нет А там Типа Канистры С бензином Может Они С собой Разве Что Да Если Берут Дополнительные Баки Да Ну Бензоколонки Тут Недалеко Как раз Можно Пискать Выживших Людей Кирилл Блять Съезди К деревню Посмотри Если там Нахуй Кинзоколонка Смотри Как деревня Работает Дебил Нахуй Я думаю Женщик Кирилл Поедет в деревню Он забьет на игры И просто будет Пить Капусту Капать Капать Капусту И пить И пить И правильно Тут Веспен говорит Что бывают Заправки в деревне Вообще Хуй знает Какая-то Супер Продвинутая Деревня Ты наверное Я не знаю По какому-нибудь Я не знаю Даже Какую Деревню Ты имеешь ввиду Типа Ореховая Это не деревня Ну Там я не помню Заправок Я просто Вот у меня У прабабушки Там садоводство Было дохуя И там Я помню Ну была заправка Там не то чтобы Прямо Знаешь Там был терминал Аэра Но там Чё-то было Место Где можно заправиться У нас Вот только Ну там Короче До заправки Ближайшие До мезоколонки У нас Было где-то Километров 15-20 Наверное Где-то так Я кивнул Впереди Показалась Стоящая На дороге Машина Когда мы Подъехали Ближе Нашему взору Представился И сам водитель Труп которого Лежал на асфальте Что Что Ж Это Тебе На киви Там Прошло И Ща Прочитаю Что Ж Это За Дивольщин Твори Ца Донейшн На киви Сейчас Прочитает Дед Из машины Бог Из машины Дед Из машины Деду Секс Макина Деду Секс Макина Слушай Я не Вижу Киви Донейшн Никаких Честно Говоря Наверное Пока Может не пришло Может чуть попозже Дойдет Старик Перекрестился Да без Заколонки Мы доехали Быстро По сути Нам не встретилась Ни одна машина В этих краях Они проезжали Редко Я знал Что эта дорога Впереди Заканчивается Тупиком В небольшой Деревушке За которой Находилась Железная Дорога Сама же Беззаколонка Была небольшая С прилегающей К ней Сельским Магазинчиком Тут же сбоку Стоял небольшой Грозовик Водителя В нем не было У одной из заправок Стояла машина С открытой дверью И только тогда Мы подъехали ближе Я увидел Около кассы Труп человека Опасный туман Застиг его У него была машина Можно слить бензин Из его машины Ему больше не понадобится Я подъехал К одной из заправок И сказал старику Я в магазин Сначала зайду Там должны быть люди Как раз захвачу Что-нибудь попить Попить Я не помешал Опять набрав Грудь воздуха Я вышел Из своей машины И направился К двери магазина Медленно зашел туда Розовый туман Оказался и здесь На полу Ебаный в рот Это же газ Блядь Тоби 3D Почему Магазин Назван Тобой Кирилл Что Кирилл Ты подай на него В суд Тоби 3D Да вот Вот это вот Видишь Медленно зашел туда Розовый туман Оказался и здесь На полу Валялись Несколько человек Остаться мне здесь Не хотелось Так что я быстро Нашел полку С минеральной водой И захватив пару бутылок Пошел отсюда Прочь к своей машине Открыл дверь Сел Отдышался Ну вот вам Обещанная вода Ну берите Молчание Я внезапно Посмотрел на него Дотронулся Сердце не колотилось Внезапно Посмотрел на него До этого не смотрел То есть Внимательно Я сказал внезапно Внимательно Внимательно Умер Наверное Все таки Надышался этим Отравленным воздухом Ему хватило Бля он Рип дед Рип дед Он на этой картинке Выглядит более живым Чем на прошлых Блять картинках То есть посмотрите Вот этот дед И этот дед Хуй знает Я остался один Когда я разговаривал с ним Мне становилось Хоть немного спокойнее Теперь же меня Охлоп Паник Я отпил немного Минералки Странно что со мной Все в порядке Открывая настолько Часто дверь машины Я пускал внутрь Все больше Ядовитого тумана Но видимо Смешиваясь с воздухом Из машины Он становился Не столь опасным Воздух из машины Да потому что В машине просто Духуя воздуху помещается Не правда Дикс аут фудет Так нужно заправиться Придется самому Идти в кассу Чтобы там включить заправку Вход видимо Через магазин Снова выйдя из машины И зайдя в магазин Я щелкнул по выключателю Свет не зажегся Черт Электричество нет Заправка без него Тоже не будет работать Я вернулся в машину Даже уехать далеко не смог Бензина хватит Максимум на 10 километров Можно было бы Отлить бензин И стоящий неподалеку Машины вручную Через кран Но для этого Нужно втягивать В себя воздух Чтобы топливо полилось А воздух заражен Так что Эта идея откладывается Мыслей больше не будет Потому что когда ты дышишь Ты естественно Не втягиваешь в себя В воздух Неправда ли блять Ты втягиваешь Но ты Короче Конвертируешь его В углекислый газ И Так сказать Обеззараживаешь его Таким образом Ага Так что Ага Но ничего не случилось Ни через 10 минут Ни через полчаса Ни через час Надеяться на других Было нельзя Посидев Еще немного Я стал думать Вот Я просто напоминаю Что в всю эту историю Этот чувак Типа рассказывает В электричке там народу К этому моменту Его уже давно бы Тапками закидали Блять Пиздец Как скучно Как он проник туда И почему не проникает в машину Странно это все Так Где есть скопление людей Тут неподалеку Ехать в ближайший город Было далеко Бензина мало Не доеду Дачи Нет Там уже был тишина Что было еще поблизости Небольшая деревенька Но там видимо Все было как у нас на дачах Рядом Рядом же еще есть Железная дорога Точно Электричество отключили Видимо повсюду Значит и поезда там остановились А народу в них Должно быть предостаточно Чтобы что Да По-моему Это такой стретч Немного Мне кажется Проще как ты Удобнее все таки Да Хотя может это очень далекая дача Я хуй знает За то время пока я ждал Уже совсем стемнело Солнце опустилось за горизонт А на небе стали появляться Первые звезды Имевшие в эту ночь Странную окраску Я знал куда отправиться Завел двигатель мотора И тронулся С места Главное чтобы бензина хватило А двигатель мотора Так можно сказать По-моему нет Или просто двигатель Двигатель машины все таки Двигатель мотора Это какие странные Двигатель мотора Мотор это Разговорное название Ну Собственно Двигателя Я уверен у нас Полный чат Автоинженеров Вы дайте нам знать Если двигатель мотора Это легитимное выражение Или нет Перечекнуть Киви пока что А да Действительно Спасибо за донейшн огромное Грейден Хир За романстру Мастер Все еще лучше Чем любая Зобцы Для главного Героя Мужчин В третьем Драгон Мейдж Плейми Спасибо Грейден За донейшн И хитбокс Я вас слышу Мурзулин Дед из мотора Мотор равно двигатель Иначе масло масляное Ну да Я так и подумал Двигатель мотора Чат не одобряет Вскоре Завел двигатель мотора Да Вскоре Я уже подъезжал К тупику дороги Оставалось немного Надеюсь Моя машина Выдержит Такое испытание Дальше предстояло Ехать по траве По почте Заметил что он Не назвал Машину Никак иначе Кроме как машина Кирилл походу Не знает Слово автомобиль Или Ну что то И что то еще Ну может он просто Пытается Ну писать Персонажа Который Как бы Называет машину Машиной Да и все Ну как то странно Ну машину Автомобилем Называть Мне кажется Это тоже Такое Авто Тачка Что угодно Ну типа да Тачка Тем более Что персонаж Ты рэпер Надеюсь Моя машина Выдержит Такое испытание Дальше предстояло Ехать по траве По кочкам По многочисленным Ямам Прямиком К железной дороге В этот момент Я пожалел Что не купил Себе Да кого ебет Блять Внедорожник Ты себе купил Блять Или ладу Калину Блять Все Ты приехал К поезду Ты приехал К поезду Наконец Конец четвертой главы Заебись Вот супер Кирилл Всю игру Электричку Называет Электропоездом А ну ладно Именно электропоездом А то не дай бог Он бы назвал Электропоезд Поездом И мы бы подумали Что это Блять Паровоз был На картинке Кстати паровоз Изображен Электричка Обрати внимание Блять Кирилл Сука Кирилл фейл Что ж ты за мудак Ты такой Блять Что же Моя самодвижущая Бричка была На пределе И не могла Сдюжить С дальнейшим Движением Из-за чего У меня Цосало Под ложечкой Сука Окей Глава Пять Пожар И это будет Последняя глава Которую мы Дочитаем На сегодня У меня реально Пожар от этой игры Наш электропоезд Так и не доехал До конечной станции Я предполагаю Что уже главный герой Типа И мы так и не услышали Этот информатор Ровно как и не услышали Пожелания Всего доброго Много людей Ехавшись на работу К родным и близким людям Или по какому-то Другому поводу Застряли в электропоезде Почему Олег Звучит как пидор Иди нахуй Он просто кроткий И Ну Пидор Не как гей Как пидор Ну он пытался За романс Что-то нет людей Бьют за такой голос Он пытался За романсить Тян Но у него Не получилось Не удалось Она умерла? Она умерла? Нет Она заснула Ну Окей Мы внимательно Выслушали рассказ Алексея Изредка прерывая Его уточняющими вопросами Какими блять Что там можно было Уточнить? Какая машина у тебя была? Да Он там все блять До текстуры дерева Это был электропоезд? Паровоз? Или тепловоз? Все надеялись Что этот человек А что еще было Около твоей деревни? Да Кроме станции И другой блять деревни И заправки И заправки Все надеялись Что этот человек Наш спаситель Знающий о том Что произошло В этот злосчастный день Но он был Таким же потерпевшим Как мы Не знающим Что происходит А если был он Значит где-то Были и другие Выжившие люди Народ Давайте Закончим на сегодня Уже глубокая ночь Нужно постараться Выспаться Алексей Можешь выбрать себе Лавочку На которой будешь спать Мы уже успели Познакомиться С нашим гостем И кратко Рассказать нашу историю Народ потихоньку Расходился По своим местам Алексей быстро Определился Где будет спать Неподалеку От моего места Ммм Какой у тебя Двигатель мотора Да ты Я просто Чудович Урожай Капуста На нынче выдаст Сука Чат смешной Капуста Когда сажали Где труп Деда Блин Блокнек Ты не один Я тоже так подумал Что что Давайте уже поздно Будем расходиться Спать Николай Васильевич Что с тем стариком У меня в машине Думаю Его нужно похоронить Ты что Блать Больной Блать Куда Багажное отделение Можем на полку Вон похоронить А так На улице Сам пойдешь Блать Можешь Звать меня Просто Николаем А чем Мы ему Яму-то Копать будем Да и воздуха У нас Слишком мало Нам бы Себя спасти А не заботиться Об уже умерших Если бы не он Меня бы наверное С вами сейчас Не было Но он же остановил Меня когда я решил Было расстаться С этим миром Надеюсь у тебя Больше нет таких мыслей Все будет хорошо Вместе мы справимся С этим С трудом Класса С трудом он выдавил Из себя улыбку Было заметно Что он сам Мало верит Своим словам Ебать Эта улыбка Блать Крипишит Сука Алексей отвел взгляд От машиниста И погрузился В свои мысли Вид у него был Жалкий Видимо не мог Смириться с тем Что произошло Нельзя отчаиваться Я пытаюсь верить Что близкие мне люди Выжили Как и мы все Так Че Тремя просто Че там Хоронить Деда Или хуй бы С ним Сейчас я запилю У нас все Сюжетные ходы Выбирает Исключительно Чат Пока что Третий вариант Лидирует Ебать Бни Блудя Сейфы Три Хорошо Оставить в покое Вид у Алексея Был так себе Я решил не беспокоить его Пусть успокоится Было холодно Как будто на дворе Середина зимы А не обычная Майская ночь Тьфу ты блять Не тот голос Сорян Вздохнул и медленно Лег сжав ноги В вагоне Наступала тишина Я так привык блять Уже от лица Этого Алексея Вряд ли я усну сегодня Попробую погрузиться В свои мысли Почему туман Был в зданиях Раз окна и двери Были закрыты А мы с Алексеем И Алексеем В разных местах Видели это Он не мог проникнуть туда Почему же его тогда Не было в автомобиле И нашем поезде Непонятно Интересно Что творится в городах Где тысячи людей На то и миллионы Жаль что пока Я не могу Это Что значит На то и миллионы Блять Ты не знаешь Сколько в городе Людей живет Ну в городах Миллионниках Живут миллионы Да и узнаю ли я Когда-нибудь Вообще Наверное Будь я в такой ситуации Один Нервы бы не выдержали Но у нас было Довольно много человек Немного людей Как нормальные люди Написали бы Это предложение Но у нас было Довольно много Но у нас было Довольно много Человеческих единиц Попавших в одно И то же Экстремальное положение Это успокаивало Понимая что Не один такой Таких много Совершенно разные люди Разных возрастов С разными интересами Казалось бы Нас ничего не объединяет Вчера мы все попали На одну и ту же электричку А позже попали В эту ситуацию То в электричку То в ситуацию Блять Вечно ты куда-то попадаешь Да Да И она объединяла людей У нас У всех Общая проблема Спасибо тебе ситуация Объединила ты нас Да Да Никто не знает Как ее решить Я мало знал людей Которые меня теперь окружали Но мне хотелось им доверять Вместе было спокойнее Полежав с различными мыслями Несколько часов Я заснул Я находился Бля это сон Dream sequence Official Я находился в своей городской квартире Была ночь Квартира пустовала И кого кроме меня не было Был включен телевизор Но его экран не освещал темную комнату Поэтому я решил включить свет Щелкал выключателем Ничего не произошло Свет не включился Видео Вместе с ним Кирилл Зачем Ты делаешь это со мной Блядь Что там Что там Ты же смотришь Стрим Ну Я попробовал ещё раз Там был джампскер только что Да, бля, я пропустил Сука А я попробовал ещё раз Ничего Каждый объект комнаты Причём там был джампскер уровня головы В этой самой, блядь В решётке Каждый объект комнаты отдавал тени Казалось, что со мной рядом находился кто-то ещё Нужен Был свет Я прошёл в коридор, чтобы включить его там Но ничего не вышло Было всё так же темно Тааак, народ Я вас даже спрашивать не буду Я включаю свет Я щёлкаю по выключателю, но свет не включается Вокруг только тьма Опять, Ваня, смотри стрим прямо сейчас Это джампскер Хе-хе Ну? Блядь А, вот всё, увидел, да Увидел, да Страшный пиздец Нет Ну вот Если Ваню мне не удалось напугать джампскером Там звук был? Потому что у меня звук выключен Звук был, да А, ну вот. Это были такие чаймы, типа. А, трны? Нет, тогда это не очень интересно. Выхода нет. Охуенный сон. Проснулся. Похожие сны снились мне и раньше. Наверное, я спал совсем немного, может, полчаса или час. За окном все еще было темно. Из Саши и Василий, он скорее всего. Что? Выхода нет. Выхода нет. Там еще и этот самый... Это надпись, я смотрю, Кирилл очень любит, потому что на той картинке, которую Каин скидывал там в вагоне, тоже выхода нет на этой самой, на двери написано. Сколько бы я не пытался заснуть, у меня не получалось. Я все еще продолжал читать эту визуальную новойлу, блять. Беспокойные мысли, страх смерти и неизвестность грядущего давали... Давали? Давали. Давали о себе знать. Сердце, хоть я и был в спокойном состоянии, колотилось быстро и громко. Сейчас бы чего-нибудь успокаивающего, но тут ничего такого нет. Не пизди, вы спиздили пару бутылок водки в позапрошлой главе, блять. Сейчас о них вспомнят. Надоело пытаться заснуть. Я встал и подошел к Николаю, который стерег нашего заключенного. Заключенного? Да, там был недавно в одной из прошлых глав чувак, который поехал на иллюминатах и бросился на людей с бутылкой. Лишь это в этом духе. А, ладно. Остальные, кажется, спали или просто лежали с закрытыми глазами, как и я до этого. Тихо подсел к Николаю. Он тяжело посмотрел на меня. Тихо подсел, набирай. Не спится? Бля, вот реально уже второй раз подряд мы пиздим с Николаем, когда не спится. Игра явно к чему-то нас ведет. Романтик. Релешншип. Да, там вроде темно было, да. Тут типа свет везде и пиздец. Он сказал эксплиссили, что сейчас темно. Это по таймлайну как бы должно быть, но... Хуй знает. Как я завидую тем, кто может такой... Возьми Николая за руку. Да. Как я завидую тем, кто может в такой обстановке спать. Я и глаз сомкнуть не могу. Я хоть полчаса подремал. Это хорошо. Нам еще нужны будут силы. Не расслабляйся. Николай показал рукой на человека без сознания. Это был Константин. Тот сумасшедший, который готов был нас убить. Как думаешь, может выкинем его на улицу? Он же хотел доказать нам, что этот туман не опасен. Так пусть докажет. Николай немного удивил меня. Не думал, что такой человек фактически предложит убить неугодного нам. Наверное, я плохо знаю. Неугодного? Неугодного? Сука. Взять Николая за руку и пнуть. Тоже хорошо. Похоронить Николая. Случайно. Бля, мы же деда хотели похоронить. А, блядь. Так, ну что, чат мы выкидываем Константина нахуй наружу или нет? Это важное решение. Ваня за, да, окей. Я уверен, что это плохо, потому что все ВНки слюнявые, блядь. И будет про то, что... Ну, я почти уверен, что она слюнявая. Как он сам. Пнуть туман не удалось. Заставить Николая копать капусту. О, пиздец. Первый вариант победил вообще. Без конкуренции. Заставить Николая копать могилу деду. Знаешь, о чем я думаю? Если все действительно так плохо, нам предстоит выживать здесь. Ты это к чему? Ты дегенерат, блядь, ты сам предложил только что. Ты знаешь, к чему это. Наверняка ты и сам думал об этом. Что если туман не исчезнет ни через день, ни через неделю? Нам придется делить остатки еды, и каждый человек будет решающим. Возможно, мы продержимся дольше, если не будем содержать тут безумцев. К тому же, он просто-напросто опасен. За ним нужно постоянно следить. Хоть он и связан. Ведь нет полной уверенности в том, что он не высвободится. Возможно, ты прав. Но это очень радикальные меры. И это несколько не совпадает с моими моральными убеждениями. Ты сам предложил это сделать только что? Блядь. Пидор. Николай. Я же, блять, не придумал. Он сам вот буквально только что сказал. Ээээ... Как думаешь, может выкинем его на улицу? Фастфорвард. Это не совпадает с моими моральными убеждениями Ну то есть делать это не совпадает А предлагать нормально Пиздец, блять О, сука Биболярный Николай Это все предрассудки Да, это предрассудки То, что людей нахуй убивать плохо В натуре Николай Николай сидел с крайне серьезным лицом А разговор действительно был не из легких Это был пранк Это был пранк, да? Если мы сделаем это сейчас То нам не придется советоваться с другими Так, советуемся или нет, народ? You decide Олег Гитлер Confirm Не, не, ну типа В электричках, конечно, сортира нет Есть тамбуры Нет, даже в электричках, кстати, он есть Он просто заперт обычно Да, 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 в электричках даже близких, ну, на небольшие дистанции есть А в поездах тем более Так что с удобствами проблем быть не должно Вариант номер два победил В два раза больше голосов набрал Ни с кем не советоваться Пойдем Мы проведем все тихо и быстро Я возьму его Дотащу А ты откроешь мне дверь наружу Я просто выкину его туда И он задохнется Блять Крипиш Darkest fuck, блять Я думал, минуту назад мы хотели проверить, что он смертельный там или нет И Олег так Я не занимаюсь, блять Это как И он, блять, задохнется нахуй, блять Сука, нахуй в жопу пидора, блять В расходу, ебка Это звучит очень плохо Ох, Олег, я сделаю это Но только потому, что доверяю тебе Большая ошибка, чувак, Николай, чувак Николай внезапно осмотрел сумасшедшего Он все еще был без сознания Евгений Константинович вмазал ему неслабо Я просто выкину его туда Картинка, блять, этого Сука И так Олег поступит с каждым неугодным Да, с каждым Потому что никто не смеет Да, и, кстати, трупа никто за окном не заметит Да, он там всегда был, блять Вы что, не помните, как он там всегда был? Нет? Ну, блять, тогда тоже туда полезайте И пропажу никто не заметит Да, да Николай, разработчик No Man's Sky confirmed А потом он, Питер, скажет, что Олег предложил, кстати Вполне возможно Где пожар-то? У нас пожар! Мой товарищ ослабил веревку И осторожно взял его на руки Нахуя ослаблять веревку? Тяжелый, сука Олег, иди вперед Откроешь мне дверь Мы быстро вышли в тамбур Казалось, нас никто не замечал Все спали О! Вань, квиктайм-ивенты Если ты когда-нибудь думал, что ты видел хорошие квиктайм-ивенты в играх То... Нихуя! Вот они Вот они Понял, да? Сейчас поймешь Что за уши я использую И как они? Я использую аудиотехнику М50 И они лучшие наушники в мире за эту цену Цена, правда, довольно дорогая Да, нормальный квиктайм-ивент И нет, я считаю, что в любой игре квиктайм-ивент Нахуя не нужен В последний миг, когда дверь уже была наполовину открыта Константин, которого волок Николай, пришел в себя Он непонимающе посмотрел на нас Че? Че? Короче И промямлил что-то непонятное Но Николай быстро... Вращайся в зомби, убей его! Да, да Но Николай быстро сориентировался И рывком отправил его за дверь электропоезда После чего быстро закрыл их Первые секунды Константин пытался встать Но потом сделал глубокий вдох Его глаза заполнились ужасом Руками он обхватил шею Раздался странный виск После чего его тело обмякло и перестало двигаться Вот и все Да уж Двери тамбура распахнулись И к нам зашел Александр Что здесь происходит? Так, ну что, народ Офак, бастер Факен ба... Гон вронк Пранк, пранк, гон терребли вронк Рип Малдор Да, там, типа, пытались референс к секретным материалам сделать И Малдор назвали Малдор Малдор Черезо Просто пиздец Кирилл мог бы и не палиться, что он, блять, из этих миллениалов Блять Миллениалов Миллениалов? В смысле, родившихся... Ну, в районе нулевых Аудиотехника М50... Сейчас она стоит 12 тысяч рублей, да Это санкции Когда я покупал, она стоила 7,5 или 8 Чё-то типа того Я ещё тогда, кстати, даже не стримил, поэтому Типа... И хуя у нас два варианта Выкинуть и этого тоже нахуй Взять за руку и выкинуть Да, мы тут людей выкидываем Александр, чё вообще? Для контекста, Ваня, он, типа, военный с противогазами Я так и... Нет, нет, не Молдар А Малдор Потому что мы шутили, что Дамблдор Молдор А если бы был Молдар То мы бы шутили про Мордор Наверное Если бы были очень не смешными Бля, пиздец Определитесь, он буквально 50-50 Хочу, чтобы перевес хотя бы, блядь Ну, не знаю, не в 10 голосов Но типа того был бы Эй, глянь, Николай выпал, спаси его Ну, кстати, да Я не понимаю, я опрос делаю на хитбокс ТВ с Лашем Рзулин Или на радио Эхо Москвы с вопросом Вкусный ли сегодня был завтрак, блядь И виноват ли в этот Путин Ладно, вариант Вариант 1 вроде немножко вырвался вперед Сейчас 67-64 Катабыки Первый вариант А, нет, теперь, блядь, 68-68 Все, я Я кидаю монетку Значит, Орел это 1 Решка Сказать правду You're so fucked Ага, we fucked Пиздец Мы решили избавиться от него Так как он представлял реальную угрозу всем Бля, мы не могли бы помягче это как попадать Олег, ты ебаный психопат Мы решили от него избавиться Бетонных сапогах Да Блядь Сука Мы не могли бы вечно следить за ним К тому же, если ситуация будет еще хуже Нам придется экономить на запасах продовольствия А еще он нас заебал А еще он нас заебал Что вы, блядь, несете? Вы только что убили человека Это было во благо всех остальных Да он и не человек даже Да Нахуй его Смерть во благо? Да вы совсем ебанулись С этими словами Громко хлопнув дверью Вернулся в вакон Черт Теперь мне кажется, что мы совершили очень плохой поступок You think? Блядь, Чирилл, сука Какой же ты уебок Да ну, блядь Да ну, блядь Это все Николай Да это все Николай Александр запомнит это Да мы не убивали Туман убил Ну просто отправили его погулять Олег Олег, пожалуйста Давай не будем говорить об этом Какая Сука Я не могу Не, извините Я ни о чем не жалею Ладно Пусть каждый останется наедине Со своей совестью Все они были мертвы Просто поставила ошибную точку В этой истории Да Мы вернулись в вагон На свои места Наступила пауза Сказать было нечего Николай прервал тишину Зорд Такой Ладно Затаскивайте обратно Это was just a prank Блядь И теперь Сука У нас такой роман С ним сейчас будет Partners in crime Теперь он подсаживается И предлагает мне Рассказать что-нибудь Например что Например историю Про то как бы чувака Только что блядь Выкинули нахуй Умирать блядь Убили Да Как-то раз я Сидел в поезде И не ехал абсолютно никуда И потом выкинул нахуй Человека за борт И он умер Где такая блядь история Дебил нахуй Что например Ну вот Например про наш новый дом Сука Имею ввиду наш электропоезд Сказал машинист Что про него Рассказывать то Обычная электричка Они же все разные Блядь Он мне сейчас будет Дрочить мозги По поводу разных Электричек Блядь Серьезно Сука Ладно Мы только что убили человека Время узнать о том Какие разные электрички Бывают блядь В мире Я надеюсь Мы готовы чат Мы готовы чат Этут Че там Че там Николай решил рассказать нам Про типы электричек Я даже не шучу О Что бы на Куперу Это уж понравилось Так Так Заткни ему рот своим ртом Блядь Я надеюсь Ты выложишь это куда-нибудь Это слишком хорошо Блядь Слишком Ща подожди Пытаюсь не выдумить Себе глаза Блядь О Так Они же все разные И чем они отличаются На вид почти одинаковые Ну вот Из одних людей Выкидывать удобно Блядь Сука Ну вот слушай Это например Демиховская А есть российская Демиховская? Ну да Построена в Демихове Это кажется Где-то на востоке Московской области Раньше Когда их только начинали делать Было приятно Вести такую Новенькую машину Тем кто понимал В чем их отличия Конечно У них даже вагон длиннее Тамбуры вмещают Больше людей В двери влезают Видимо больше людей Чтобы выталкивать Помню как у нас Дипо Первая модель Только появилась Была красная сначала У меня такое ощущение Что этот диалог Случился бы Не важно что То есть Если бы вы не выкинули Чувака То вы просто продолжили бы Вот этот диалог Да кстати Просто в этой Тогда бы он был окей Но в этой ситуации Он звучит пиздец Гротескно Да Особенно высадку Блядь Щелны А что особенно Где там это было Особенно высадку Особенно высадку Хочу быть Твардимиковским Вагоном Никак В любой ситуации Рассказывай про поезда Может это его реально Защитный респонс Такой Но нет Блядь Сука Так это не работает Ужасно Ой В 1993 году Это было С тех пор их делают А до 1993 В России их не делали что ли? А какие же тогда были? Рижские Видел на вагонах Надпись R R2 например Я отрицательно Покачал головой Никогда не обращал Внимание на такую ерунду R Расшифровывается Как электропоезд Рижский Все просто Так вот Они уже устарели Тут у нас еще ходят Но все реже Сейчас их заменяют Потихоньку на демиховские Я вспомнил Что действительно Я видел такие Вот Кирилл образовательный Он продолжал Увлеченно что-то Он продолжал Увлеченно что-то Говорить Но мне было Неинтересно Его слушать В конце концов Мы только что Убили человека Блядь Через несколько минут И с конца вагона Послышались Какие-то звуки Кому-то еще Надоело Лежать с закрытыми глазами И пытаться уснуть Никого Я посмотрел туда Это была Так Марина Она Бля Походу Кирилл Только в этом Разбирается Тика Фэй Пишет Она подошла По вагону И подсела На лавочку против Чат Я правда Не помню Какой у нее был голос Поэтому Могу Неправильно сказать Тоже не спит Просто объединфицирую ее По максимуму Хорошо Да, все Сейчас начнется романс Давайте Хватайте за пенисы И поехали Нам все еще Обещали сцены Сексуального характера В игре Господи Не, я Как бы Да Я вот Уже Готовлюсь Ага Посмотрел бы я На того Кто в такой обстановке Хорошо спит Николай Опять улыбнулся И приставил А мы вообще Только что Чувака Грухнули А Да Такая вот история На Александра Петровича Тот Казалось Даже тихо Похрапывает Александр Петрович Буквально Только что Подошел К нам Бля Вы что Чувака убили Ёб твою мать Че вообще Вы охуели Блядь И пошел спать Окей Но он же в армии Был там Постоянно Такая хуйня Николай Опять улыбнулся И пристав Показал рукой На Александра Петровича Так Это уже было Бес Бесстрашный Он военный Наверное Похоже на то Как рука Болит еще Есть немного Он меня не сильно Задел Но я его задел Сильно Но крови было Много Ладно На время Оставлю вас Двоих Пойду Посмотрю Все ли в порядке В остальных Вагонах Нет ли там Еще кого Выкинуть Нахуй Блядь Так Чат Время Расчехлять Пикап Мастерские Пикап Пикап Мастерскую Доставайте Свой Пикап Воркшоп Мне нравятся Плохие парни А я тут Мужика Убил В песне Саи Там Не все Участники Событий Знали Что они Трахались Посреди Кишок Кишков Там кому-то Казалось Что их Вообще Все нормально Вокруг А второму Было Заебись Да А вторая Собственно Была Источником Всего Этого Мяса Ага И она Вообще Не человеком Была Какой-то Ебаниной Ага Просто Тот первый Видел ее Как будто Она не Ебанин А Ну Человек Ага Да Сая Говно Для пидоров Забей Только 60 Километр Настоящая Визуальная Новелла Вариант Два Явно Лидирует Чат Понимает Да Ты выглядишь Взволнованный Что-то Случилось Да нет Ничего Я Слушал Рассказ Алексея И просто Представил Себе Что Что с моими Близкими Может случиться То же самое Может их Уже Нет Стоит Надеяться На лучшее Ты же Не знаешь Наверняка Да Но Я очень Волнуюсь Кроме этого Я очень Боюсь Оказаться В одиночестве Потерять Близких Родных Людей Это Одна Из Самых Страшных Вещей Которые Могут Получиться По крайней Мере Ты тут Не Одна Посмотри Тут Есть Надежные Люди На которых Можно Положиться Да Например Ты Ты Вызываешь Доверие Дорогая Ты Нихуя Не Знаешь Пнуть Марину Да Кстати У нее В прошлой Голове Мы выяснили Что у нее Парень Есть И мы Уже Обломались С этим Пикапом Но Теперь Мы Не Так Расстроены Потому Что Мы Знаем Что Мы Можем С Ним С С Делать Если Он Появится Так Нет У нее Парня Уже Нет Наверное Мы Этого Не Знаем Еще Она Все Надеется Что Спасибо О Кирилл Прекрасен Он Дает Нам Выбор Чат Я Не Уверен Что Мне Нужно Это Голосование Что Вам Нужно Это Голосование Я Уверен Что Это Настолько Транспарентный Блядь Пикап Просто Знаешь Да Как Там Шел Диалог Я Очень Волнуюсь Да Мои Люди Могли Ну Вот Да Ты Вызываешь Доверие Спасибо Что Поебемся Блядь А Че Б Нет В В Общем То Да Во-первых Снимает Стресс А мы Между Прочим Топ Что Пережили Очень Сильно Стресс Ситуацию Так Что Это Может Помочь Так Ну Да Понятно Да Потому Что Тому Уже Ничего Не Поможет Может Пойдем Более Уединенное Место Здесь Все Так Так Много Людей Прямо Буши Зачем Место Трест Вить Понимаешь Э 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 Ах ты Э Э Э Ты похожа на шлюху? Я думал, это лучшего мнения обо мне. Ты похожа на... Я разве предлагал тебе заплатить за это, мразь? Она резко встала. Да, у нас не получилось сейчас, загрузка. Не знаю, Марин, по мне так ты похожа на женщину с вагиной. У тебя ведь есть вагина? И, кстати, мы этого не знаем, потому что плечи довольно широкие. И мы не трансфобы здесь. Мы не ассюмим ее гендер. В принципе, пойдет. То есть, экстренная ситуация, не забывай, стресс убили человек недавно. Выкинуть из поезда, понял. Не удалось, не удалось, не удалось. Сука. Черт. Так, предложить выпить вина. Когда мы были в магазине... Смолос. Да. Когда мы были в магазине, я прихватил там вина. Достаточно дорогое. Попробуем. Заманч... Я что-то, как дед, начал говорить. Заманчивая идея. Пожалуй, я не откажусь. Я достал из пакета бутылку вина и пару пластмассовых стаканчиков. Так, а вот что... Поезд, пластмассовый. Блядь, я вот так... Куда заведет, блядь, эта ебаная строчка? Так, а вот штопора у нас нет. Но это не проблема. Сказал он и достал свой пенис, блядь. Иди... Блядь, я не могу даже звук сделать. Сука, я не могу звук сделать. Не смешно теперь. Ну вот, ты тоже не совсем можешь. Ну да. Вот так лучше, да? Сука. Какие же трюки, блядь, с бутылкой вина будет показывать Олег? Я даже не знаю. Господа, достаем штопоры, да? Я не шлюха, но вина бахну. Я снял этикетку. А, пальцем пробку внутрь. Ну, типа, да, ладно. Надеюсь, он хотя бы минимально эротично это сделал. Если вы не знаете, как это делать. Ты просто не знаешь, каким пальцем. Окей. Ты сам туда первым пошел. Не надо, блядь. Я туда не шел, блядь. Ну ладно. Я там, так сказать, не знаю, ступней воды проверил, а ты туда бомбу сделал, блядь. Просто нырнул, нахуй. На закваланге. Так. Предложи выкинуть кого-нибудь с поездом вместе. Сука, чат. Я не знаю, вот мне надо больше визуальных новелл тут читать, потому что чат просто загорается в эти моменты. Я снял этикетку, затем пальцем протолкнул пробку внутрь. Надеюсь, это не эфемизмы были только что. Готово. Фразы, которые не стоит говорить после секса. Еще таким тоном, блядь. Ой, Марина такая. Я смотрю, у тебя большой опыт. Представьте, что у них все-таки было... Удалось! Я, блядь, умираю. Нормально. Я налил ей вина, потом себе. Приятный запах стал расходиться по вагону. Надеюсь, остальные не обидятся, что мы не пригласили их. Остальные либо спят, либо, по-моему, нам вдвоем хорошо. Согласен. Так за что мы выпьем? За то, чтобы все это закончилось. И за отличное знакомство. Согласен? Конечно. Мы выпили. Неплохое вино. Ты много в нем разбираешься? Наступило молчание. Много? Много в нем разбира... Ты много в нем разбираешься. Я вижу, ты много в нем разбираешься. Это промпт с английского. You know much. You know much about it. You know much about it. You know much wine. Наступило молчание. Я прервал его. Предложением выпить еще. Блядь. Второй стаканчик вина пошел еще лучше. Выпьем за Константина. И теперь его путь уже закончится. Сука. Знаешь, все это позволяет взглянуть на жизнь по-другому, наверное. Как по-другому? Она задумалась, думая, как сказать. Лучше задумалась, думая, как думать. Думая. Как еще можно... Как еще сегодня Олег взглянет на жизнь? Интересно. У него сегодня уже целых два варианта было. Не будет, судя по всему, еще. Ты понимаешь, что все твои проблемы, о которых ты так волновался, это мелочи, совершенно несущественные. А вот когда проблема в том, что ты не знаешь, что вообще происходит и как долго ты еще проживешь, это просто с ума сводит. То, о чем я волновалась раньше, это такие пустяки. Она взяла бутылку вина, сама налила себе и мне, тут же молча выпила его. Видишь этого ублюдка? Это... что? Вот. Она показала заставку ее мобильного телефона. Тот же хипстер. А, парень ее. Чат, все нормально, ее парень оказался пидором. Это мой молодой человек, наверное, бывший молодой человек. Наверное, сдох уже. Все, чат, она готова. А что случилось? Какие-то пидоры выкинули его из окна, представляешь? Вагона, блядь. Она потянулась за бутылкой вина, но я опередил ее, налил его в оба стаканчика. В бутылке ничего не осталось. Итого, сколько? Четыре стакана, да? То есть, восемь стаканов, типа, вдвоем, они бы хуерили. В стакане что-то типа 200 миллилитров. 200, 200... Нет, подожди, так не работает. В стакане должно быть сотня тогда, получается, не 200, 200, это кружка. Нет, кружка это 300 миллилитров. Вот, стандартная кружка, вот у меня дома, которая, это 300 миллилитров. Да, ну ладно. Ну, в общем, где-то литровая бутылка у них была, судя по всему. Ой, короче, переспал... Ну, так-то вино обычно в бутылках 0,75. Да. Переспал он с какой-то шлюхой по пьяни. Угадайте, куда это идет. Да. Угадайте, в каком состоянии и с какими характеристиками женщины мы сейчас будем переспавать. И это слово в русском языке. Сочувствую. Сука. Он тоже не шлюхой? Он прям вот, я прям чувствую, как он типнул Федору, блядь. Да-да-да. Сочувствуем, леди. Да-да-да. Моё уважение. Да, моё уважение. Я смотрю, у тебя до сих пор красуется его фотография. Зачем? И как ты узнала, что он сделал это? Как ты узнала, что она шлюха, самое главное? Да. Он сказал это сам. Сочувствую, что на ее месте могла быть ты. У нас чат просто король пикап-лайн. Чат, да-да-да. Матан. Матан, да. Захал за двигатель ее мотор. А теперь откажи ей. Сука. Я же не шлюха. С мотивацией я же не жигала. Он сказал это сам. Он рассказал все. Он действительно очень честный и открытый человек. Но у него бывают замашки. Но это первое подобное. И он рассказал об этом. Блядь, ну... Тогда пошла ты нахуй, блядь. Может быть. Вроде он нормальный чувак. Рассказал все. И сам по себе честный и открытый человек. Ну, он сдох уже, наверное. Так что хуй с ним. Все равно непонятно зачем. Может быть, чтобы очистить свою совесть? Чтобы я простила его? И знаешь, я действительно готова его простить. Тогда какого хуя? Марина. Простить за это... Кирилл! Все еще поворачивая Федору. Простить за такое. Наверное. И знаешь, самое интересное, что я действительно готова его простить. Может потому, что люблю его. А может потому, что он сам все рассказал. Может то и то. Почему все так сложно? Знаешь, в любом случае теперь это кажется действительно полнейшей ерундой. Слушай, а почему главные герои пропадают с экрана? Слушай, потому что игру делал, блядь, Кирилл. А, понятно. Он до этого играл в визуальные новеллы? Понимает вообще? Не думаю, не думаю. Понятно. Ну, чат, я конечно дам вам выбор, но только потому, что я демократ. Но я знаю и так ваш выбор. Демократиф фейл. Бог, прости, да ты раздевайся. Ну, понятно. 20 человек хочет попрощаться с ним. Это не человека выкинуть из поезда, это измена! Меня видно плохо? А, да, я тут сейчас. Витас, когда ты себе, блядь, стул купишь нормально? Блядь, ну, DX'ы стоят по 40 кусков рублей, так что... Ты раздеваешь? Нет, DX' обойдешься, возьми себе нормально, просто обычный. Хочу DX! Чат, нам нужно 40 тысяч. Нам нужно 40 тысяч рублей, меня на ютуберский шлем, короче. На ютуберский стул, короче, охуенный, да. Потому что иначе у Витаса сломается спина и будет как у меня. Это правда. Дайте денег, короче. Вот это... Нет, я как-то куплю все, я так сейчас смотрю. Но рано или поздно, на самом деле, планирую подкопить на него. Выглядит как довольно неплохо. Да, 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 классно. Но, блин, 40 тысяч это пиздос, конечно. Ну, 40 тысяч это для жирных, ты за 20 можешь купить. А, серьезно там? Да. Они разные бывают? Да. Ну, в общем, мы предлагаем пойти в кабину машиниста. Ты когда-нибудь была в кабине машиниста? Нет, ни разу. Пойдем, я покажу тебе свой стоп-кран. Конечно, хотела бы. Пойдем. Думаю, Николай не будет против. Особенно, если мы разрешим ему смотреть. Блядь. Фактус. Ну, that's the plan, да, Ваня. Я взял ее за руку и повел в кабину машиниста. Дверь была не закрыта, и мы прошли внутрь. Ух ты, ух ты. Тут так здорово. Мы пошли. Мы прошли внутрь. Блядь, нет. Пошли внутрь. Я бы и не подумал, что когда-нибудь побываю тут. Я закрыл дверь изнутри на щеколду. Шаль, что мы не можем привести поезд в движение, но мы попробуем, блядь, парень. Что-то не значит. Рассказание. Понятие импульса. И инерции, блядь. Не думаю, что это сложно. Так. Не знаю, это такой мини-скилл, какой-то выбор. Ну давайте, я верю нашему чату Он пикап мастер Коллективный пикап мастер Щеколду Я закрыл дверь изнутри на щеколду Ну сорян, всегда 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 говорил щеколду Я наверное это неправильно Я так редко употребляю это слово Да не надо ее пинать, чат, зачем? Второй вариант Хи, ты тоже Знаешь, Олег, порой так сложно найти общий язык с кем-то Но потом появляется человек, которому так легко открыться Ох, прости, я несу какой-то бред Мы разговаривали, всего-то ничего Это все вино ударило в голову Все в порядке, я тебя прекрасно понимаю Она приблизилась ко мне Она приблизилась ко мне вплотную Я чувствовал ее дыхание И еле заметный сладковатый запах духов Она смотрела мне в глаза Помогите Сейчас так хочется забыться Я приобнил ее Она смотрела мне в глаза А потом наши губы слились Сначала в ней чувствовалась неуверенность Но мгновение спустя Она стала более раскованной Медленные нежные движения Воспуждали Может лучше под защитой любви, а? Под защитой любви Был более высокий слог Я полностью согласен Чат Я надеюсь, что вы держитесь за пенис И уже начинаете фрикции Потому что тут началось Я надеюсь, что картинки-то будет хотя бы Руки оказались под одеждой А она, в свою очередь, вскоре опускалась на пол Зачем? Одежда А, да Что, одежда? Да Было очень холодно Но сейчас мы не замечали этого А лишь еще больше стремились друг к другу Согревая наши тела Нужно было больше спасительного тепла И сейчас только мы вдвоем могли подарить его друг другу Николай очень расстроен этой ремаркой Он тоже мог подарить тебе тепло, пидор И я забыл про все, что нас окружало И как будто не было чудовищного убивающего в миг розового тумана Как будто и не было тех искореженных от боли лиц С остывшими на горле Как будто и не было того мужика Кого из вагона Сиськи! Еееееей! Не зря Пакен осем! Сейчас Я не знаю Косунаги не бань канал Это искусство Это Тейстфул нюдити, понимаешь? Стоило того Или нет? Сейчас была только я и она Все остальное не важно Бла-бла-бла Оп, так Бля, я даже не знаю Давайте я сделаю так Потому что я не знаю Косунаги может нас забанить Косунаги нет, но хитбокс да Мы сделаем вот так Я уверен, что это даже лучше Не стоило Лицо жулино Теплая и мягкая кожа Движения были то мягкими То наоборот Резкими и жесткими Но я знал Что именно так Она и хочет Откуда, блядь Не нужно было говорить ничего Кабину машиниста Заполнили стоны Сначала неуверенные Превращающиеся Из защищенного дыхания Но после Более раскрепощенные Она двигалась Мне навстречу Поймав ритм Ее руки Легонько царапали Мне спину Чат, чтобы я Еще раз, блядь Послушал вас И пришел В скайп К Витасу на стрим Вот это Хоррор Найт Чат, у нее там Гениталии не прорисованы Забейте Вентмейт Там окно в кабине Открыто Ничего не было Всей предмертной Галлюцинацией Олега Она двигалась Мне навстречу Поймав ритм Ее руки Легонько царапали Мне спину Погоди Кто, кто сверху Сейчас я не понимаю Это логистически довольно странно звучит Какая разница? В смысле, блядь? Движение, да, окей, движение Это кто? Она Одежда Кто сверху? Она двигалась мне навстречу Это значит, что он сверху Тогда она может царапать ему спину, окей, гранд Может у нее очень длинные руки с другой стороны Может быть, блядь, да Спустя некоторое время Я вернулся на свой вес, чтобы вновь попытаться уснуть Время убирать цензуру Которая более люфт, чем картинка, которую она цензурировала Капуста, я знаю Это не секрет Я пытался просто, понимаешь, узнать, как секс работает Хотя бы из рассказа Кирилла Но он не дает мне той информации Которая мне нужна, чтобы это смоделировать в своей голове Спасибо, мне надо в душ Убил человека, потрахался Все нормально, короче Попытался уснуть Я что-то чувствовал Принюхался Кажется, запах гари Блядь Вы без смазки, что ли, это делали? Ну Марин Опять эта хуйня Ребят, ребят Вы ничего не чувствуете? Да Кажется, запах гари Кажется, где-то стало жарко Ой, блять Подхерт машинист Николай пригорел Я тоже чувствую Может, вы проверите, все ли в порядке в тех вагонах И в кабине машинисты заодно А то не хочется оставлять этого психа тут одного Какого? Какого психа одного? Мы же выкинули его, блять Николай, мы же выкинули психа Ты забыл, что ли, Николай? По-моему, Николай реально забыл, что мы выкинули психа В плане, что игра так сделала Игра забыла Да, игра забыла, что мы выкинули психа Какого психа? Николай увидит с психи уже Все, короче Псих на улице уже Николай тут Он травмирован Хорошо, пошли О, мы так проверим Там есть ли в вагонах проблемы или нет с Мариной Мы быстро прошли через... Знаете что? Вообще того не стоило, короче Че? Пэктрек Мы быстро прошли через тамбур в другой вагон Запах гари тут чувствовался чуть сильнее Но и тут было спокойно Большинство людей просто дремали Некоторые задумчиво сидели Или шепотом разговаривали между собой Мы быстро прошли в следующий вагон Ситуация тут была примерно такая же Но запах чувствовался сильнее Ну что, пошли в четвертый Там не должно быть людей Но надо проверить Вдруг что Да, так Ну что, нет Собственно Чат, опять-таки Я, ну, поскольку мы здесь сексисты И мисоджени То Ну, мы ее уже потрахали Следовательно, она не представляет Никакой ценности больше для нас Поэтому я предлагаю Отправить ее вперед Я уверен, вы все со мной согласитесь Вот, да Чат полностью со мной согласен 62 на 20 Надо ворваться с криком Сука Да, иди вперед Так, стоп, я не сейвнулся Да, иди вперед Так, стоп, я не сейвнулся Да, иди вперед Мы вышли в тамбур Прошли в следующий Делал два раза Одну и ту же интонацию Я подумал, что ты завис Шуточка, так сказать Так, че, конечно, нафиг Я бы утян не нашим импортам Нам больше не угодно А ты потом закрыть дверь Сука Женщинам надо уступать Господи, блядь Гугл, огонь Первая картинка, нахуй Реально? Can you confirm, Ваня? А, сейчас Еп А, блядь Кирилл, зачем? Почему ты делаешь это со мной, блядь? Так Да, пламя, че-то огонь В гугле Может быть, всех немножко по-разному Около него бегали двое полуголых Явно не русских человека Это к чему сейчас было И пробовали тушить своими рубашками скамейки Кирилл, да срэсист, мэн Получалось, у них это плохо При нас огонь перекинулся на рубашку Одного из них Мне просто горячие парни с вас Да, да С юга Велкм, Хоу Машин Ван Черт, что вы натворили? Кавказец! Сука! Ди ю джаст ассумт мэй рейс, блядь Ладно, как кавказский акцент? Я только грузинский знаю Зайдет! Мы тут все расисты, похуй Пани костер Эл, все горит, ебанно! Это было пиздец, спасись Нужно было потушить все это Дым заполнил весь вагон Дышать было очень тяжело Так, тушить огонь надеждой Или нужна вода? Надеждой? Одеждой Я не знаю, правда Я очень плохо в имитации Именно вот этого вот Горного акцента Только крутинский Вариант 2 Побеждает Где нам воду-то найти? Без нее нам не справиться Тащи все воду, что у нас есть И газировку Только не газировку Ты поехавшая баба Тушить колой А пить-то бы, чтобы Отличная идея Тушить огонь газировкой Но ничего другого Что напоминало бы воду Не было А, это была ирония Типа, отличная идея Тушить огонь газировкой Это была ирония Это была ирония Понял, блять Быстро достали Из стоявшей там сумки С едой Питьем бутылки С газировкой Как же это Какое стройное Синтаксическое предложение Народ Быстро достали Из стоявшей там сумки С едой И питьем бутылки С газировкой И мы побежали Обратно в горящий вагон Да, то есть Местоимения здесь не нужно Люди, увидевшие нас И почувствовали запах Заволновались А то есть До этого они не чувствовали запах Да, там Мы почувствовали его Из конца, блять Поезда Два мужика Хуярят одеждой, блять А они Запах не чувствовали Вставали со скамеек И сквозь сон Пытались понять Что происходит Спустя несколько мгновений Мы уже тушили водой Из бутылок Разбушевавшей Кося костер Пламя потихоньку Уменьшалось Обгоревшие скамейки Еще тлели Но не разгорались С прежней силой Между тем Один из мужиков Учинивших пожар Валялся подаль Его одежда Сгорела почти полностью Я видел обожженную кожу Нахуй с поезда его Еще один кандидат One more for the road Он умер Оооо Дааа Ура Или типа че Я посмотрел Настоящего Рядом с нами Другого мужика Скорее всего Кавказской национальности Возможно Его спалило то Что вместо его имени Было написано Кавказец Ебаный ты расист Кирилл Он был явно в шоке Видимо у него был Более чем смеш Вид у него был Более чем смешной Он точно психопат Блять Но нам сейчас Было не до смеха Марина уже перестала Кричать Закашлявшись Молодцы Пойдем отсюда за нами В первый вагон В кабину машинистов Я что-то I lost it Комплитли Ну я так понимаю Настроение И вообще Вот это вот Что Тут дышать невозможно По крайней мере Я не знал Как поступить с ними Поэтому единственной Правильной идеей Было отвезти их Николаю Или выкинуть Поезд И выкинуть Кавказ С расизмом Ёбаный азиат Говна Норм Нет Ёбаный азиат Говна Я его не так Я его так Не характеризую Он заслужил Свой титул Это не типа Это не типа Первый попавшийся азиат Я такой Опа Ёбаный азиат Говна Нет Это этот конкретный азиат Ёбаный азиат Говна Из его ловизына Вы не путайте Блять Дело не в том Что он азиат Ёбаные русские Блять Вечно все не так Понимают Некоторые люди С соседнего вагона Приходили посмотреть Что тут произошло Во всем электропоезде Люди вставали Новость быстро Разносилась И спать дальше Уже не мог никто Когда мы шли обратно С нашим провинившимся Кавказцем С нашим провинившимся Кавказцем Это типа Как Это типа Как Блять Ладно С нашим провинившимся Евреем Тоже нормально С нашим провинившимся Рабом Нигером Знаешь что Это в этом духе Я не знаю Чего вдруг Я встал на защиту Кавказцев Блять Здесь Но Вот Блять Мне не нравится Кирилл Расист У нас были Устремлены Удивленные Лица Вскоре Мы добрали Мне кажется Кирилл Из тех Кто на Хабрахабре Дает объявление Типа Пацаны Разрабатываю Игру Нужны Кодеры Не славянам Не обращаться Николай Увидев нас Удивился Это что еще за Я посмотрел На молча Стоящего С виноватым Видом Кавказца Сказать Ничего В свое Оправление Хватит Называть Его Кавказцем Реально Господи Нафуй Даже До тебя Уже Проникает Давно Проникло Просто Ну Ебать Реально Один раз Обозначил Что он Кавказец У него Потом Другие Обозначения Могут Быть Как неловко Просите Как его зовут Блять Там был пожар В четвертом вагоне Они устроили Их было двое Один погиб Ну и хуй с ним Блять Николай удивленно Смотрел на нас То на нас То на мужика И что ты там устроил Из чего костер Ты Мужчина немного Помолчал После чего С заметным акцентом Выдавил Ну зачем Кирилл ты это делаешь Я не могу делать Этот акцент Ау Блять Ща Дайте я посмотрю В гугле Набью Кавказская речь По-быстрому Кавказский акцент Слушать Кажется Это Россия Что Это не так С днем рождения День Спасибо Спасибо Обезьяна Которая разговаривать умеет Да Свою вот Вот это вот Красавица Николай Николай хмыкнул Николай хмыкнул Я думаю Что-то в этом духе Значит в электричке находится по крайней мере одна продавщица торгующая свежей прессой Ну да куда же без торговца Ох уж этот капитализм Кирилл Не, народ, я нашел первое видео в гугле У меня нет заранее архива Жи есть, народ, жи есть Я увидел, что на нас смотрели уже не несколько человек А почти весь вагон Рядом уже стояли и знакомые мне люди Александр Петрович, Евгений Константинович и Андрей Сволочи, понаехали тут Кто же вас сюда звал? Дайте мне с ним разобраться, пойдем в тамбур, мудила Мы хотели согреться Как же вы меня все заебали Приезжайте сюда и творите всякую мерзость Каждый день вижу вас, вы отвратительные выродки, пидорасы, вонючие, мрази, блять Говно, жопа Сука Че Куда понаехали, в ваш вагон, блять? В вашу электричку Че-то situation went south pretty bad Да, escalated fucking quickly Из второго вагона неспешно подошел Соломон Израилевич Да да Сука, но трейн трейн, блять, за что ты Дайверсити трейн, ей Реальный социальный комментарий от Кирилла Мне интересно, какая же будет мораль вот в этой сцене То есть, как Кирилл будет Вагон Митлерус Вагон не резина Господи, блять, боже Господи, beautiful chat, абсолютно Так, вариант 2 победил Блять, чат, ну вы расисты, короче Евгений Константинович резко схватил за шкирку безвольного мужика и потащил его в тамбур Раздались крики, стоны и ор Евгения Константиновича Он избивал его, а все, кто находился в вагоне, стояли молча, стараясь не смотреть друг на друга Ну, чат, и чат, я надеюсь, вы гордитесь собой Что же с нами происходит? Я, я, я неловко как себя чувствую, хуже, чем когда мужика выкидывал Что же с нами происходит? Что мы делаем? Александр, ну это, наверное, западный интернет, все, забейте У нас это норма Александр? Александр, нет, у нас норма, когда кавказцы пиздят тебя, а не наоборот Это, в принципе, да А вдруг он его не избивал, сто шагов назад Тогда бы они пошли в... к машинисту А не в тамбур Александр Петрович прошел мимо нас и направился в тамбур Он остановил Евгения Константиновича, но то, о чем они разговаривали, мы не слышали Ну вы там потушили? Да Пришлось потратить всю воду, что у нас была Даже газировкой из соседнего вагона тушили Вы ебанутые, блять Вы не могли накрыть это говно чем-нибудь, я не знаю Пиздец, а что пить-то теперь, блять Отлично? Не отлично Значит, теперь мы остались без воды Как рассветет, придется снова в магазин идти Мужчины, устроившие пожар, Александр и Евгений Константинович вернулись в вагон Теперь Николай уставился на погорельце И что с тобой делать-то теперь? Он ничего не ответил Подождите, погорелец? Погорелец это тот, у кого дом сгорел А у него вагон сгорел Ну, блять А вагон дом Так что... Ладно Шах и мат Может отпустить его? Думаю, он не будет больше кастры тут разводить Может, нахуй из вагона его? Ну, так, я не знаю, мы просто так привыкли Я не говорю, я просто говорю Не буду Марин, сходи в кабину машинистов Посмотри, наверное, там есть какое-нибудь шматье Сорян, уже нет Может, найдешь что-нибудь, чем можно укрыться ему на ночь Люди потихоньку начали расходиться Отправьте его в магазин с еще одним каким-нибудь неудачником И пусть это самое Он найдет себе за одну одежду там В чем проблема? В вагонах стало тихо Никто больше не кричал и не орал Ночь подходила к концу Первые лучи солнца уже начинали освещать зеленые вагоны нашего электропоезда Холод постепенно уходил и становилось заметно теплее Я, найдя в сумке бутылку минеральной воды, отошел в тамбур Умылся, промыл лицо от копоти и выпил оставшуюся воду Ты мне хочешь сказать, блядь, уебище, нахуй Что в условиях почти какого-то зомби-апокалипсиса Когда только что вы потратили, нахуй, всю воду Ты вылил полбутылки на свое бесполезное ебало только что, блядь Ты серьезно, нахуй, Олег, блядь? Пиздец, что-то, по-моему, не важно Но это тащим-то имеет некоторый смысл, потому что инфекции, вот это вся хуйня Да, а от копоти, от хуйни, блядь, ничего страшного, пережил бы, блядь Вода, ресурс такой, пиздец Ну, вообще, да Кроме того, ран-то у него нету никаких какие-то инфекции, не знаю А какие бы, блядь, тебе прижгло Я просто, знаешь, я теперь все истории про выживач Я теперь равняю на, вот, на крост, да? Что бы сделали герои крост в этой ситуации? Я тебе вот что скажу Герои крост в этой ситуации поубивали бы уже полвагона Повыкидывали, нахуй, за борт и были бы правы В смысле, ну, по какому поводу? За любую провинность и так далее? Да, да, то есть в крост там ситуация была такая, что Ну, там буквально, я не помню, не основной крост, а, по-моему, один из дополнительных вот этот вот мини-историй Открывается буквально тем, что Ну, идет вот группа тоже выживших каких-то, да? И один из чуваков у кого-то там, ну, знаешь, один из чуваков точит, короче, шоколадку И потом внезапно кто-то из группы такой говорит Ебать, он точит шоколадку, короче Я говорю, ты что, охуел, блядь? У нас же все по рационам, все, короче, блядь, распланировано А ты шоколадку тоитишь Он такой, ну, сорян, блядь, что-то пиздец есть захотелось там И, ну, они, короче, просто отняли у него рюкзак, перерезали ему на ногах эти самые Связки, короче, чтобы он ходить не мог Сухожили и оставили его Да, сухожили и бросили его, да, чтобы эти самые перекрещенные там его поели Охуеть Ну, не типа, чтобы ему хуево было, а чтобы раз бросать, то с бенефитами для группы Чтобы задержать их еще Да То есть, как бы, да Так что, блядь Кросс, это серия комиксов очень брутальная, там в чате объяснят Я постоял в тамбуре еще какое-то время Смотрел в мутное окно, разглядывая еле заметные очертания своего окружения Такое мутное, как ты, Олег Не спеша я вернулся в вагон Не пизди на окно, расист ебаный, блядь Мне кажется, пора делать планы на наступающий день Я не против Ситуация у нас плохая Регенеративных патронов осталось 6 штук Нам этого... Дегенеративных патронов, да Нам этого на долгие прогулки по зараженному воздуху не хватит Так что давайте думать, что делать Во-первых, я предлагаю снова сходить до магазина, чтобы пополнить запас продовольствия После ночного пожара у нас осталось мало воды Теперь я и сам хочу сходить Кто еще пойдет? Я очень хочу пойти Мне крайне интересно, что там снаружи Как это ощущается? Да точно так же, блядь, только кожа чешется Кого завтра убивать будем, да? Кросс заебись, она с Жван Джундо, не знаю Поначалу мне не понравилось, а потом, в принципе, окей А потом мне понравилось Когда тошнить перестает, очень хорошо Как, ну да, как многие вещи в жизни Я не думаю, что это хорошая идея Нам придется идти быстро с большими сумками А ты... А ты сексист, блядь Видишь, как у нее плечи широкие Еще как она может идти с большими сумками Да, а я женщина Ты это хотел сказать? Я справлюсь, обещаю Олег, поддержи меня Та-та-та Чет, время показать Свой... Свою, блядь Свою мощь Я даже не знаю Что из этого выйдет Там, кстати, да, описание, Вань, регенеративных патронов, прочитай, я уже читал в прошлый раз Сила ртутных регенеративных, чё? Не, выше, выше Особо регенерированные патроны для охотничьего противогаза Обычный регенеративный патрон не действует на игре Кирилла, поэтому необходимо применять ртутные регенеративные патроны с выплавлением, с добавлением заканчивающегося воздуха Сила ртутных регенеративных патронов во многом зависит от сил и количества выкинутых людей из поезда Окей, это что-то новенькое Мемы про пули, господи, сколько, блядь, этому лет Это ещё с твича пошло, боже мой Про описание пули? Да Это же с Бладборна пошло, а Бладборна я начал на 3 честные А, ну да Ну тогда этому год Около того Так, отпустить Марину Серьёзно? Хорошо, чат Я не против, чтобы она пошла, раз так сильно хочет этого Ладно, пускай, но я не считаю, что это хорошая идея Спасибо, Олег Кроме этого, у нас останется ещё несколько противогазов О, господи, блядь Окей Настал выживач геймплей Некад снекед, перерыва не будет, будет конец стрима, когда эта глава закончится Да, я сейчас доиграю раунд в Destiny и пойду спать Витас, ты пропал чё-то Сейчас вроде вернулся Сейчас, сейчас, сейчас есть Не-не, народ, надо спать 4 утра Я вам обещаю, мы закончим эту игру Мы дочитаем её до конца Я буду... Раз вам это так понравилось, я буду искать для вас визуальные новеллы Самые уёбичные и читать их Так что... Ну, типа, вслух Когда это закончится Судя по всему, это будет моя теперь это Хуёвые хорроры и визуальные новеллы Блядь, желательно русские Ужасно Всё, что я ненавижу в жизни, но... На удивление, развлекательно Нужно отыскать... Там же второй вариант победил, да, второй Ещё регенеративных патронов Эй, да, если мы хотим совершить вылазки наружу и дальше То нам они очень нужны Как часто ты имел экспириенс общения с англоязычным населением? Если у тебя такой знакомый с кем-то постоянно поддержит... Постоянно нет Но у меня были люди, которые... Там и гости там англоязычные, и ещё чего-то Я общался с носителями, скажем так У меня, в принципе... Ну, не скажу, что прям идеально флюентный английский Но я в состоянии, как бы, разговаривать с людьми Так что да Да Александр Петрович на некоторое время я задумал... Александр Петрович на некоторое время задумался И вдруг его глаза как будто загорелись Видимо, в его голову пришла какая-то идея У кого есть карта с собой? Все отрицательно покачали головой Нужно походить по вагонам, поспрашивать Вспомнил, у меня на телефоне есть карты Думаю, такие тоже пригодятся Сейчас хуяк косынку открывает, короче Александр, у меня на мобильнике есть карта местности Давай сюда, посмотрим Мужчина выхватил из моих рук мобильник Посмотрел на включённую мной программу с картами Кто-нибудь, дайте ручку или карандаш и бумагу Николай сходил в кабину машинистов И принёс оттуда то, что нужно было Александру Так вот, вот тут расположена военная база О, нет, блядь, никогда не хорошая идея Ну, в смысле, идея хорошая, но там всегда какая-то неожиданная хуйня происходит на этих военных базах Кто-то Walking Dead посмотрел Ксиал требует, чтобы продолжение шедевра было отстримлено уже завтра Дайте денег Я завтра спать планировал весь день Бля, я завтра Готик планировал Ну, если это чисто военка То я возьму просто два часа стрима Как ты закончишь, я после тебя Типа, или наоборот, до тебя Я хуй знаю, поскольку я закончу Да забей, ладно, одновременно, если чё Думаю, регенеративных патронов нам до неё хватит Пойдём втроём, как и в прошлый раз Что значит, до неё хватит? А обратно? А когда пойдём обратно, у нас будет полная сумка Впервые я увидел на его невозмутимом лице ярко выраженные эмоции Он улыбался Я и хочу вам предложить сходить туда Чтобы пополнить наш, так сказать, боезапас А иначе мы тут так и останемся И противогазы нас не спасут Вы знаете, как туда пройти? Там же закрыто всё от посторонних лиц Я был там и знаю каждый уголок Ну так что, кто пойдёт? Идея была вполне разумная И никто не был против Несмотря на то, что... Вы все сдохнете 100% снова вайт СПБ От рака! Блокнека, да, я хочу на следующее чтение Акиру позвать, да Я пойду Я, конечно, тоже Нет уж, ты останешься тут Евгений Константинович посмотрел на Николая так грозно Как будто показав, что он ещё ответит за свои слова Бля, этот Евгений Константинович пиздец Мне напоминает этого роднека, блядь Из Волкин Дэд Телтэловских Как его... Который такой... Дагдайности чувак Короче Ну... Тот был более адекватный, конечно Но мне кажется, явно в какую-то эту сторону персонажа пытается вести Кенни, ага Кенни, да У нас сформировалось что-то вроде совета, где голос каждого человека учитывался Тогда давайте с вами пойду я Хорошо, я не против Что же, у вас есть время позавтракать, после чего мы отправимся в путь Конец пятой главы Вот и сказочки Конец А кто слушал Молодец Да, и игра все еще крэшится, когда я пытаюсь из нее выйти Это вишня на торте уже второй раз подряд То есть игра не может выйти из себя по-человечески, она только крэшится Слышь, у тебя там это... поверхность эта, на которой ты мелками рисуешь или че, я тоже такую хочу, дай мне знать Как мне такую сделать Потому что, ну, вот это вот, Тен Мак запостил Виталик картинку Бля, почему у меня картинки не отображаются? Че за хуйня? Эээ Ээ? Проспера-404 на Тян Забили? Нет, на нее не забыли, ей разрешили идти с нами до базы Сколько донат на завтрашний стрим надо? Да Сколько не жалко, до завтра скинешь Или не скинешь Выйду постримать завтра Ну а завтра будет такой мини-стрим короткий Типа, почитаем просто эту визуальную новелку Ради вас, потому что я вас люблю Это краска, да? Вот, ну да, а на сегодня, собственно, все Это был HitboxTV с Лашумарзулин Всем огромное спасибо, еще я киви чекну Чекну Собственно говоря, все уже прочекано там, так что Да, на сегодня мы заканчиваем А приходите завтра на Готику и на ВН-ку от Витуса Судя по всему Ну да, и такие вот дела Ну да, мы заромантили Тян, это было, это мы пришли к успеху определенно сегодня Я вас с этим чат поздравляю Мы коллективно все в 500 человек, собственно, у нас сегодня был секс с одной Тян Она очень устала Героическая Марина Так что Всем спокойной ночи Увидимся завтра И в ближайшее время вообще следите за обновлениями И Огромное спасибо Конечно нашим Щедрейшим господам У нас Дэй Тьфу ты Дэйдрион Чрезвычайно щедрейший господин этого месяца И Ланин, за сегодня тебе Большое спасибо тоже Огромное спасибо подписчикам нашим дорогим И Просто всем, кто смотрит HitboxTV Слэшамарзулин Даже ничего Особо не нажимая Это самое главное Для нас Так что Всем, собственно, пока Чат пока Кто на ютубе смотрит Тоже давайте там пока Ваня тоже пока Пока Да, спокойной ночи